Добрый день! Сегодня мы с вами проводим практикум с таким замечательным номером номер один по воздушному транспорту, актуальные вопросы обеспечения транспортной авиационной безопасности. Во-первых, хочу вас всех поздравить с буквально нескольких дней назад отмеченным столетием гражданской авиации отечественной. Большой праздник международный, который будет еще продолжаться весь текущий год. Согласно указу президента, начался он у нас с торжественного собрания, которое прошло в Кремле и которое открыл президент Российской Федерации. Всех поздравил. Пожелал нам удачи на нашем трудном поприще. Ну, хочу еще вам напомнить, что и в плане мероприятий, принятым оргкомитетом по празднованию столетия, там мероприятия на весь этот год рассчитаны, у нас еще одно с вами большое торжественное мероприятие. Это 12 июля этого года будет 50 лет службам авиационной безопасности. Ну, а тогда был СССР, это значит всех стран, которые входили в СНГ. Мы будем тоже это торжественно отмечать, так что настройтесь, у нас еще много событий в этом году будет интересных. Ну, а сейчас мы вместе с Натальей Александровной будем вести сегодняшнюю нашу встречу. И я хотел бы первым предоставить слово Абдекадырову Дархану, это представитель у нас Евразийской экономической комиссии. Он нам расскажет о деятельности Евразийской экономической комиссии в сфере обеспечения авиационной безопасности. Я думаю, будет очень интересно. И сейчас послушайте, что там происходит на этой площадке. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Позвольте от имени Евразийской экономической комиссии поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия за возможность выступить на данной площадке. Ну, прежде чем мы перейдем к обсуждению вопросов авиационной безопасности в целом, позвольте в целом вас проинформировать о деятельности Евразийской экономической комиссии в сфере транспорта и в частности в сфере гражданской авиации. Ну, как вам, наверное, всем известно, Евразийская экономическая комиссия – это постоянно действующий экипулирующий орган Евразийского экономического союза, куда входят пять государств. Это Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. Хотелось бы отметить, что транспортная сфера и авиация, в частности, являются крайне динамичной и перспективной отраслью, а также важной составляющей интеграционных процессов Евразийского экономического союза, направленных на создание единого экономического пространства. В рамках Евразийского экономического союза осуществляется единая транспортная политика. В части транспорта, воздушного транспорта, одним из направлений согласованной транспортной политики является авиационная безопасность и безопасность полетов. По данным вопросам Евразийской экономической комиссии проводятся активные работы. Так, совместно с Федеральной службой по надзору сферы транспорта, с Роснадзором у нас были проведены ежегодные конференции, обмен опытом проведения проверок ИКАО в сфере обеспечения авиационной безопасности, которые прошли в 2021-2022 годах. Также планируется проведение данной конференции и в 2023 году. В рамках данных конференции делегаты от стран, то есть данных пяти стран, отметили важность систематического обмена опытом национальных координаторов и национальных инспекторов органов государственного надзора за обеспечением авиационной безопасности в государствах-членах ЕС. Проверение проверок ИКАО, а также отметили целесообразность координации деятельности национальных служб авиационной безопасности по внедрению в практику глобального плана обеспечения авиационной безопасности ИКАО. Стоит также отметить, что при Совете руководителей и полномочных органов области транспорта государств-членов ЕС была организована и создана рабочая экспертная группа по авиационной безопасности. Первое заседание данной рабочей группы прошло в прошлом году, в 2022 году, на площадке транспортной недели. Программа проверок авиационной безопасности является очень ответственными мероприятиями с далеко идущими последствиями. Поэтому обмен опытом по прохождению данных проверок между государствами-членами ЕС – очень ответственное мероприятие и так важно и полезно для каждого участника нашего объединения. Хочется отметить, что в Евразийской экономической комиссии проводится очень сложная, объемная и работа совместно с государственными членами ЕС на пути формирования общего рынка услуг воздушного транспорта на евразийском пространстве. Со своей стороны, хотелось бы проинформировать, что Департамент транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии открыт к взаимодействию и сотрудничеству по всем вопросам развития гражданской авиации. Если можно слайд открыть, первую страницу, хотелось бы отметить, что Евразийская экономическая комиссия в целом имеет достаточно широкий объем взаимодействия и охвата мирового сообщества, взаимодействия с международными организациями, как вы видите на слайде. Подписаны меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании с многими международными организациями профильными. Также и вообще сейчас прорабатывают активное взаимодействие по заключению меморандума в части гражданской авиации с международными организациями. У нас есть меморандумы о взаимодействии с СИАТО, с Международным авиационным комитетом. Ну и сейчас планируется возможность взаимодействия с СИКАО. Ну, от своего имени хотелось бы пожелать всем участникам плодотворной работы, успехов на сегодняшние мероприятия и достижения содержательных результатов. Спасибо за внимание. Спасибо, Дархан, за очень интересное сообщение. Хочу только вот добавить, что если бы вы обратили внимание на этот слайд, можно его еще раз показать? Возвращаемся, где там много вот-вот этого информации. Если обратили внимание, то можно и следующий тоже слайд показать. Это вот взаимодействие, значит, Евразийской экономической комиссии с международными организациями. Вот видите, сколько там меморандумов у них взаимодействий? 46. Причем это такие интересные структуры, вы увидите там, которые закрывают как бы Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Европу, Среднюю Азию. То есть практически по всему миру сейчас у Евразийской экономической комиссии есть взаимодействие. То есть структура очень интересная, на наш взгляд. Она, в отличие от нескольких других, является в том числе, я еще раз напомню, регулятором. Она издает нормативные документы, которыми руководствуется государство Евразии. Очень много возвращаемся на предыдущий слайд, где там государство обозначено. Посмотрите, там тоже сколько государств, с которыми у них сотрудничество, налаженное взаимодействие. То есть это опять весь регион мира фактически. И, наверное, интересно как-то поучаствовать в этой работе. Я вас призываю еще к тому, что, сказал Дархан, образована рабочая экспертная группа по авиационной безопасности. В формате Евразийской экономической комиссии. Сейчас председателем ее избран Чалик Игорь Петрович, заместитель министра транспорта России. Дело в том, что Россия сейчас председательствует в ЕЭКе, а там смена председательства, ежегодная ротация идет. Поэтому в этом году будет Российская Федерация, на следующий год будут какие-то другие государства. То есть такая вот сменяемость ежегодная, как предусмотрено в формате Евразийского экономического союза. Если какие-то вопросы будут по работе этой структуры, пожалуйста, можете обращаться ко мне. Я формально заместитель председателя этой рабочей группы. Игорь Петрович Чалик, поэтому если какие-то будут взаимодействия или вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо большое, Дархан. Я еще раз прокомментировал, чуть-чуть добавил, из того, что знаю. Наталья, если есть возможность продолжить, объявляем следующего докладчика. Следующий наш спикер Иванов Эдуард Борисович, начальник подразделения транспорта и авиационной безопасности аэропорт Петрозаводска, выступит за докладом «Перещенных предметов и веществ для провоза воздушным транспортом. Проблемы драмативного регулирования». Спасибо большое, Дарья Александровна. Владимир Борисович, коллеги, хотелось бы представить свои соображения по вопросу обеспечения безопасности с учетом применения перечни разрешенных по провозу и запрещенных по провозу воздушным транспортом. Как всем известно, два главных руководящих документа, определяющие требования по определяющей перечне запрещенных предметов и веществ, это, прежде всего, 104 приказ, определяющий требования в рамках авиационной безопасности, и приказ 227, определяющий правила досмотра, в том числе определяющий перечень запрещенных предметов и веществ. Но ключевое обстоятельство, отличающее эти документы, это является подход к участию в этих документах международных в трех порвозе запрещенных предметов и веществ. Так что, в 104 приказе есть ссылка на обязательное применение широкого перечня предметов, в котором указан ВКО-ДОК 9284. И на основании вот этих документов я предлагаю вашему вниманию разобрать один случай, который произошел в аэропорт Петрозаводск. Гражданин в процессе досмотра, у гражданина в обученной вкладе была обнаружена маленькая бутылочка емкостью 50 мл, 40 градусов алкоголя. И в соответствии с требованиями 104 приказа, сотрудники его взяли на ту необходимость, чтобы перенести эти вещи в багаж. Ну, гражданин отказался и, соответственно, на основании этого указал, что наши действия службы авиационной безопасности были неправомощны. И обратился с этим вопросом с жалобой. И, получается, мы получили, скажем так, два ответа. Позиция Северо-Западного управления Росавиации, которая в том числе использовала в своем ответе требования международных документов, это ВКО-ДОК 9284, как раз указала на то, что маленькая продукция алкогольная в промежутках от более 24 градусов и не более 70 градусов, то есть вот эта маленькая бутылочка, может проводиться в ручной платье. Ну, мы решили пойти дальше, обратились с разъяснением Министерства транспорта Российской Федерации. На что нам Министерство транспорта Российской Федерации дало следующую информацию, что алкоголь может проразиться в соответствии с 104 приказом только в загистрированном багаже, изолированном в отсеках от пассажиров. Но дали при этом интересную приписку Министерства транспорта в соответствии с положением Министерства транспорта Российской Федерации. Министерство транспорта не наделено компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации и практике ее применения. То есть это было указано на официальном письме. Соответственным образом мы остались при следующей позиции. Вот я специально сделал копию как раз вот выписку из таблицы 8.1, как раз где было указано, что алкоголь, да, может быть ручной платить, а при этом и донача дополнительно приписано, что в принципе алкоголь содержание менее 24 градусов, какой-нибудь там, да, вермут, подлежит никаких либо ограничений. То есть используя эту таблицу, граждане соответственным образом в пластиковом пакете могут провести достаточно большое количество алкоголя на борт воздушного судна. Следующий уже вопрос прискочил. Выводом я приду дальше. Следующий случай, который хотелось бы разобрать, опять-таки, в рамках обеспечения требований транспортно-инвенционной безопасности, который произошел буквально недавно. В данном случае речь идет о информации о безопасности полетов номер 14 от 30 декабря 2022 года. Небольшое сочетание, может быть, что коллеги не в курсе, что произошел самолет на аэропорту Домоденова, произошел авиационный инцидент самолетом А321 авиакомпании «Аральская авиалиния». Выполняя регулярный рейс по маршруту Домоденова-Калининград, на борту воздушного судна находилось 210 пассажиров. В процессе руления и предварительного старта одного из пассажиров, занимающего место в середине самого, произошло возгорание противно-зарядного устройства. То есть командир воздушного судна принял решение, естественно, остановиться, прекратить руление, и часть пассажиров были выставлены покинуть порт в экстренном порядке, но после пожара эвакуация прошла в штатном режиме. В данном случае на информации номер 14 разначатся требования по дополнительному контролю сотрудников службы авиационной безопасности по наличию, контролю перемещения запрещенных предметов и веществ. Ну, опять-таки, в первом случае, который нам удалось разобрать, мы как раз столкнулись с той проблемой, что в 104 приказе, в 1028 приказе, нет требований по поводу ограничения соответствующим образом на этих зарядных устройств. Безусловно, есть рекомендации, технические рекомендации КАВА, которые соблюдают свои компании. Но я как раз хочу обратить внимание как раз на то существенное противоречие. С гражданами не допускать к полету предметов и вещества граждан именно службы авиационной и транспортной безопасности. Они будут подписать претензию не в компании, которая есть в своей технической рекомендации, которая как раз не позволяет перевозить. Но и, соответственно, хотелось бы в дальнейшем, скажем так, в 104 приказе, в изменении 27 приказа и в дальнейшем, когда процесс, скажем так, взаимодействия авиационной и транспортной безопасности будет налажен, вот эти аспекты, они бы из существующей практики не пришли бы в следующий аспект. И тут уже, скажем так, немаловажный аспект хотелось бы определить. С точки зрения, он именно как начальника службы авиационной безопасности, как зоом, я пытаюсь ставить себя всегда на место злоумышленника. Имея, скажем так, такую достаточно серьезную уязвимость, зачем злоумышленнику, допустим, формировать самодельное взрывное устройство, когда, зная принцип прохода, зная принцип нормативных документов, и взрывное устройство может быть в том числе изготовлено из этих некачественных партийно-зарядных устройств. Поэтому хотелось бы коллегам на таком высоком уровне указать на необходимость и при, особенно, когда будет в дальнейшем проведена политика по слиянию авиационной транспортной безопасности, чтобы вот эти аспекты, вот эти аспекты четко нам бы разграничивали, давали возможность. Вот, допустим, да, очень хороший пример, в 104-м приказе есть, как правильно сказать, да, элементы, которые могут быть использованы как средства нападения. Вот этот пункт, по сути дела, развязывает нам руки для применения этого пункта к широкому кругу запрещенных предметов и веществ. Может быть, вымедуя вот эти обстоятельства, потому что вот то же самое в выкаунском документе, там сотни страниц, да, там сотни запрещенных предметов, может быть, разумеется, какой-нибудь в законодательном уровне предусмотреть то же средство, которое может быть использован как самодельный, ну, сейчас трудно мне сформулировать, да, в данном случае, так сказать, как правильно было звучать, с точки зрения именно юридического основа, но этот пункт, по аналогии, существенно навышил в авиационной безопасности. Спасибо за внимание. Эдуард, спасибо большое за выступление. Проблема нам понятна, потому что постоянно, ежедневно, можно сказать, мы получаем обращение граждан, у которых что-то изъяли с чем-то, большинство обращений как раз связано с провозом жидкости, в том числе и алкоголя. На что хочу обратить внимание, вот в части нормативного регулирования. Есть такой замечательный закон 247-й об обязательных требованиях в Российской Федерации. Транспортная безопасность и авиационная безопасность в полном объеме попадают под требования данного федерального закона. Согласно данному федеральному закону, статья 14, официальное разъяснение в отношении нормативно-правовых актов могут давать только те федеральные органы, которые приняли эти акты. То есть официальное разъяснение приказов Минтранса дает только Минтранс, а не Северо-Западное управление МТУ, либо Росавиация, либо кто еще. Официальное разъяснение должно быть за подписью либо министра, либо заместителя министра транспорта. Все остальное это позиции департамента. Следующий момент. Имеют место случаи, сами с ними сталкиваемся, когда в двух приказах имеются противоречия. Об этом тоже сказано в 247-м федеральном законе. Если акты равны юридической силы, вернее, если акты равны юридической силы, тогда применяется акт большей юридической силы. Это у нас, чтобы не быть голословной, статья 3 федерального закона. Кому интересно, рекомендую очень почитать. Если акты равны юридической силы, и там содержатся обязательные требования, противоречащие, то лицо считается добросовестно соблюдающим обязательные требования и не подлежит привлечению к ответственности, если оно обеспечивало соблюдение одного из таких обязательных требований. Я надеюсь, тут все понятно. Четко и ясно. Это положение в федеральном законе. Что касается грядущей гармонизации, да, мы также рассчитываем, что она пройдет очень разумно, что будут учтены те нюансы, эти практические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и что принятые акты будут соответствовать положениям, опять-таки, федерального закона об обязательных требованиях, которые закладывают принципы их установления, то есть законодательства должно быть, вернее, требования должны быть обоснованными, законными, и главное, должна быть правовая в них определенность, то есть они должны быть ясными и понятными для правоприменителя, и не позволять двояркому толкованию. Спасибо большое. Спасибо. Эдуард, надеюсь, ответил. Владимир Борисович, есть что добавить? Нет, спасибо за очень подробный комментарий. Все, я думаю, понятно. Если у коллег будут какие-то вопросы, то мы еще, собственно говоря, с вами побеседуем чуть позже. Ну, а следующий у нас докладчик Вероника Андреевна Сидорова «Проблемы правового регулирования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в области воздушного транспорта». Она у нас представляет Домодедово Секьюрити. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность выступить, поделиться опытом, практикой, работой в области обеспечения транспортной безопасности. В этом году нашему подразделению транспортной безопасности, точнее нашей службе авиационной безопасности, аэропорту «Проблемы правового регулирования законодательства в области 25 лет. Не 50, но 25. Тем не менее, четверть века опыта обеспечения авиационной безопасности, великолепная команда, большая команда профессионалов и специалистов, собственная гинологическая служба, полностью сертифицированное оборудование в аэропорту, комплекс выявления ПВА, РЛС, что у нас только нет. Вот это все не стало ни гарантией, ни какой-то основой надежности в вопросе дальнейшего продолжения деятельности юридического лица. 2022 год для службы авиационной безопасности Мадедова стал годом, когда разрешался вопрос и разрешается до сих пор о законности аннулирования аккредитации юридического лица в качестве подразделения транспортной безопасности. Продолжая свой доклад, хотелось бы выслушать о законодательном регулировании. Авиационная безопасность и транспортная безопасность. Вот службе авиационной безопасности, как сегодня говорили, будет уже 50 лет. За эти 50 лет служба авиационной безопасности стала чем-то большим для аэропорта, чем просто люди, осуществляющие досмотр. Служба авиационной безопасности находится в каждом уголке, в каждом сегменте технологического процесса, который обеспечивает взлет и фасадных воздушных судов. Обслуживание пассажиров, грузов, багажа, почты. Ну, не вдаваясь в подробности работы воздушного объекта, объекта воздушного транспорта, стоит заметить, что все-таки САП – это нечто большее, чем досмотр. Надеюсь, что все с этим согласны. В 2015 году появилось такое понятие, как подразделение транспортной безопасности. Это было связано с внесением изменений в Федеральном законе о транспортной безопасности. Так вот, в частности, эти изменения в Федеральном законе о транспортной безопасности заключались в следующем, что авиационная безопасность, в этой статье А4, является частью транспорта. То есть относится как специальное понятие авиационное к общему понятию транспорта. И дальше установлено, что подразделениями транспортной безопасности проводятся только досмотры. Все остальное это обязанность самого владельца объекта транспортной инфраструктуры. Естественной реакцией на данные изменения стало то, что службы авиационной безопасности стали аккредитовываться в качестве подразделения транспортной безопасности. И на самом деле это полностью укладывается в основные принципы, заложенные в том же федеральном законе о транспортной безопасности. Это неразрывность и непрерывность и интеграция международных норм систем безопасности в российскую практику. Именно этим и занимаются сами. Однако, с нашей стороны, именно эти два принципа, как мы считаем, не одержаны в одном документе. Это порядок аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности. В настоящее время на федеральном портале размещен проект нового порядка аккредитации, который в том числе устанавливает порядок аннулирования этой аккредитации. И он предусматривает, вот самый главный, самая главная проблема у этого порядка с нашей стороны, это то, что он предусматривает моментальное, просто практически в течение недели прерывание всех процедур авиационной и транспортной безопасности, которые действуют в аэропорту. Почему мы считаем моментальное? Конечно, каждый субъект будет думать, что нам делать дальше, как нам выкручиваться, что кого-то нырнову понанимать, как продолжить деятельность, чтобы аэропорт не прострадал. Возможно, на свой страх и риск службы авиационной безопасности, подразделения продолжат стоять на своих же местах, соблюдать требования безопасности, но это будет их нарушением, это будет их административной ответственностью. Так вот, возвращаясь к порядку аккредитации. Одним из оснований аннулирования аккредитации подразделения транспортной безопасности является привлечение и юридического лица, либо или должностного лица важного в течение одного года к административной ответственности за нарушение как требований, как порядка, так и правил авиационной и транспортной безопасности. Причем новым порядком предусмотрено привлечение ПТБ как по статье 11.15.1, так и по статье 11.15.2. Ну, я думаю, не надо объяснять эти статьи, все их знают на собственном уровне. Дальше эта норма проекта порядка отсчитывает период, в течение которого юридическое лицо должно быть привлечено к ответственному, чтобы это как бы внести в копилку нарушений для аннулирования аккредитации. В настоящем порядком действующим это не предусмотрено, в будущем порядком установлено, что началом периода исчисления является дата вступления в законную силу первого постановления по делу об административных правонарушениях. Я хочу заметить, что данная норма нарушает, ну, помимо самого принципа закона транспортной безопасности, о том, что ответственность за неисполнение требований несет сам субъект, установленный федеральным законом, она нарушает еще ряд положений в кодексе административного правонарушениях. Остановлюсь на этом подробно. В первую очередь нарушение КОАПа выражается в установлении ответственности юридического лица за нарушение, совершенное должностным лицом. Настоящая редакция КОАПа этого не позволяет. Согласно части 4 статьи 2.1 КОАПа, юридическое лицо не подлежит административной ответственности за совершение правонарушения, за которое должностное лицо или иной ее работник повлек наказание. Само по себе аннулирование аккредитации, это в том числе позиции Конституционного и Верховного Суда, само по себе аннулирование любой аккредитации лица, оно не позволяет дальше этому юридическому лицу осуществлять какую-либо деятельность. Экономическую деятельность, а значит, несет в себе смысл административно-правовой санкции. А все административно-правовые санкции, они должны применяться в соответствии с Кодексом об административных правовых нарушениях. Соответственно, рассмотрим ситуацию ближе. У нас есть одно событие. За это событие приточено и должностное, и юридическое лицо. За два и более административных нарушения возможно аннулирование аккредитации. По факту, в текущей редакции, а также в будущем, одного события правонарушения достаточно аннулировать и перечеркнуть на нет работу зачастую огромных и юридических лиц. Дальше. Как второе нарушение действующего законодательства данный проект содержится в порядке исчисления сроков. Как я указывала выше, порядок начала периода исчисляется со дня вступления в законную силу постановления о привлечении. Но КОАП диктует нам другие правила повторности. Потому что по факту аннулирование аккредитации это санкция за повторное совершение административной оплаты. Так вот, лицо может быть подвергнуто каким-либо административным санкциям при условии повторности, только если оно совершило это повторное деяние в период, когда оно является привлеченным, то есть в год. И этот год отсчитывается не со дня вступления в силу постановления, а со дня, когда лицо исполнило это постановление, то есть оплатило штраф. А штраф может быть оплачен, как мы все знаем, и в том числе до вступления в законную силу постановления о привлечении административной ответственности. Кажется мелочь, но поверьте нашему опыту, это играет очень большую роль, когда решается вопрос об аннулировании аккредитации вашего юридического лица. И третье нарушение, оно не последнее, но на наш взгляд наиболее значимое, о том, что не соблюден принцип соразмерности нарушения и ответственности, которую юридическое лицо должно нести за совершение данного деяния. Но в чем выражается признак несоразмерности ответственности и деяния? Это, конечно же, нам показывает последствия. Вот последствия аннулирования аккредитации нанятого подразделения транспортной безопасности имеют масштабный характер. Этот масштаб распространяется на самом деле не только на деятельность этого юридца. Он затрагивает все авокомпании, которые летают, либо базируются в данном аэропорту. Он затрагивает огромное количество персонала, который работает в данном юридическом лице, и моментальное аннулирование аккредитации может вовлечь нахождение его в простое, может быть, и потери работы, потери рабочего места. Ну, на примере Домодедова секьюрити наша численность достигала полторы тысячи человек в хорошие времена. И было и больше. Также имеется риск, в принципе, при остановке работы аэропорта. Денежную эквиваленту это очень сложно посчитать, но я надеюсь, что масштаб все явно представляют. И хочется отметить при разрешении вопроса соразмерности, это те нарушения, за которые, ответственность за которые может повлечь аннулирование аккредитации. Ну, в своем докладе хотела бы отразить всем известное изучение меры антитеррористической защищенности. Я забыла про презентацию, извините, я долистаю. Так. Изучение мер антитеррористической защищенности. Ну, это не является нововведением, это многоленний опыт совместной работы с исполнительными органами власти, но нововведением является то, что изменился подход к этим изучениям мер антитеррористической защищенности. Ранее, годы назад, самое главное было найти уязвимое место и исправить эту науязвимость. Соответственно, результатом изучения меры антитеррористической защищенности всегда было проведение советов, коррекционных советов, выработка конкретных мероприятий, возможно, изменение технологических процессов, возможно, установка неких поручений аэропорту купить, да, снастить оборудование, произвести его апгрейд, заполнить библиотеки, РТИ, куча нужных, важных именно с точки зрения перекрытия этого уязвимого места мероприятий. Сейчас направление изменилось, и у нас создается четкое ощущение, что целью данного изучения мер антитеррористической защищенности на аэропорту является просто привлечение юридического лица к ответственности. Каждый результат изучения мер антитеррористической защищенности, имеющих положительный характер, остается в тени, каждое отрицательное событие направляется во все возможные, относящиеся, не относящиеся к данному событию контрольно-надзорный правоохранительный орган. То есть службы эмоциональной безопасности постоянно находятся в позиции обороны, и в позиции доказывания отсутствия своей вины, а зачастую просто невозможности исполнить некоторые требования транспортной безопасности. Причем нарушения могут быть абсолютно разные, которые выявляются в данном процессе. Это могут быть опечатки на пропуске несоответствия паспортным данным, какой-то буквы, цифры, даже уже другая фамилия. Это может быть отсутствие материального пропуска на объект, который был ввезен в аэропорт Домодедово, допустим, это наш пример, написанный уже на бумаге, за что мы принесли ответственность аж в 2000 году. И в качестве примера невозможных исполнения требований я хотела бы продемонстрировать реальные тест-предметы, которые не были выявлены в ходе изучения меры интересической защищенности на входных группах, хочу обратить внимание, на входных группах в аэровокзальный комплекс. Ну, надеюсь, что тут у нас есть специалисты, которые подтвердят заключение наших специалистов по теневым изображениям. На данных предметах в условиях потоки нет совокупности признаков взрывных устройств. Ну, их там просто нет. Инспектор, когда смотрит на изображение, он ищет совокупность предметов. Все бывает органикой, все бывает металлом, даже в зарядке есть провода. Но только совокупность предметов позволяет ему сделать вывод о том, что этот предмет является подозрительным. Крона, батарейка, провод. Ну, я думаю, специалистам знакомы эти слова. На данных изображениях вы их не найдете. Это подтверждено в том числе и экспертизами. Однако, по данным изображениям юридическое лицо привлечено к административной ответственности за то, что мы не выявили тест-предмет. И продолжает доказывать, что это было невозможно для избежания привлечения. Уже в другом порядке. Вот. Ну, резюмируя свой доклад, хочется озвучить два лидирующих запроса. Отрасль, ну, в нашем лице, от имени отрасли, как к регулятору, так и к производителям. К регулятору это естественно. Мы считаем, что требования, предъявляемые к подразделениям, должны быть исполнимыми. А ответственность за их исполнение – соразмерные нарушения. И учитывать характер этого нарушения. К производителям, к производителям оборудования, запрос вносит следующий характер. В отрасли необходимы новые достоверные способы выявления запрещенных предметов. То, что использовалось раньше, даже то, что сертифицировано по 969, зачастую не дает возможности инспекторам выявить опасные признаки. Ну, на этом хочу свой доклад закончить. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, было интересно. Спасибо. Вероника, спасибо большое, что хотела прокомментировать по многострадальному 145 приказу. Да, это наша боль и в действующей редакции, и в проектируемой. Многие моменты носят достаточно широкий предел усмотрения для правоприменителя, для контроля надзорных органов. Сами от этого страдаем в процессе аккредитации, страдают субъекты. Неоднократно писали об этом в Минтранс России, выносили различные предложения. Сейчас Минтрансом перерабатывается в рамках поручения заместителя председателя правительства Григоренко 145 приказ. Ну, приказ пробуксовывает, опять же, в том числе и благодаря, наверное, Росавиации, потому что мы не видим, опять-таки, в базе четких, ясных для правоприменителя норм. В том числе и в части количества аттестованных сотрудников. Сколько их должно быть, по каким категориям. Вышли уже с Минтрансом на таблицу разногласий, но сейчас изменилось законодательство принятия нормативно-правых актов, и Минтранс в достаточно сложной ситуации находится. То есть с таблицей равногласий они уже не могут выходить в Минюст. Они должны урегулировать эти разногласия. По причинам, объясняемым позициям Минэкономразвития, Минтранс не может вписать четкие требования, Росавиация не согласовывает в той редакции. Вот в этом мы сейчас, по крайней мере, с нашей стороны уперлись. Может быть, еще есть какие-то нюансы. Что касается новеллы, которая в проекте приказа есть о привлечении к ответственности должностного лица, к административной ответственности, и это как причина очередная для аннулирования свидетельства в аккредитации, Росавиация также высказалась против. Что касается направления отрицательных результатов по оценке уязвимости в надзорные органы. Не наша придумка, это было требование Генеральной прокуратуры после очередной проверки Росавиации. Прокуратура вынесла нам представление. С этих пор мы все отрицательные результаты направляем в Ространснадзор. А уже Ространснадзор решает, применять какие-то меры, не применять. По поводу мелочей, казалось бы, да, незначительных, как выразилась Вероника, что хочу сказать. Авиация – это очень сложная структура, и многие-многие проблемы, авиационные события, авиационные даже катастрофы начинаются с мелочи. Казалось бы, незначительные, казалось бы, пропущенного какого-то слова, неданного вовремя указания, недокрученные гайки, болта или еще чего-то. Поэтому моя вот просьба – всегда будьте внимательны к мелочам. С мелочи начинается событие, которое может привести к катастрофическим последствиям. Спасибо. Владимир Борисович, есть что? Спасибо, Вероника Андреевна, за интересное сообщение. Обязательно, конечно, возьмем это на заметку. Но у нас, сразу скажу, что по законодательству ни Росавиация, ни Ространснадзор не имеют права законодательной инициативы. Так написан закон. Наша задача – исполнять. Есть законодатели, которые издают эти правила. Но у вас, как у бизнеса, есть такое право выходить с такими предложениями. Я полагаю, что вам нужно просто, может быть, четче формулировать то, что вы хотите, что прямо должно быть написано, допустим, в этом же приказе. Давать прямо формулировку, потому что в основном дебаты идут вокруг нее. Согласен с вами, что, конечно, так сказать, уровень ответственности должен соответствовать уровню нарушения. Значит, наверное, здесь нужно внимательно смотреть, и то, что сказал вам Александр тоже правильно абсолютно, что мелочей в Азиации не бывает. Но, с другой стороны, мы тоже понимаем, что отзыв аккредитации – это тяжелая ситуация для аэропорта в целом, и, в общем-то, приостановка деятельности субъекта. Вы абсолютно здесь правы. Мы все понимаем, что это социальный даже вопрос может быть. Но я все-таки прошу вас, вот учитывая, что у вас такие полномочия есть, как у субъекта, и вы в законе прописаны как ответственные, то есть выходить с конкретными инициативами. Потому что очень хорошо, что вы этот вопрос ставите, но все-таки хотелось, чтобы вы четко формулировали, как вы видите, что там должно быть написано. И еще один момент, который хотел бы попросить вас учитывать. У нас в соответствии с документами правительства созданы специальные рабочие группы. Вы знаете, вот эта система регуляторной реформы, в том числе и как раз в области авиации, транспортной безопасности. И там есть представители, соответственно, бизнеса. И они, как правило, очень жестко выдерживают какие-то позиции, в том числе, когда отстаивают свои интересы в рамках разработки новых нормативных актов или изменений. Я думаю, что нужно выходить на эту структуру. Я не знаю, есть ли у вас там в этой рабочей группе ваши представители, но я полагаю, что все равно там есть ассоциация эксплуатантов, есть ассоциация аэропортов, там такие структуры есть и комплексные, можно через них. Я думаю, что нужно просто четче формулировать, что вы хотите. Потому что, если это вами не будет сделано, то понятно, что те, кто потом делают законодательную часть, они, может быть, не всегда учитывают и могут понять последствия. Так что у меня вот такая большая просьба подключиться к этой теме, насколько это возможно. Спасибо еще раз за доклад. Да, еще вот. Еще хотелось бы добавить. По поводу аннулирования аккредитации. Задача Росавиации – это в первую очередь аккредитовывать подразделения транспортной безопасности, а не лишать их аккредитации. Для нас любое аннулирование – это большая наша боль. Мы с трудом принимаем эти решения. Честно, сама я сижу, голову ломаю, думаю, как уйти от этого, но не всегда получается. По крайнему представлению Генеральной прокуратуры, которая нас проверяет ежегодно, ежегодно, под Новый год к нам приходит представление в виде поздравления Деда Мороза такого, мы должны были рассмотреть аннулирование аккредитации семи юридических лиц. Достаточно крупно. И по такому основанию, что руководители данных подразделений транспортной безопасности не имеют аттестацию по третьей категории. Выкручивались как могли. Удалось принять корректирующие меры, вместе с субъектами с этими приняли меры, вроде как прокуратура с нами согласилась, отстояли всех семерых. Поэтому убедительная просьба, обратите внимание, у кого есть свидетельства об аккредитации, чтобы весь руководящий состав, которые имеются в подразделении транспортной безопасности, любой человек, который хоть как-то руководит, должен иметь аттестацию по третьей категории, чтобы нас потом не вынуждали принимать решение по формальному признаку аннулировать аккредитацию. Спасибо. Спасибо, Наталья Александровна. Коллеги, я хотел бы еще вам напомнить еще раз 248 приказ о государственном контроле и надзоре, муниципальном контроле в Российской Федерации. Там ведь сейчас четко, этот закон, кстати, вступил в силу только в прошлом году, в середине года, четко прописаны новые подходы. А новый подход заключается в том, что акцент делается на профилактических мерах. Практически сейчас плана проверок у надзора нет. То есть идет, как называется, непрерывный мониторинг. Если есть какие-то проблемы, тогда, соответственно, он заходит с проверками. Ну, проблемой может быть что? Это вот тот тест-предмет, который мы только что наблюдали. А тест-предметы имеют право применять только органы ФСБ и МВД. Кстати, у них все тест-предметы, они, соответственно, одобрены. Вот. И мне представляется, что нужно, может быть, больше делать акцент вот на именно профилактике. А профилактика – это интересное такое направление, которое предусматривает в том числе и возможность приглашения представителей территориальных органов и центрального аппарата Ространснадзора в организацию. Но это не проверка. Это как бы методическая работа, совместная по возможному выявлению потенциальных нарушений. И тогда у вас будет время на устранение. Вот даже то, о чем сказал Наталья Александровна, есть будет время, и оно возможно, если мы увидели это нарушение, до принятия мер за это время можно аттестовать там ни одного, а десять человек. То есть проблема – это общая мировая практика. Выявление, как бы, профилактическое нарушение и их устранение в какие-то согласованные сроки. Собственно говоря, мы так, как правило, и делаем. В последнее время в основном надзор выдает предостережение, то есть фактически рекомендует в установленный какой-то срок согласованный устранить эти нарушения. Но если это не сделано, то тогда проблема уже предприятия. Коллеги, мы, как бы, будем двигаться дальше. Если потом будут вопросы, мы будем готовы с Натальей Александровной ответить в рабочем порядке. Следующий у нас докладчик. Пожалуйста, представьте Наталью Александровну. Следующий докладчик. Андрей Владимирович Маховский, начальник стаб аэропорта Сочи. Выступит с докладом «Безопасность аэропорта и методы ее реализации». Коллеги, день добрый. Спасибо большое, что пригласил. На самом деле, был поднят актуальный опрос. Через две недели подают документы о продлении аккредитации. Поэтому вовремя приехал, вовремя зашел. Низрали тело 4 часа. Всем добрый день. Еще раз являюсь начальником службы транспортно-безопасности аэропорта Сочи. Ходский Владимирович. О чем будет мой доклад? На сегодняшний день аэропорт Сочи остался у нас единственным аэропортом на юге России, который не сбавляет свои темпы, только растет в обслуживании пассажиров, в обслуживании самолета, вылетов и все подобное. Поэтому безопасность на сегодняшний день нашего субъекта в Краснодарском крае является такой очень ключевой точкой, так сказать. В 2-го года, это так коротко скажу, чтобы начать свой доклад, 10-го, наверное, 2-го года в Москве в рамках мероприятия научной конференции аэропорт Сочи был признан лучшим субъектом транспортной инфраструктуры, воздушного транспорта, который реализовал требования по обеспечению области транспортной безопасности, все требования. Поэтому удостоился звания получить первое место и быть лучшим субъектом. Коротко о нашем субъекте. Аэропорт Сочи протяженность периметрового ограждения 12 200 метров, который полностью окружен сетчатым ограждением, проволокой типа ЕГАЗа, гиббационными датчиками, камерами видеонаблюдения. Охрана границ осуществляется в предусуточном режиме мобильными группами ГБР, которые являются подразделением транспортной безопасности. За 2022 год у нас было огромное количество НВ, это 108. Все они были ложные, все были отработаны согласно требованиям. На основании то, что хочу рассказать. ВАУМАС, ну, в принципе, это уже севраля мельца, в аэропорту Сочи работаем по второму безопасности. Все требования постановления 16.05 выполняем по обеспечению второй уровня. Основное это было направлено у нас в аэропорту охранно-периметровое ограждение. Почему? Потому что большая часть аэропорта находится рядом с дорогами. В принципе, федеральная трасса проходит рядом с аэропортом. Поэтому все возможные пути подъезда, особо уязвимые участки, были дополнительно. у нас оснащены бетонными ограждениями как вдоль дороги, так и скривокзальной площади. Въезды под эстакаду аэровокзального комплекса грузового транспорта, в принципе, всего транспорта полностью были перекрыты. Установлены, ну, также перекрыты бетонным блоком. И установлены были дополнительные бетонные сооружения. Дополнительно противоторанное ограждение, ну, типа, как на КПП, ограждение еж. В 2022 году у нас был реализован огромный проект по модернизации охранно-тревожной сигнализации. Ну, вот, особенность части того, что мы понимали, что наш аэропорт является таким особой частью, особой точкой охранного субъекта, которую надо организовать безопасность. Были модернизованы модернизации всей охранно-тревожной системы и организация ими всеми в помещении, то есть рядом стоящих зданий, также зданий и сооружениях, являющихся частью периметрового ограждения. Также это ретро-вип, я не знаю, кто видел, знает, что такое здание ретро-вип, это такое сооружение. Раньше это было вип-зала, сейчас у нас построен новый вип-зал ретро-вип, он остался исторической ценности, в принципе, вылеты и прилеты через данный зал также организуются. Была проведена модернизация всех помещений датчиками распятия стекла, объемными датчиками движения, также оснащены все двери и все окна системой и гирфон. Все крыши здания оснащены инженерными средствами охраны провода типа и газа, также ничевыми датчиками, что позволило нам обеспечить два рубежа охраны. Все тревожные системы были выведены у нас в единую по ОТБ с подачей сигналов тревог при их срабатывании. Также были обновлены все системы, которые отвечают за данные охранные оборудования. Также в части касательно обеспечения безопасности и установления таких систем охраны был реализован проект по улучшению работы пульта управления обеспечения транспортной безопасности. были организованы отдельные рабочие места диспетчеров, то есть все выводы охранных систем ранее были выведены в общую систему, сейчас все это разделили по рабочим местам. То есть охрана периметрового ограждения была выведена отдельным рабочим местом, оснащена отдельная связь с ГБР, чтобы не отвлекаться на посторонние действия. также была введена в работу видеостена с выводом изображения на эту видеостену особо уязвимых участков. Также в 2022 году был успешно реализован большой проект по кинологии. Была разработана программа первоначальной подготовки инспекторов кинологов. То есть ранее мы кинологов построили школу Ростов для обучения кинологических собак и совместно с кинологом. На сегодняшний день разработана своя программа. Вчебный центр аэропорта Сочи обучает кинологическую группу, что позволяет нам осуществлять деятельность в этой власти. Было сокращено время подготовки кандидатов на должность кинолога до одного месяца. Также в части касательно был расширен учебный курс кинологической группы методиками и техниками дрессировки служебных собак, а также отработки по обнаружению ВВУ. Как это было обеспечено, я не знаю, как, ну и много с какими аэропортами общался с руководителями. Все обучают собак на цес-предметах. На сегодняшний день в аэропорту Сочи совместно с Росгвардией разработана программа служебные собаки нашего аэропорта обучаются на реальных предметах. То есть это реальный тротил, реальный корон, корон и всему тому подобное. Я не знаю, как, как бы узнавал, пытался наладить это как-то в аэропорту организовать, но на сегодняшний день я, ну, не добился того, чтобы это было у меня в аэропорту и было такое обучение. У Росгвардии есть, поэтому нам ничего труда не составило. В принципе, есть у нас в Сочи Сириус, как раз-таки там обучают собаку натуральных предметов. Все. Теперь мы вместе. Перенимают они наш опыт, мы перенимаем у них опыт. Это очень действенное. Почему? Потому что, как оказалось, в Росгвардии не было тест-предметов. Мы были удивлены, а им было интересно попробовать своих собак, да, на более насыщенный какой-то запах, либо тот запах, который они не могут дать собаке, как, ну, в каком-то реальном предмете. Поэтому в таком направлении работаем. Я вам скажу, что намного эффективнее стала работать иноргическая группа. Намного. В процентном соотношении, там, в каком-то возросшем количестве обнаружений сказать не могу, потому что на сегодняшний день таких обнаружений не было, но намного лучше стало делать собаками. Был организован также в 2023 году проект перроны контроля. Данный проект был нацелен, ну, в основном это проект был нацелен на расчет численности персонала с соблюдением законодательства, норм требований законодательства. Ну, говорю своими словами в области того, что 4 человека должны смотреть, а не менее 4 человек. Данный расчет работает у нас с аэропортом по системе ДКР. На сегодняшний день разработана была программа мною совместно с привлечением инженера подрядной организации разработана программа с нашей ДКР по расчету персонала. Это автоматизированная программа, в которую вносится самолетовый лет суточный и были заложены основные алгоритмы это досмотр воздушного судна, доставка спецсредств, набор с борта воздушного судна и тем самым данные алгоритмы позволили рассчитывать персонал автоматически на сегодняшний день то есть нехватки либо дефицита профицита персонала во время работы на перроне у нас нет. Также были исключены нарушения причин зон перевозочного технологического сектора пассажира. Данные нарушения ну как бы они и так были пресечены при выходе у нас пассажиров через басгейтер. Это когда пассажир пытался там где-то опаздывал сломать дверь, сломать ее и выйти на перрон. На сегодняшний день также в данной программе работы перронного контроля эта функция была для своевременной реагирования внесена в перронный губ. На сегодняшний день мы реализуем проект в аэропорту Сочи по модернизации видеонаблюдения и аудиозаписи всего аэровокзального комплекса всех зданий и сооружений являющихся периметровым ограждением а также периметрового ограждения. Что дает нам этот проект? Это замена всех видеокамер всех зданий и сооружений периметрового ограждения, о чем я обозначил. Также при вокзальной площади в соответствии с постановлением правительства 969. Оснащение всех пунктов досмотра аудиозаписи и модернизация видеокамер на периметрового ограждения с алгоритмом работы. То есть не только воздействие на периметровое ограждение, когда нарушитель непосредственно на него воздействовал. А также при подходе к пиметровому ограждению и нахождении в критической зоне. Критическая зона на сегодняшний день алгоритм закладывается 3-5 метров. Система его обнаруживает, передает сигнал тревогой диспетчеру, далее отработка согласно алгоритму. Позволит что нам это позволит? Позволит своевременно реагировать уже не на пересечение нарушителя зон транспортной безопасности, непосредственно при его подходе туда и в своевременном задержании группам быстрого реагирования. В 23-м году структура Международного службы транспортной безопасности по рапорту Сочи также существенно изменилась. Были добавлены дополнительные должности у нас профайлера, должности ГБ в пароокзальном комплексе и расширение группы кинологической группы на 100% от штата с сегодняшнего времени. Сегодня было у нас 6 человек, сейчас будет 12. ГБ РВК также добавлен в целях осуществления безопасности при пересечении зон перевозочного и технологического сектора в своевременном только с внутренней стороны и должность профайлера. Мы все знаем, это наблюдение, собеседование. Разработан уже регламент работы. Сотрудники набраны в штат. На данный момент ведется отмечения данных сотрудников по этой программе профайлеры, для того, чтобы уже полноценно людей ввести в должность и организовать в этом направлении безопасность. Это те сотрудники, которые, как говорится, инкогнито, нет имен, нет формы, они не являются сотрудниками сегодня, они там журналисты, завтра они попоздавшие пассажиры, алгоритм такой заложен. Это люди, которые теряются в толпе и слушают, о чем говорят пассажиры, о чем говорят физические лица, находящиеся в аэрокзанном комплексе. И данную информацию передают уже далее по цепочке. Безопасность организовывается в таком направлении, в котором я обозначил на сегодняшний день это действенно, количество угроз НВ у нас стало меньше, нарушителей, которые хотели бы какое-то там воздействие на объект осуществить, стало меньше, сократилось на сегодняшний день до нуля. Но имеются нерешенные вопросы в обеспечении безопасности, это основные у нас источники угроз, которые на сегодняшний день мы еще не решили и в принципе работаем над этим, это беспилотные летательные аппараты и обнаружение химических, биологических агентов на входных контролях, ну, в вещах пассажиров, груз, багажин. Беспилотный летательный аппарат, все мы понимаем, да, это, ну, в принципе, на сегодняшний день это основная большая очень угроза с воздуха, они защищены, особенно в тех местах, где у нас резервуары, топливные баки, радиолокационные вышки, я уже не говорю про перрон, про полосы, когда можно вообще в полной мере вывести целый субъект из работы. На сегодняшний день такие беспилотные летательные аппараты, которые переносят оружие из участка до килограмма, даже существуют, которые ведут фото-видеосъемку для дальнейших каких-то, да, там, передачи информации о нашем субъекте. Также могут осуществлять перехват и подавление связи, то есть беспилотный летательный аппарат не обязательно должен далеко-высоко взлететь, он может на самом деле находиться где-то рядом с РВД, все записи перехватывать и передавать, а никто даже не видит и не понимает, что он там делает. И также распыление химикат. Какие трудности возникли по борьбе с беспилотными над теми аппаратами? Системы блокировки БПЛА установлено радиусы, существуют, они есть, они работают, ружья блокировки БПЛА в зоне их видимости также есть, коммерческие положения поступают, мы их рассматриваем. Но первое это вмешательство в радиолокационную навигацию, по которой пока на сегодняшний день куда бы мы ни писали, чтобы не узнали, никто точного ответа дать не может. Может быть, вроде бы, да, где-то там может быть помехи. Но так как действенного кода метода, как это обойти, то есть проверить что-то, испробовать, никто не идет и ответов действенных нет. А и также отсутствие основной это правовой базы для борьбы с БПЛА, что ограничивает использование оборудования. То есть кто с ним будет бороться? Понятно, что ружье купить это не так дорого для борьбы, да, такого типа. такой типа угрозы на самом деле. Но кто им будет пользоваться и куда ронять этот беспилотник? Если беспилотный датераппарат хотел ударить по полосе, мы его уронили на жилые дома, то за это будет нести ответственность. Может лучше он пусть по полосе ударил, так говорят, дейся. Либо потерли на руку. Но тем не менее, почему такая статистика? Комиссия собиралась антитеррором. На сегодняшний день у них статистика, что все беспилотные датераппараты, которые, не знаем, по аэропортам били, они били в основном где-то в полосу, либо где-то. жертв не было. То есть официально жертв нет. Поэтому так и говорится, что пусть он ударит по полосе, мы бетонно привезем, бетонно зальем, а людей мы не поднимем. Поэтому вроде как у Росгвардии, там у МВД есть какие-то меры воздействия с билотераппаратом, не знаю, я их не вижу, поэтому я этот вынес вопрос. Может кто-то знает, может кто-то в аэропорту борется, было бы интересно послушать. И в трудности в обнаружении виловинских химических агентов. Я думаю в аэропортах это и такой же вопрос стоит. Очень долго, я уже два года наверное селил. В аэропорту Краснодара есть аэропорт Краснодар в нашей базе аэродинамики. Они судились, выиграли суд, предписание у них было, предписание аннулировано. В аэропорту Сочи не получилось у меня это сделать. Были направлены в принципе те же письма, но единственное, что в принципе как бы это есть доказательное, но просто то, что порядок не соблюден. Письма были направлены и в институты, и в организации, которые занимаются, именно с вопросом полного обнаружения перечня химических и биологических агентов. То есть в 27 приказе, который у нас прописан. Любой ответ это только частичный. Полного обнаружения никто нам не обеспечивает. Полное обнаружение всего списка это только лабораторными методами. Вот которые лаборатории ближайшая Сочи, первая ближайшая лаборатория в городе Ростова. Я не представляю, если я что-то обнаружил в сумке пассажира на входном контроле. Я ему говорю, подождите, сейчас я в Ростов отправлю, а вы ожидайте где-нибудь здесь. Вылет через час, но ничего, сейчас мы постараемся быстрее сделать. Поэтому проблема актуальна, решит. Сейчас я не знаю, кто может пользовался оборудованием, химэксперт предлагает это обнаружение. То есть это у них три предмета, которые в комплексе позволят, как говорят по их словам, снять предписание. Но это не позволит обеспечить безопасность. О чем мы хотим говорить и что мы хотим добиться. Снять предписание это не есть цель руководителя подразделения, который несет ответственность. Его цель, чтобы это полное обнаружение происходило здесь и сейчас. Без каких-то там жалоб, задержек или нарушений. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Будьте комментировать? Ну, говори. Спасибо, Андрей Владимирович. Аэропорт Сочи действительно находится у нас сейчас в сложной достаточной ситуации. В прошлом году находился, так как действительно закрытием 11 аэропортов юга были переброшены пассажиры на данный аэропорт. Пассажиропоток в разы увеличился. Аэропорту досталось от пассажиров, досталось и от Росавиации, куда стекались все жалобы пассажиров, и мы что-то требовали принять срочные меры реагирования. Ну, как иначе. С другой стороны, мы, конечно, с пониманием относились к происходящей ситуации. Как правильно было отмечено, в 2022 году у нас в разы не только в аэропорту Сочи, а вообще по всей России возросло количество поступающих угроз совершения актов незаконного вмешательства. К счастью, все они оказались сложными, но это не значит, что надо терять бдительность и думать, что, как говорится, террористы дремлят. Мы все знаем, в какой ситуации сейчас находимся Российская Федерация, что происходит вокруг Российской Федерации, кто были друзья, стали теперь не совсем другими, странными. Поэтому, еще раз, бдительность, бдительность и внимание к мелочам. Пусть лучше она окажется угроза ложной, но мы будем всегда на чеку. От Росавиации в 2022 году в авиакомпании в аэропорты поступали также различные указания, в том числе, как было отмечено в докладе по установке противоторанных устройств в уязвимых местах. Вроде как все справились, отчитались. Единственный нюанс – Росавиация не давала конкретных требований, какие противоторанные устройства устанавливать. некоторые настолько перестарались, что положили бетонные блоки перед запасными воротами. Я понимаю, что враг не пройдет, но не проедет скорая помощь, не проедет пожарная. Поэтому к любым указаниям надо подходить, подходя из принципа разумности. Противоторанное устройство и не только бетонный блок, который перегородит все. по беспилотникам в Росавиацию также поступают обращения, связанные с вопросами противодействия, в том числе вопросы, связанные с требованиями оперативных штабов на местах установить в аэропорту оборудование противодействия беспилотным летательным аппаратам. Что мы можем сказать в этом случае? Я даже и не знаю, потому что ни законодательство транспортной, ни авиационной безопасности не регулирует данных вопросов. Что это за оборудование? Какое оно должно быть? В каком количестве? Никто вам сейчас на этот вопрос не ответит. При этом надо понимать, что беспилотные летательные аппараты бывают различными от детской игрушки квадрокоптера до достаточно серьезных тип стрижей. Двигаются они все с различной скоростью. Не всегда их можно обнаружить. Органы ОВД видят далеко не все. Поэтому какое должно быть оборудование для противодействия, сейчас вам вряд ли кто ответит. Что сейчас есть у нас в нормативной базе? Есть ряд федеральных органов инфраструктур, наделенных полномочиями по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Все мы это прекрасно знаем, информация это открытая, это в первую очередь Министерство обороны, это ФСБ, МВД, СИН, Росгвардия. И совсем недавно данными полномочиями наделили ведомственную охрану. к ведомственной охране у нас также относится и в ГУП и в Минтранс. Как они будут осуществлять эти полномочия, сказать не готово. Росавиации ведомственной охраны нет. Собственной. Поэтому вопрос очень сложный, дискуссионный. Сейчас создаются на высоком достаточно уровне различные рабочие группы по как раз вопросам начиная от развития беспилотной авиации, заканчивая и противодействию. Поэтому Владимир Владимирович можете что-то еще добавить? Да. Андрей Владимирович отвечу на ряд вопросов, которые вы поставили. Ну начнем с биологии и химии. Да, в свое время, это было пару лет назад, был выигран суд по проблеме той, что это оборудование по обнаружению опасных биологических агентов и химии, оно не было сертифицировано. То есть вообще у нас требованиях нет функциональных требований по сертификации этих изделий. Хочу сказать, что сейчас этот документ не работает, потому что вышел законодательный акт, который отменил сертификацию до конца этого года пока. В принципе, то есть формально предприятие может устанавливать не сертифицированную продукцию по 969. то есть ответственность все равно остается за вами. Хотел бы еще на один вопрос ответить. Вы несколько раз сказали о выявлении полном не всех биологических веществ. Во-первых, они четко определены, основные из них. Никогда, и мы с вами знаем, нет таблетки от всех лекарств. То же самое мы проходили с выявлением оружия и прочее. Вы сами помните, наверное, из истории. Правда, может, вы тогда еще не родились, не знаю, но первоначально у нас вообще был тактильный досмотр, вообще не было никакого оборудования. Смотрели вручную. Потом появились ручные металлоискатели, потом появились рамки, потом появились сейф-скауты и так далее. То есть это развитие техническое. Никогда не будет никакого изделия, которое защищает от всего. Могу сказать, что такого инструмента, который вы назвали сейчас, как оборудование, которое в России разработано институтом Гамалеи и ЮПХ, такого нет в мире нигде. Спрос мировой, они поставляют в другие страны. Мы говорим, нам не нужно, потому что мы чего-то не видим. Наверное, мне кажется, что это не очень корректный подход, тем более, что ответственность в случае проноса будет все равно на предприятии. Вот буквально несколько дней назад ВОЗ в очередной раз заявил, что есть угроза пандемии там холера. То есть мы возвращаемся и вообще говорят, что пандемия будет повторяться. Кстати, вот эти устройства, которые разработаны институтом Гамалеи, если вы знакомились на выставке, оно защищает от 84 или 86 опасных биологических агентов. вообще больше, чем можно придумать. Я думаю, что здесь защиты, потом у вас не будет в случае чего. Это первое. И самое главное, что изменился подход к законодательству. Если раньше действительно я с вами согласен, когда вы заговорили о лабораториях, было требование по так сказать не только обнаружению опасного вещества, но его идентификации, абсолютно согласен, нужна лаборатория по идентификации, но задачи у досмотра нет по идентификации. Задача досмотра обнаружить, отстранить, дальше будем разбираться. Это то же самое, что с радиологией. Точно такая же схема. Обнаружили радиоисточник, отстраняем, дальше специальные службы появляются, они проводят свои работы. Мы это проводили в свое время, когда были проблемы у нас, вы, наверное, помните, с Британией, с нашими воздушными судами. Теперь то, что касается дронов. По дронам, вот Наталья Александровна подробно рассказала, но я хочу добавить, что сейчас Минтранс очень активно по нашему предложению разрабатывает нормативные позиции, связанные с тем, что подразделения транспортной безопасности будут наделены такими же полномочиями, как те структуры, о которых она говорила, и в том числе будет прописана возможность их оснащения соответствующими техническими средствами. Конечно, опять скажу, что панацеи не будет, скорее всего, что это будут вот эти электронные ружья на первом этапе, дальше, наверное, как-то это будет развиваться, но, по крайней мере, процесс какой-то будет. Еще раз повторюсь, мы понимаем, что мы не сможем сразу защититься от всего, это многоэшелонированная оборона от дронов, и поэтому какую-то функцию будут выполнять ПТБ на своих участках. То, что касается ложных угроз, да, ложные угрозы поступают, причем они поступают к нам по всем видам транспорта, в наш центр по безопасности, который круглосуточно работает, в Ространснадзоре, по всем видам, я еще раз скажу, транспорта. Кстати, наиболее сложная ситуация сейчас у железнодорожников, много очень ложных угроз у автомобилистов, но авиация тоже не отстает. У нас есть такое серьезное предложение, которое мы уже вынесли, я понимаю, что проблема одна авиакомпании и аэропортов это быстрое определение достоверности, ложной угрозы или нет, ну, так сказать, для того, чтобы понятно, что нет времени, если перед вылетом воздушного судна поступила такая информация, то однозначно это задержка со всеми вытекающими последствиями. Схема какая? Мы видим, что часть таких ложных угроз, она одновременно поступает во многие аэропорты или во многие авиакомпании, то есть это практически однозначно говорит о том, что она ложная, то есть ее просто рассылают, ну, условно говоря, по всей стране. То есть есть признаки определенные и сейчас будет разрабатываться методичка, которая позволит, наверное, ускорить этот процесс. Я думаю, что это облегчит ситуацию во многом. Так что надеемся, что наша наука тоже к этому подключится и какую-то пользу принесет. Хотя у нас ложная угроза совершенно четко обозначена в руководстве по авиационной безопасности ИКО, это один из актов незаконного вмешательства деятельности гражданской авиации и к этому действительно нужно относиться серьезно, о чем тоже говорил Наталья Александровна. То есть мелочей не бывает, нужно внимательно, но с другой стороны, если мы сможем в конечном итоге давать такую комплексную информацию не только по конкретному аэропорту, к вам пришла информация, но вы будете знать, что она пришла одновременно еще там в 20 аэропортов, то это уже так сказать для принятия решений очень важная позиция. Вам спасибо большое за выступление, за поставленные вопросы, будем надеяться, что мы коллективно постараемся продвинуться в их решении. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы сейчас с вами заслушаем заключительное выступление, а потом по возможности немножко поучаствуем в дискуссии. Слово предоставляется Вячеславу Игоревичу Хорошилову, исполняющий обязанности руководителя Центра компетенции по транспортной безопасности на Лаопорт Холдинг по теме практика реализации законодательства Российской Федерации в области транспортной безопасности на воздушном транспорте. Пожалуйста, Вячеслав Игоревич. Уважаемые коллеги, добрый день. Хотел бы поблагодарить за возможность принятия участия в данном практике. Для начала обозначу, что все мы прекрасно знаем, что транспортная авиационная безопасность это важнейшее направление в авиации, благодаря которому мы можем быть спокойны за сохранность жизни людей при использовании воздушного транспорта. В процессе реализации законодательства по транспортной безопасности на воздушном транспорте возникают вопросы о трактовании того или иного подзаконного акта, о чем и хочу сегодня доложить. Остановимся на аттестации силы обеспечения транспортной безопасности. Согласно пункту 7 статьи 2 федерального закона 9 июля 2007 года ФЗ-16 о транспортной безопасности, одной из задач обеспечения транспортной безопасности является подготовка и аттестация силы обеспечения транспортной безопасности. Подготовка силы обеспечения транспортной безопасности осуществляется на основании пункта 1 ст. 12.1 Федерального закона ПЗ-16 в порядке устанавливаемого приказом Министерства транспорта номер 232 12 июля 2021 года. Согласно пункту 4 происходит это с использованием соответствующей образовательной программы, разработанной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на основании типовых основных программ профессионального обучения и типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. Типовые дополнительные программы в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности утверждены приказом Министерства транспорта номер 578. Для простоты пояснения профессиональной деятельности данным программам были присвоены нумерации от 1 до 8, предположительно в соответствии с номерами приложений, к которым относится та или иная программа. Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона 16-го о транспортной безопасности, силы обеспечения транспортной безопасности подлежат обязательной аттестации, проводимой органами аттестации в порядке устанавливаемого подстановления правительства номер 172. И здесь возникает вопрос. Изучая описанные программы и беря во внимание практику взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, хочу сделать некоторые выводы с отнесением той или иной должности и минимально необходимым количеством свидетельств по подготовленным и аттестованным сотрудникам силы обеспечения транспортной безопасности. Возможно, в рамках практики вам удастся прийти к взаимным выводам описанного вопроса. Категория 1, в простонародье, наименование категории – это работники, назначенные в качестве лиц, ответственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры. Здесь мы видим, что помимо практически выверенных должностей как генеральный директор и заместитель генерального директора по безопасности, добавляется должность сменного начальника ПТБ для круглосуточно находящегося ответственного лица на субъекте. Категория 2, название работники, назначенных в качестве лиц, ответственных на объекте транспортной инфраструктуры. Здесь логика аналогичная. Согласно постановлению правительства 16.05, от пунктов 1 и 2 и пункта 6, необходимо назначить лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте и на объекте. Для этого лица, которые будут назначены, должны быть заранее аттестованы по соответствующей первой или второй категории. Если имеется приказ о назначении лиц, и они не аттестованы, то приказ считается неправильным и влечет за собой определенные последствия от органов исполнительной власти. Следующая категория, которую я хотел бы затронуть, это третья категория, это работники субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения, руководящие выполнением работ, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объектов. Так, если мы берем во внимание пункт 1, типовой дополнительной профессиональной программы для третьей категории, все описанные должности в той или иной мере руководят выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. Значит, должности могут в разных, конечно, аэропортах, на разных объектах отличаться по названию, но из нашей практики мы вынесли более часто встречающиеся, и которые, по крайней мере, на наших объектах используются чаще всего. Значит, в том числе, как хочу подтвердить славу Наталье Александровне, мы включили сюда начальника ГБР, так как начальника ПТБ, так как это лицо непосредственно выполняет руководство работами, связанными с обеспечением транспортной безопасности. В том числе, все сменные начальники, которые круглосуточно несут, не служба, ведут работу во своих направлениях. И также лица, которые работают по графику в 40-го часовой рабочей неделе. Следующая категория, на которой хотел бы остановиться, это четвертая категория. Здесь ситуация немного сложнее, так как, согласно постановлению 16.05, при изменении уровня безопасности требуется исполнение соответствующих дополнительных требований к увеличению численности групп быстрого реагирования, а также работников, непрерывно осуществляющих контроль данных показателей и технических средств для обеспечения транспортной безопасности. Здесь хочу, как бы, отметить, что в категориях с первой по третью при увеличении уровня безопасности возрастает количество работников ГБР в два раза. То есть это не добавляется по одному сотруднику в смену, а увеличивается в два раза именно для увеличения количества групп быстрого реагирования. Значит, следующая категория, на которой хотелось бы остановиться, это пятая категория. Работники, осуществляющие досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности. Значит, так, согласно... Так, смотрите, здесь хотел бы обозначить, что такое в нашем понимании пост-АТИ. Значит, пост-АТИ — это не, допустим, предполетный пост, на котором установлено по 5-6 металлоископов в рамках портативных средств обнаружения. Именно имеется в виду пост — это один металлоископ, один стационарный металлоискатель или один ручной металлоископ. Соответственно, законодательно в требованиях есть понимание, что предполетный пункт досмотра должен быть минимум с тремя сотрудниками, и то это будет считаться как эквивалентная мера. Ну, входы в вокзал, количество сотрудников на постах на входы в вокзал устанавливается субъектом транспортной инфраструктуры в зависимости от пропускной способности того или иного объекта. Следующая категория, на которой хотел бы остановиться, — это шестая категория. Работники, осуществляющие наблюдение или собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности. Здесь бы хотел остановиться, почему мы в данную категорию включили инспектора в группу быстрого реагирования. Обращаясь к пункту 5 — типовой дополнительной профессиональной программы для шестой категории, в процессе изучения программы обучения должны знать порядок проведения наблюдений и собеседований в целях обеспечения транспортной безопасности. А также порядок применения технических средств защиты объектов транспортной инфраструктуры. Следующая категория, седьмая категория — работники, управляющие техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Здесь, так же как четвертая категория, в зависимости от самой категории объекта и от уровня безопасности, мы получаем различное количество необходимых аттестатов и необходимых лиц, которые должны быть задействованы при обеспечении транспортной безопасности. Но относительно четвертой категории сотрудников, здесь получается проще, так как правилами и законодательством описано увеличение количества именно численности состава пунктов управления транспортной безопасностью. Следующая категория, на которую хотелось бы остановиться, это восьмая категория — иные лица и работники субъектов подразделений, выполняющих работу непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. Я считаю, что из названия самой категории персонала понятно, какие лица относятся. Это все лица, которые включены в структуру подразделения транспортной безопасности, но непосредственно не выполняющие работы по досмотру, охране объекта транспортной инфраструктуры. Следующая тема, которую хотел бы затронуть, — это передача данных технических средств обеспечения транспортной безопасности подразделения федеральных органов исполнительной власти. Немного продублирую описание на слайде. В текущий момент согласно приказу Министерства транспорта 23 июня 2021 года номер 208 субъекты транспортной инфраструктуры в соответствии с пунктом 1 должны обеспечить накопление, обработку и хранение в электронном виде данных технических средств обеспечения транспортной безопасности в соответствии с планами обеспечения транспортной безопасности. На основании пункта 2 описанного закона «Доступ к данным технических средств обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры», Включая технические средства, обеспечивающие сбор и обработку в электронном виде данных, расширяется посредством простыми словами, пункт А – это подключение оборудования полномоченных подразделений федеральных органов исполнительной власти, пункт Б – это по запросу в переданные, согласно плану обеспечения транспортной безопасности, помещения в виде, который попросят, соответственно, органы исполнительной власти. Включая технические средства, обеспечения транспортной безопасности. По результатам описанных встреч сложился вывод, что программа обеспечения, устанавливая на объекте транспортной инфраструктуры и подключаемая полномоченными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, должно быть одинаково. По итогам напрашивается вывод, что согласно требованию постановления правительства 16.05 необходимо установить сертифицированные системы видеоидентификации, видеораспознавания и другие системы, но есть вероятность затруднительности подключения оборудования в полномоченных подразделениях федеральных органов исполнительной власти из-за разного программного обеспечения или, соответственно, возникает потребность дополнительного приобретения продукта для реализации описанного требования. Возможно, данный процесс с техническими параметрами или программного обеспечения необходимо законодательно урегулировать. Мы готовы и открыты к сотрудничеству с полномоченными подразделениями федеральных органов исполнительной власти для реализации требований законодательства. Следующую тему, которую хотел бы затронуть, это подразделения транспортной безопасности в Северо-Кавказском федеральном облике. Вопрос с образованием, формированием и привлечением для защиты объектов транспортной инфраструктуры подразделений транспортной инфраструктуры является наиболее острым в связи с тем, что, согласно пункту 3 требований по стране правительства 16.05, требуется образовать и сформировать привлечение для защиты объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с планом обеспечения транспортной безопасности подразделений, включающие в себя работников, оснащенных пересными средствами досмотра, ручными средствами досмотра, металлодетекторами, газоанализаторами порозручных веществ и группой КБР в простонародье. Но также хочу обозначить, что международные аэропорты, расположенные в Северо-Кавказском федеральном округе, и международный аэропорт города Симферополь, согласно пункту 17 распоряжения правительства 15 мая 2017 года, номер 928-Р, подлежат обязательной охране войсками Национальной гвардии Российской Федерации. При изучении законодательства и реестра кредитованных подразделений транспортной безопасности в сфере воздушного транспорта, можно сделать вывод о том, что войска Национальной гвардии не могут быть привлечены в качестве подразделений транспортной безопасности, что накладывает существенные дополнительные финансовые затраты к реализации требований по транспортной безопасности. При изучении реестра мы обнаружили, что в Северо-Кавказском федеральном округе аккредитацию в качестве подразделений транспортной безопасности имеет только в ГУП ООО Минтранса России и в ГУП Охрана Росгвардии, которая не является составной частью ООО ВНГ Росгвардии, собственно, о которой имеется распоряжение прилиции Российской Федерации по охране. Связывая описанные доводы, международный аэропорт Росгвардии критически необходимо наличие аккредитации в качестве ПТБ, так как невозможно осуществление требований по транспортной безопасности на воздушном транспорте, кроме как, соответственно, своими силами или дополнительными высокими финансовыми затратами в этой области. Собственно, хотел бы подытожить свой доклад, что область транспортной безопасности является многогранной, поэтому нам необходимо охватить многие области поддержания уровня защищенности объекта от актов незаконно вмешательства в деятельности гражданской авиации. Спасибо, выступление окончил. Спасибо, Вячеслав Игоревич. Наталья Александровна, есть что-то добавить? Да, Вячеслав Игоревич, спасибо. Что хотелось бы добавить? По поводу аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. Субъект сам должен определить, кого и по каким категориям аттестовать в зависимости от того функционала, которое накладывается на определенную должность. Нельзя четко определить, что вот именно генеральный будет ответственным в субъекте. Это может быть и заместитель генерального. Еще раз повторюсь, все зависит от функциональных его обязанностей, прописанных в должностных регламентах или иных распорядительных организационных документах предприятия. Потому что предприятия, они все разные, у каждого свои задачи, объем людей, свой объект, индивидуальный объект, не похожий ни на какие другие. Поэтому единого алгоритма и единого подхода в данном случае как такового нет. Еще раз повторяюсь, кого по какой категории аттестовать, определит субъект. Но в первую очередь, еще раз повторюсь, те, кто осуществляет руководящие работы в части транспортной безопасности, обязательно должны иметь третью категорию. Еще на один момент хочу обратить внимание, на что нам сделала некое замечание генеральная прокуратура. Имеют место случаи достаточно часто, когда субъекты транспортной инфраструктуры назначают ответственно в субъекте и на объекте до прохождения данными лицами процедуру подготовки и аттестации. В этой связи бдительная просьба до того, как будет издан приказ о назначении того или иного лица ответственным в субъекте, либо на объекте данные люди должны обязательно пройти подготовку и аттестацию по первой либо второй категории, дабы потом не получить какое-нибудь очередное представление ни Росавиации, ни вам. Следующий момент по поводу ПТБ в АСКФО. Да, ПТБ у нас сейчас недостаточное количество аккредитованных, имеется в виду. Есть у Воминтранса, которая не подлежит аккредитации, они законодательно уже определены как подразделения транспортной безопасности. Также существует сейчас инициатива придания статуса ПТБ и ведомственной охране Росгвардии. Такая инициатива есть, насколько мне известно. Росавиация ничего против этой инициативы не имеет. Как это выльется в нашем законодательстве, это уже время покажет, посмотрим. Еще раз хочу отметить, в безопасности мелочей не существует, поэтому, что касается первого слайда, федеральный закон о транспортной безопасности нет 9 июля, а от 2 февраля. Спасибо. Спасибо. Хотел еще небольшой комментарий тоже дать. Ну, во-первых, поблагодарить вас за то, что в вашей организации существует такой центр компетенции по транспортной безопасности. Это такая, как бы, новизна в нашей работе в целом. Я думаю, что это абсолютно правильно. Тем более, что мы с вами видим, что в последнее время периодически издаются приказы Минтранса об изменении уровня угроз в регионах, особенно в наших западных, прилегающих к Украине. И это требует оперативной работы с персоналом. Вот, спасибо, что вы этим занимаетесь. И, конечно, нужно работать на опережение. Мы понимаем, что эти приказы могут выходить по событиям. Вот, нужно быстро реагировать на это, а персонал готовить долго. То есть, это длительный процесс. Поэтому, я думаю, что вы на правильном пути. Спасибо, что вы такую работу делаете. Еще один момент по дистанционному контролю, по передаче данных. Да, у нас сейчас, повторюсь, в законе 248-го госконтроля, там как раз акцент делается на дистанционный контроль, с тем, чтобы надзорные органы меньше ходили по предприятиям, могли иметь доступ через систему видеонаблюдения к тому, что там происходит, и анализировать, так сказать, на удаление, непосредственно, не приходя на объект надзора или контроля. Я думаю, что это хорошее направление. Нужно в этой части работать. То, что вы подметили, что нужен какой-то стандарт по информационному взаимодействию между структурами, вы абсолютно правы. Я думаю, что можно опираться даже на тот нормативный акт, который есть, на который вы сослались, о передаче данных в территориальные органы Ространснадзора. Там прямо прописано, что должно быть соглашение между организацией, ну, в частности, аэропортом и территориальным органом Ространснадзора. Я думаю, что в этом формате можно выходить смело с предложением о стандартизации такого подхода. Мы абсолютно это поддерживаем. Очень хорошее предложение и правильное. Спасибо вам еще раз за доклад. Да, пожалуйста. Спасибо, что я хотел Александрович. За доклад. Видите, что я на вопрос еще хотела ответить? Нет, это мы отдельно. Сейчас мы его освободим. Спасибо. Это мы переходим к следующему этапу. Спасибо. Лайм Игоревич, переходим к этапу дискуссии, я бы сказал, ответы на вопросы. Если есть какие-то у коллег вопросы, пожалуйста, задавайте. И те, которые поступили, сейчас мы будем отвечать. Пожалуйста, Наталья Александровна, если что-то есть. Время нас немножечко поджимает. Я смотрю, моряки уже подтягиваются. Поэтому постараюсь. По транспортной безопасности я уже на многие вопросы ответила в части беспилотников 145-го приказа. Если еще какие-нибудь вопросы остались, мы можем потом дальше обсудить, чтобы не задерживать уже наших коллег. По авиационной безопасности неохваченными остались вопросы. В общем, сначала скажу, Минтранс сейчас не осуществляет дальнейшее нормативно-правовое регулирование в сфере авиационной безопасности в связи с внесением в Государственную Думу и прохождением уже первого чтения федерального закона по гармонизации. Поступил такой вопрос о издании документа, определяющего порядок и процедуру передачи воздушных судов под охрану. Еще раз отмечу 247-й федеральный закон. У нас любые обязательные требования должны быть предусмотрены федеральным законодательством. Если федеральным законодательством нетрено издание требований, то таких требований издано не будет. В настоящее время в 142-м приказе Минтранса ФАПа четко прописано, что порядок приема передачи воздушных судов под охрану определяется инструкцией по охране, разрабатываемой и утверждаемой администрацией аэропорта по согласованию с территориальным органом Ространснадзора и подразделением, осуществляющим охрану. Все. Этим и руководствуемся. Нормативно-правового акта в ближайшее время до изменения федерального законодательства ожидать не следует. Что касается аэропортовых комиссий и ее состава. Аэропортовые комиссии в стандартах ЭКО, это у нас аэропортовые комитеты, предусмотрены у нас в 17-м приложении. Там написано, что государство обеспечивает создание аэропортового комитета по безопасности в каждом аэропорту, обслуживающем гражданскую авиацию. Документ 8973, если я ошибаюсь, Борис Владимирович меня поправит, не определяет состава аэропортовой комиссии. Поэтому это у нас на усмотрение субъекта. Аэропортовая комиссия у нас определена пока только в 142-м ФАПе. Ее состав, еще раз, определяет аэропорт. Что касается подготовки по авиационной безопасности, как членов экипажей воздушных судов, так и сотрудников служб по авиационной безопасности. Да, сейчас существует в связи с отменой ряда документов некий правовой вакуум. Уже неоднократно писали всем, кто обращается в Росавиацию. Росавиация обращалась в Минтранс по этому поводу, но, как еще раз повторюсь, сейчас пока нормотворчество в данной сфере Минтрансом остановлено. Ожидаем, что после принятия законопроекта о гармонизации, который подразумевает собой достаточно серьезную работу по подготовке подзаконных актов, мы все-таки вопрос подготовки членов экипажей обязательно попробуем урегулировать. Так как сейчас у нас, если брать 147-й ФАП, устанавливающий требования к членам экипажей, не содержит ни одного вопроса по авиационной безопасности. При этом ФАПом 128-м четко написано о том, что эксплуатант устанавливает и осуществляет программу подготовки по АБ самостоятельно. Там не фигурирует никакого федерального органа в части согласования, либо еще каких-то процедур. Поэтому, еще раз повторюсь, да, вопрос сложный, в определенной части неурегулированный, но, как говорится, ожидаем новых подзаконных актов. Главное, чтобы вы как субъекты, как представители авиационной общественности принимали в этом активное участие, потому что в первую очередь вам с этими документами, которые выйдут работать, чтобы потом не писать ни в Минтранс, ни в Росавиацию, ни в надзор, что нам делать, как нам быть. Потому что никто на это уже не ответит, когда акт издан. Еще раз повторюсь, официальное разъяснение актов, принятых Минтрансом, дает только Минтранс. Если акт издан Росавиацией, тогда да, добро пожаловать в Росавиацию, разъясним. Если надзором, то в надзор. Вроде бы по тем вопросам, которые поступили к нам, ответила. Есть ряд моментов, на которые хочу сама инициативно обратить внимание. Внесли изменения в Воздушный кодекс Российской Федерации. Вступят в силу с 30 марта всего года. В части, касающейся авиационной безопасности. В статью 8 внесли новый пункт 3.1. Посмотрите внимательно, о чем гласит данный пункт. Что при получении документа, подтверждающего соответствие юридического лица, осуществляющего обеспечение АБ, требованием федеральных авиационных правил, простым языком, это у нас сертификат по авиационной безопасности, юридическим лицом, находящимся под контролем иностранного инвестора или группы лиц, в который входит иностранный инвестор, установление контроля должно быть согласовано в порядке, предусмотренном 57-м федеральным законом. Теперь при выдаче сертификата с 30 марта мы обязаны будем проверить соответствие данному требованию. Возможно, сейчас будем идти по аппаратуренной дорожке, как мы делаем по аккредитации ПТБ, это запрашивать федеральную антимонопольную службу. Ну, зная, как ФАС отвечает, не всегда мы получаем ответы вовремя. Поэтому обращаю внимание, чтобы, если где-то есть иностранный инвестор, заранее уже урегулировать данный вопрос и не лишиться сертификата по авиационной безопасности. Следующий момент хочу обратить внимание. Это касается как аккредитованных ПТБ, так специализированных организаций, так и аттестующих организаций. Все правила аккредитации содержат очень такой интересный пункт, что в случае, если произошли какие-то изменения, субъект либо аккредитованное лицо обязаны в течение 15 суток представить соответствующую информацию в компетентный орган. 15 суток – это очень мало. Не пропустите эти 15 суток. Почему обращаю внимание? Потому что если вы это упустите, это будет обнаружено нами, либо контрольно-надзорным органом, это повод и основание стопроцентное для аннулирования свидетельства об аккредитации. Очень не хотелось бы по такому формальному поводу аннулировать аккредитацию ни субъекту, ни специализированной организации, ни аттестующей. А потом опять выходить на очередной круг аккредитации. Это ненормальная работа, поэтому 15 дней не пропустите. Ну, со своей стороны, Владимир Ильич, есть что-то сказать? Хотелось бы также присоединиться к поздравлениям всех со столетиям гражданской авиации, пожелать всем хорошего настроения, здоровья, сил, терпения, внимания к мелочам. Ну, и главное, как бы сложно ни было, всегда верить в то, что все в наших руках, дорогу оселит идущий, со всем справимся, и сто лет это только начало. Спасибо. Я думаю, что можно уже начать наше мероприятие, чтобы не затягивать, и тем более время у нас ограниченное. Разрешите открыть нашу секцию, практикум номер 2, морской и речной транспорт, актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности, добавлю объекты транспортной инфраструктуры, транспортных средств морского и внутреннего водного транспорта. Ну, и прямо за объявлением названия нашего мероприятия разрешите мне несколько слов сказать про те инновации, которые на сегодня есть. Ну, во всяком случае, я как представитель Федерального агентства морского и речного транспорта, кстати, я не представился, Копровов Валерий Владимирович, если кто не знает, вряд ли есть такие, которые не знают. Поэтому разрешите, я расскажу, ну, во-первых, несколько слов о нормативном правовом регулировании в нашей сфере деятельности и о практическом применении этих нормативных правовых актов. Не могу ничем вас порадовать на предмет того, что были какие-то изданные нормативные правовые акты, которые бы, скажем так, дорегламентировали нашу деятельность. Вот и, хотя, обратите внимание, у нас большой период времени прошел с тех пор, когда мы в последний раз собирались, это было вызвано разными причинами, в том числе, под пандемией. Вот за этот большой, огромный промежуток времени в принципе даже рассказать не о чем. Ну, рассказать из того малого, о чем можно рассказать, естественно, издание постановление правительства по внесению изменений в требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие, вернее, не учитывающие для объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащие категорированию, в так называемом постановлении правительства номер 1651, в соответствии с которым в это постановление были внесены изменения, не скажу, что они незначительные, но они как бы больше, на мой взгляд, такие разъясняющие и поясняющие, чем каким-то образом кардинально меняющие наши подходы к работе в этой сфере деятельности. По 1637 и 1638 постановлениям правительства по объектам транспортной инфраструктуры и по транспортным средствам, как вы знаете, в Министерстве транспорта создана межведомственная рабочая группа, которая активно включилась в работу по подготовке этих изменений в эти нормативные правила акты. Значит, насколько мне известно, эти изменения были подготовлены, но постоянно в деятельность межведомственной рабочей группы как бы вмешиваются внешние обстоятельства, которые заставляют вновь возвращаться к подготовке новых и новых изменений в эти нормативные правила акта. И поэтому, вот если честно, я затруднюсь вам сказать, когда будет завершена эта работа. Вот те изменения, которые будут носиться в 1637 и 1638, и 1638, на мой взгляд, довольно-таки существенны в этой работе по внесению изменений и подготовке этих предложений. Я не буду конкретно говорить про эти изменения, потому что их достаточно много, и, на мой взгляд, легче переиздать 1637 и 1638, чем внести те изменения, которые предлагается в них, ну, по-настоящему внести. Ну, практически, вот эти изменения, они касаются все организации работы от начала и до самого конца, до завершения реализации мероприятий, которые регламентированы этими требованиями. Это вот на уровне правительства Российской Федерации основные мероприятия, которые сейчас проводятся, и на котором работает Министерство транспорта Российской Федерации. Значит, помимо внесения изменений в требования по обеспечению транспортной безопасности, у нас большая работа должна проводиться по внесению изменений в законодательство Российской Федерации. Ну, связано это тоже, опять же, с разными обстоятельствами. В первую очередь, это связано с теми, ну, скажем, не результатами, а, скажем так, с теми обстоятельствами, которые вызваны проведением специальной операции. Ну, вы знаете, в средствах массовой информации неоднократно проскальзывали, проскальзывали информация на предмет того, что на различные объекты инфраструктурные Российской Федерации были совершались нападения, ну, назовем их актами незаконного вмешательства, которые были совершены с применением как беспилотных летательных аппаратов, так и подводных и надводных робототехнических комплексов, которые способны привести к негативным последствиям. Ну, в частности, это вот событие на аэродроме Энгельс, событие в морском порту Севастополь. И после этого, естественно, все наши органы, которые занимаются вопросами безопасности от Национального антитетического комитета до Совета Безопасности Российской Федерации озаботились этим вопросом и поручили Минтрансу России подготовить проект нормативно-правового окна, проект по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, который бы уполномочил скажем так, какие-то федеральные органы исполнительной власти и организации противодействовать этим скажем так, робототехническим комплексам беспилотным летательным аппаратам и воздушного, вернее, надводного и подводного базирования. На сегодня, насколько мне известно, буквально на днях было совещание в министерстве, оно не закрытое, обсуждались общие подходы, каким образом и кто будет противодействовать этим, ну, скажем так, актам незаконного вмешательства. Единственное, до чего дошли наши великие руководители, это поручить эту деятельность ведомственным охранам федеральных органов исполнительной власти и частным охранным организациям, которые осуществляют защиту и охрану объектов топливно-энергетического комплекса. Вот на последнем совещании, про которое я говорил, этот вопрос, скажем так, обсудили, и министерству транспорта было поручено обратиться в тот же совмест, который издал поручение по внесению изменений в нормативные права акта и с предложением по поручению этой работы не только ведомственным охранам, но вообще подразделениям транспортной безопасности, которыми в том числе являются ведомственные охраны Министерства транспорта Российской Федерации. Про топливно-энергетический комплекс не буду говорить, потому что сами представители Минтопэнерго заявили, что у них этот вопрос даже не обсуждался, но вот-вот он будет вынесен на повестку дня Министерства. Так вот, несколько слов об этом вопросе. Ну, как известно, после совершения вот этих вот диверсионно-террористических актов в отношении объектов, как Министерства обороны, так и портовой инфраструктуры, как было в Севастополе, Федеральной Службой Безопасности были разработаны поправки, или не поправки, а дополнения к тому перечню угроз, который утвержден тройным приказом, помните, тройной приказ по утверждению перечни угроз, утвержден на Министерством транспорта, Министерством внутренних дел, ФСБ России. И вот в этом перечне угроз еще и были дополнены и раскрыты. Документ закрытый, я поэтому не могу раскрывать всех подробностей этого дела, но вот этот перечень угроз был добавлен еще и угрозами совершения акта незаконного вмешательства с применением беспилотных летательных аппаратов надводных и подводных технических комплексов. Под это дело естественно нужно определить кто будет противодействовать чисто практически этим угрозам. Ну как я уже сказал определили это как подразделение транспортной безопасности. Понятно у многих возникнет вопрос и некоторое недоумение уж если Министерство обороны не может справиться с теми беспилотными летательными аппаратами которые ну скажем так были направлены для совершения диверсионного акта в том же аэропорту Энгельс то каким образом подразделение транспортной безопасности может справиться с такой угрозой. Ну как известно у нас беспилотные летательные аппараты они делятся на три основных группы это ракетные комплексы беспилотные это самолетного типа ну ракетные это понятно типа стрижа который в Энгельсе действовал это самолетного типа и квадрокоптеры вертолетного типа давайте так назовем вот и воздействовать каким-то образом на первые два на первые две группы беспилотных летательных аппаратов это нужно для этого на мой взгляд на взгляд всех тех которые участвовали в обсуждении этого вопроса это нужно практически все подразделения транспортной безопасности вооружать до уровня зенита ракетного полка вот а третий тип беспилотных летательных аппаратов которые как бы квадрокоптерного типа он более скажем так ну в отношении него более возможно применить те возможности которые есть у подразделений транспортной безопасности единственная беда в этом вопросе когда была проработка этого вопроса это докладывали нам представители ведомственной охраны ведомственной охраны железнодорожного транспорта они прорабатывали этот вопрос и вышли на Саровский научно-исследовательский институт который занимался занимается производством такого оборудования которое состоит из системы обнаружения и систем подавления система подавления она представляет из себя ну обнаружение понятно это локаторы а система подавления представляет из себя скажем так лазерный луч который выжигает всю электронную схему этого коптера вот такие робототехнические комплексы есть и в Сарове их разработали они уже готовы даже к производству этого оборудования и с целью поставки но сейчас интересную вещь скажу стоимость одного такого комплекса который был способен обнаружить и уничтожить квадрокоптер 450 миллионов рублей для того чтобы закрыть один объект это ну нужно как минимум три таких миллиард на защиту миллиард рублей на защиту одного объекта транспортной инфраструктуры это я сейчас просто плавно перескочу на какие же объекты все-таки надо защищать понятно что если создать вот такие вот системы защиты всех объектов транспортной инфраструктуры это практически нам нужно будет закрыть вся небо в стране поэтому в первую очередь одно из протокольных решений будет подготовить перечень объектов транспортной инфраструктуры которые бы было необходимо защищать от угрозы атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов ну при этом в ходе обсуждения народ склонялся к тому что все-таки в перечне таких объектов нужно наиболее важные объекты включать которые бы имели ну как минимум стратегическое значение для того чтобы организовать вот защиту такого объекта это нужно во-первых установить границы воздушного пространства ввести там ограничения ну полномочия на это есть у министерства транспорта российской федерации но вводить ограничения над самим объектом транспортной инфраструктуры когда беспилотный летательный аппарат уже практически находится над объектом ты его собьешь так ты ему поможешь уничтожить или там повредить объект вот поэтому было одно из предложений включить вот эти стратегические объекты которые определятся по каждому виду транспорта в перечне объектов в отношении которых устанавливаются зоны безопасности вы знаете такой перечень объектов у нас утвержден но в этот перечень объектов включен только один объект Керченский транспортный переход или Крымский транспортный переход дополнить его установить зону безопасности и определить такое понятие как атака значит в случае совершения каким-то летательным аппаратом действий похожих на атаку на объект включается система разрешения на уничтожение данного аппарата проблема вот мы сейчас только вот перед началом мероприятия обсуждали тему на предмет того что кто же все-таки будет иметь полномочия если подразделение транспортной безопасности уполномочит на применение вот этой техники а кто будет уполномочен на принятие решения на уничтожение объекта воздушного ну сами понимаете в воздухе у нас не только беспилотники которые предназначены для совершения совершения дивизионно-террористической деятельности но залетит потеряет навигационные какие-то там возможности самолет или малой авиации или большой авиации и залетит на объект транспортной и транспортной и будет принято решение о его уничтожении какое должностное лицо возьмет на себя ответственность уничтожить ну скажем так самолет на мой взгляд тут требуется еще думать и думать и прежде чем вот так вот чохом налетать на проблему чтобы ее решить вот таким вот образом лучше 20 раз подумать чем один раз сбить самолет с сотнями пассажиров в отношении той темы ради которой мы собрались а как известно вторая часть у нас ну про беспилотники вроде все рассказал если будут какие-то вопросы я могу еще пояснение дать потому что это не исчерпывающий перечень тех вопросов которые обсуждались во время этого совещания и вопросов много очень рассматривалось как я уже говорил по беспилотной зоне безопасности поведению по наделению полномочиями на принятие решения но это действительно вопрос-то не такой простой у нас ведь система какая вот почему скажем так в сообщении которое прозвучало в средствах массовой информации прозвучали такие факты что было ну погибли несколько человек из технического персонала на объекте а потому что ракета все-таки долетела министерство обороны не сработало они не дали командование на уничтожение этого беспилотника этого стрижа по причине того что есть установленная система отдачи указаний приказа это целая система докладов и чуть ли не на самом верхнем уровне принимаются решения на уничтожение представьте командир там расчета докладывает командиру полка командир полка докладывает командующему округому командующему округому докладывает там главкому главком докладывает и вот вот эта вот система докладов она сначала дойдет до верхнего уровня а потом спустится назад только тогда дадут команду уничтожить ведь у нас со времен РУС практически ничего не изменилось как система была поддача команды, она так и осталась. Единственная система, где решение принимается практически сразу, это увидел команда на уничтожение. Это система федеральной службы охраны. В других федеральных органах исполнительной власти, от Министерства обороны до ФСБ, МВД, других органов, система действует, как я рассказал, до верха и назад. И вот пока вот это вот решение принимается, РУСТ уже на Красной площади, а ракета «Стрейш» уже на аэродроме в Энгельсе. Поэтому и в этой сфере тоже нужно будет принимать целый ряд решений, в том числе по оперативности принятия окончательного решения на уничтожение того объекта, который является, скажем так, угрозой объекту транспортной инфраструктуры, который носит, как я уже сказал, в том числе и стратегический характер. Ну, вернемся немного назад к вопросам нашим насущным. Это категорирование, оценки, планы. Казалось бы, тема такая уже заезженная, говорить об этом практически уже нечем. Мы же столько про это проговорили, что мама не горюй. Ну, тем не менее, и государственные контрольно-надзорные органы, и вообще практика жизни говорит о том, что все-таки не до конца мы все, скажем так, иногда допонимаем, а иногда, может быть, и несколько искрополитные решения принимаем в этой сфере деятельности. Это я хочу вам несколько слов сказать о тех итогах проверки Генеральной прокуратуры, которая у нас работала в агентстве, во всех агентствах, они работали в Министерстве транспорта. И вот в этой сфере у нас было, скажем так, несколько замечаний, но они не закрытые, поэтому я могу вполне довести до вас эту информацию, в частности, категорирование. Ну, здесь, может быть, где-то есть и недопонимание со стороны работников Генеральной прокуратуры в отдельных вопросах, потому что при обсуждении, но отдельный вопрос у нас принципиально расходился, вы смотрите, мы принципиально расходились во взглядах на решение той или иной проблемы. Ну, в частности, вот нас обвинили в том, что мы, значит, неправомерно категорировали два объекта транспортной инфраструктуры, вместо категорирования одного объекта транспортной инфраструктуры, который объединен одним технологическим процессом. Ну, в частности, мы откатегорировали там причалы с первого по десятый и с четырнадцатого по шестнадцатый. Значит, а, как считает Генеральная прокуратура, да, и одному третья категория, и другому третья категория. А в сумме, если бы мы собрали бы их в кочку, им бы первую категорию присвоили. Значит, ну, при обсуждении вот таких вопросов, вот, разговаривали мы с представителями Генеральной прокуратуры, говорят, ребят, у них, ну, в смысле, да, технологический процесс у них один, но между этими объектами транспортной инфраструктуры располагается еще четыре объекта транспортной инфраструктуры, которые находятся в собственности других субъектов транспортной инфраструктуры. То есть те объекты, которые не объединены технологическими едиными операциями. И они были разделены на два объекта транспортной инфраструктуры не по причине того, что мы хотели им там снизить категорию, а по причине того, что могут заниматься объекты транспортной инфраструктуры одинаковыми. Ну, одинаковыми, даже действиями, не знаю, как там, грузовыми операциями, но при этом они технологически, ну, практически никак не взаимосвязаны. Ну, мы вот это объяснение, в смысле, на представление прокуратуры написали, при обсуждении с участием представителей прокуратуры, нашу точку зрения услышали и, как бы, не возражают против того, что мы все-таки были правы. Поэтому перекатегорировать эти объекты нас не заставляет никто. Ну, я имею в виду и по представлению Генеральной прокуратуры, нам не нужно принимать решение об отмене ранее, значение ранее присвоенной категории и нагибание субъекта транспортной инфраструктуры на подачу нового заявления для того, чтобы им какую-то более высокую категорию присвоить. По вопросам проведения оценки уязвимости и утверждения, о, вернее, утверждения результата проведенной оценки уязвимости и утверждения планов обеспечения транспортной безопасности или изменений там в планы или дополнительных оценок, практически таких значимых замечаний не было. Единственное замечание было у нас это то, что мы, по мнению прокуратуры, незаконно возвратили 42 оценки уязвимости и 45 планов обеспечения транспортной безопасности без принятия решения о наказании субъектов транспортной инфраструктуры. Значит, в этом вопросе мы как бы тоже после длительных обсуждений с представителями Генеральной прокуратуры доказали то, что мы возвратили совершенно на законном основании эти результаты оценки уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности по причине того, что та причина, по которой мы вернули, никаким образом не влияет на результат проведенной оценки уязвимости или на мероприятие планов обеспечения транспортной безопасности. А причина была банальная. Отмена 87-34 приказов Министерства транспорта Российской Федерации и вступление в силу 225 и 370 приказов Министерства транспорта Российской Федерации. Порядки поменялись. Документы разработаны, что характерно в соответствии с положением новых документов, но ссылки, которые были сделаны в документах, которые нам присылали, они были еще старыми. Что характерно, что нарушил субъект транспортной инфраструктуры или специализированные организации? Да ничего. Они направили нам в период действия этих приказов, про которые я сказал, которые были отменены, но рассматривать мы их были обязаны с учетом требований новых приказов. И вот как в этой ситуации разойтись? Поэтому, да, что характерно, мы поконсультировались и с нашим административным правовым управлением, и с департаментом на предмет того, что является ли это, влияет ли вот этот вот фактор на результаты проведенной оценки уязвимости или на мероприятие плана. Все в один голос нам сказали, что это не влияет. Во-первых, на результат проведенной оценки уязвимости, потому что практически и 225-й, и 370-й, они в принципе содержат в себе те положения, которые раньше были в 87-м и 34-м приказе. Единственное, что в 34-м приказе там еще он сокращен до максимума, и там исключительно что изложено, один только пункт, это то, что план разрабатывается на основе результата проведенной оценки уязвимости, а все остальное это порядок предоставления этих планов на утверждение. Вот. А по оценкам уязвимости фактически ничего не поменялось. И прокуратура, вот заслушав наши основания, опять же с нами согласилась, что да, это вот то, что они указывали на старые номера специализированной организации, субъекты, указывали при представлении документа, своевременно, что характерно, представляли документы, это до 1-го сентября 20-го, какого там, 21-го года или 22-го, 22-го. Вот. И практически они при направлении этих документов ничего вообще не нарушали. А вот то, что мы не могли рассматривать уже после 1-го сентября с теми показаниями, которые есть в этих документах. В общем, Генеральная прокуратура, я так понимаю, сама запуталась в чем-то и сказала, что это замечание с нас снимается. Значит, про, давайте поговорим еще буквально пару слов, потому что я уже, как всегда, заболтался, про вопросы цифровизации. Это одна из основных, скажем так, тем, по которой мы сегодня собрались. Но опять же вернемся к практическим, к решению практических вопросов. Что у нас на сегодня делается в этой области? Ну, во-первых, хочу доложить, что все государственные услуги, которые оказывались нами, управлением транспортной безопасности Росможенщик-филота, они практически все, за исключением двух, это утверждение результата проведенной оценки визуальности и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности, уже практически переведены в электронный вид. До 1 апреля у нас будет переведена на платформу ЕПГУ Единого портала государственных услуг, услуга по категорированию объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Все остальные, я имею в виду и аккредитацию, и аттестацию, они все переведены уже на ЕПГУ и могут предоставляться уже в электронном виде. Ну, как вы знаете, законодатель не ограничивает ни субъектов, ни специализированной организации в праве предоставления как на бумажном носителе, так и в электронном виде, поэтому услуга может оказываться как, скажем так, в обыкновенном рабочем порядке, так и в электронном виде. В чем, ну, скажем так, одно из преимуществ оказания государственной услуги на, скажем так, цифровом виде на платформе Единого портала государственных услуг? Ну, это то, что, во-первых, там сокращенный срок рассмотрения документов, если, давайте для примера, аккредитация подразделений транспортной безопасности в сроке, превышающие 60 дней. На эту услугу в электронном виде через ЕПГУ нам отводится уже, ну, отводится всего на всего 15 дней. Значит, почему, скажем так, вот это все, я докладываю на предмет того, что это уже как бы рабочий вариант, и он уже работает, и мы уже предоставляем соответствующие документы в электронном виде. А причина банальна, то, что правительством Российской Федерации проводится эксперимент по переводу всех услуг на платформу ЕПГУ. Значит, вот в соответствии с этим экспериментом, наше агентство, в частности, наше управление, одно из первых перешло на оказание этой государственной услуги через портал госуслуг. Что еще в этой... А, ну, можно сказать еще и еще про одно преимущество этой системы, то, что не все документы необходимо предоставить. Когда в электронном виде оказывается государственная услуга, перечень документов, там, кстати, на портале все есть, не все документы, которые перечислены в перечне документов, которые необходимы для подачи и для получения этой государственной услуги, могут предоставляться, так как половина документов, получение половины документов, ну, не половина, а значительная часть этих документов, возможно, через межведомственные электронные взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. И с заявителями не нужно бегать по, скажем так, этим федеральным органам исполнительной власти или их учреждениям и получать там какие-то справки, там, информацию, которая требуется для получения этой государственной услуги. Вот, ну, как бы я вам рассказал про последние инновации, которые у нас есть. Больше, как бы я вот... Вот у меня на памяти нет ничего. Ну, можно было поговорить еще про... Крымский мост, с которым мы сейчас плотно работаем, потому что, ну, опять же, сами понимаете, задача стратегическая и в период ремонта, восстановления, вернее, Крымского моста и в период в последующем, все-таки на правительственном уровне принято решение работу паровной переправы не приостанавливать, дофинансировать ее, в частности, если раньше у нас не было возможности проведения досмотра на паровной переправе большегрузов, то на сегодня принято уже решение о выделении нам соответствующего бюджетного финансирования для приобретения аж четырех медикам, которые будут расположены как на Кавказской территории, так и на Крымской. Очень много работы в этой области проводится, и практически, да, с учетом того, что уровень безопасности повышен, у нас конкретно вот для этих объектов, которые задействованы в работе паровной переправы, введен еще один, скажем так, критерий категорирования, это угроза безопасности, которая может привести чуть ли не к прямому совершению акта незаконного вмешательства, в соответствии с которым всем объектам, которые задействованы в деятельности переправы, присвоена вторая категория, хотя по количественным показателям критериев категорирования в обычном режиме, там, в лучшем случае, еле до третьей дотягивает. Ну, что еще? Ну, вот, как бы, из таких значимых событий финансирования, ну, финансирование вам не интересно, потому что, как бы, это наши внутренние дела с обеспечением деятельности подвесностных организаций. Ну, наверное, все. Если будут какие-то вопросы, вдруг что-то забыл, спрашивайте, будем пробовать рассказать и объяснить что-то. Так, ну, а следующим у нас по записи в программе проведения нашего мероприятия выступление Андрея Александровича Новика, начальник отдела обеспечения транспортной безопасности и охраны транспортных средств, объектов транспортной инфраструктуры, службы морской безопасности. Если Андрей Александрович здесь, прошу, к барьеру. А где удобно? Включим, да, микрофон? Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу вас поблагодарить, что вы нашли время, возможность участвовать на данном форме, в данной секции. Федеральное бюджетное учреждение службы морской безопасности, как подвесная организация Росморишлоту, на основании постановления правительства 846 о реализации положения главы 11.2 СОЛОС и кодекс ВСПС, а также в соответствии с распоряжением Росморишлота ВР-110 и действующего устава, являются организации, отвечающие за реализацию положения кодекса ВСПС в области охраны судов, главующих под флагом Российской Федерации. Также служба морской безопасности является специализированной и уполномоченной организацией. Начиная с 2004 года и по сегодняшний день сотрудники службы постоянно проводят работу по внедрению и реализации требований, предусмотренные кодексом ВСПС, а с 2011 года помогают субъектам в проведении оценок уязвимости и разработке планов транспортной безопасности, как объектов, так и транспортных средств. За это время служба накопила достаточный опыт в данном направлении деятельности. С выходом постановления 16.37 субъекты должны были согласно новых требований разработать паспорта для неконвенционных судов, также провести дополнительную оценку уязвимости для конвенционных судов, разработать планов транспортной безопасности и закончить данную работу еще в апреле 2021 года. Но, как показала наша практика, субъекты даже спустя два года не в полной мере смогли реализовать данные мероприятия, так как постоянно сталкиваются с вопросами, возникающие в процессе реализации этих требований. И вот несколько вопросов я хотел сейчас озвучить. И хотел бы для вашего восприятия говорить, что я буду говорить про неконвенционные, то есть про конвенционные суда. Это про пункт 4 требований постановления правительства 16.37. Ну и первый вопрос, который актуальный на сегодняшний день, это обязательно ли наличие на транспортном средстве на судне членов экипажа, аттестованных в качестве работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Законодатель обязал субъекту в соответствии с подпунктом 20 требований постановления 16.37 обеспечить создание пункта управления обеспечения транспортной безопасности. Это отдельные помещения или участки помещения для управления техническими средствами и силами транспортной безопасности, в том числе оснащенные средствами управления связи, обеспечивающие взаимодействие как между силами обеспечения транспортной безопасности транспортного средства, экипажем транспортного средства, так и силами обеспечения транспортной безопасности объекта, с которым осуществляется В соответствии с пунктом 25, субъект обязан в соответствии с планом транспортного средства обеспечить непрерывное функционирование пунктов управления обеспечения транспортной безопасности, а также обработку хранения в электронном виде данных с технических средств обеспечения транспортной безопасности. В соответствии с пунктом 8, суда должны оснащаться в соответствии с утвержденным планом техническими средствами, обеспечивающими видеонаблюдение объектов видеонаблюдения на мостике, на кругах прохода, в местах размещения грузов. Соответственно, обработку, накопление и хранение видеоинформации и доступ к данным в соответствии с приказом 208 или пунктом 5, ч. 2, ст. 12. Между тем, внесение круглосуточной судовой вахтенной службы технических средств для ведения видеонаблюдения при нахождении судна в открытом море не несет никакой целевой нагрузки и пользы для обеспечения транспортной безопасности судна. Кроме того, по ряду объективных причин на суде невозможно организовать круглосуточную судовую вахтенную службу для этих целей. Это наш опыт. В частности, пункт 3.1 устава службы на морских судах, утвержденного приказом Минтранса 224 от 4 июня 2018 года, определяет, что эксплуатация судов осуществляется экипажами судов. Назначение и задачи экипажа – это обеспечение безопасной эксплуатации судов и безопасных условий труда, защита от выявленных рисков и постоянной готовности к действиям в аварийных ситуациях на всех этапах эксплуатации судна в море, у причалов на ремонте при наличии экипажа судна на борту. В соответствии с пунктом 3.2 устава задачи выполняются экипажами на основании международных договоров Российской Федерации, законодательством Российской Федерации по безопасности мореплавания, положениями системы управления безопасностью. Как видим, устав службы на морских судах транспортную безопасность к назначению задачам экипажа на судне не относит. В соответствии с пунктом 6.5 судовая вахтенная служба включает навигационную и машинную вахты. Навигационная вахта возлагается вахтенным помощником капитана, машиной – вахтенным механиком. Вахтенный помощник капитана подчиняется только капитану судна и несет ответственность за безопасную эксплуатацию судна и предотвращение загрязнения. Таким образом, судовая вахтенная служба не включает несение вахты в целях обеспечения транспортной безопасности. Также под пункты 1 и 2 требований по обеспечению транспортной безопасности обязывают субъектов назначить только лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте и на транспортном средстве. Но при этом не указывает обязательное наличие сил обеспечения транспортной безопасности на транспортном средстве для постоянного и непрерывного контроля данных, эксплуатационных и функциональных показателей технических средств обеспечения транспортной безопасности. Если посмотреть постановление 16.38, там четко об этом сказано. При первом уровне один человек, при втором не менее двух человек, при третьем не менее трех, кто связан с АТИ, они об этом прекрасно понимают и знают. На транспортных средствах, к сожалению, этого не указано. Можно сделать вывод, что в случае круглосуточного функционирования технических средств обеспечения транспортной безопасности, видеонаблюдения на судне, обработки, накопления видеоинформации не менее 30 суток и доступа к данным, установленным порядком, обеспечивается выполнение подпункта 25, это непрерывное, то что я говорил, функционирование пункта управления, без необходимости наличия на нем работников, аттестованные по седьмой программе. Согласны, нет? Все молчат? Естественно, согласны, да? Для исключения сомнений и правильности, вышеизложенного вывода, судоходной компании, спасибо, она здесь присутствует, мы им выражаем благодарность за это, был направлен вопрос Минтрансу, читаю его дословно, необходимо ли проводить подготовку и аттестацию членов экипажа судна в качестве работника, управляющего техническими средствами? Ответ Минтрансу. В своем ответе он пишет, прям читаю дословно, что членам экипажа для выполнения ими работ по управлению техническими средствами целесообразно проходить соответствующую подготовку и аттестацию. Другой компанией было получено предостережение Ространснадзора уже, в котором одним из недостатков было указано, что отсутствие в плане сведений о членах экипажа, аттестованных в качестве работника, управляющего техническими средствами, в период следования судна по маршрутам. Для нас, как для специализированной организации, если Минтранс сказал целесообразно, для нас это равно, что ИМА рекомендует. Но при этом ни Минтранс, ни Ространснадзор ссылку на пункт в соответствии с чем они хотят, чтобы был аттестованный сотрудник, к сожалению, нет. Ни на устав службы, ни на правила МППСС, ни КТМС, ни СУП, ни требований, ни 16 ФЗ не указали. Но сказали целесообразно, а Ространснадзор выставляет замечания. Ссылок нет. Поэтому, конечно же, какой вывод можно сделать? Выводы делайте сами. Мы, как специализированная организация, в целях утверждения ваших планов, в целях, чтобы у вас не было замечаний, нам приходится прописывать седьмую категорию и не одного человека, и не два человека, а целых три-четыре в зависимости, как у вас поставлена вахта. Но два минимум. Хотите вы этого, не хотите. Не хотите, сами планы одобряйте и с Росенснадзором разговаривайте. Ну, это первый вопрос был. Второй вопрос, который действительно всех коробит, это введение перечня штатных должностей юридических лиц. Многие субъекты просто, видать, по своему незнанию не понимают, чем они сталкиваются. Мы все-таки, как инспектора, пускай по кодексу СПС к этому очень трепетно относимся. Почему? Сейчас буду пояснять. Согласно по пункту 29, субъекты в целях обеспечения транспортной безопасности должны утвердить перечень штатных должностей работников юридических лиц, которые выполняют свою деятельность в зоне транспортной безопасности на законных основаниях. Все эти перечни вы знаете, да, все заполняли. Вот. Мы до определенного момента, пока нам не указали вышестоящие органы, полагали, что юридические лица, которые работают на транспортном средстве, да, типа выполняют свою задачу официально и так далее, это те лица, которые все-таки включены в судовую роль, которые постоянно находятся на судне, да, во время его работы, а не те лица, которые пришли на 15 минут и ушли, отработали и ушли, да. Это, допустим, инспектор российского морского регистра пришел, освидетельствует судно по КТМС или по СУБУ, через два часа ушел. Докеры, которые занимаются погрузкой, разгрузкой вашего судна, да, пришли по списку и ушли. Вы их как записываете? Вы их записываете как посетителей, правильно? Ну, допустим, я как инспектор ВСПС пришел на судно, 15 минут, 20 минут там, да, то есть там 3 часа, неважно, отработал, ушел, ПСК, ФСК, пришли, посмотрели, ушли. Вы их записали? Нет. Это юридические лица, да. И то, что говорят, что представители ПСК и ФСК, там, и так далее, это представители властей, они власти, ну, не федеральные. Дальше. Согласно подпункту 15 требований, субъект обязан при изменении, влекущих изменениях сведений, читая дословно, содержащихся в плане, обеспечить проведение дополнительной оценки уязвимости, ее утверждению в установленном порядке, а также обеспечивать внесение изменений в план транспортного средства в части, касающихся произошедших изменений, и предоставление актуального плана транспортного средства на переутверждение вросмаричных флот в течение трех месяцев со дня возникновения таких изменений. Следующие планы оформляются в виде текстового документа, да, это вы знаете с графическими план-схемами, в случаях и сроки, установленные требованиями по обеспечению транспортной безопасности, в соответствии с статьей 8, в том числе при изменении информации, содержащейся в плане или копиях документа, это 225 приказ говорит, являются, которые являются в положении плана, субъекты должны направить изменения в планы, заверенные копия и вросмаричных флот, да, то есть опять все переделать и так далее. Если при буквальном и системном толковании вышеизложенных марм, которые прописаны у нас в приказах и в постановлениях, можно сделать вывод о том, что в каждом случае внесения изменений в вышеуказанной перечень штатных должностей работников субъект, должен направлять в Росмаричный флот планы, заверенными копиями, да, измененные, да, провести дополнительную оценку, а также обеспечить внесение изменений вот в этот перечень. Вместе с тем, в силу специфики отрасли, субъекты и капитан судна могут только перед заходом в порт узнать, с работниками какого юридического лица они будут работать и, следовательно, чьи работники допускаются в зону транспортной безопасности и транспортного средства. Я думаю, что вы со мной с этим согласны. Поэтому в вышеуказанный перечень штатных должностей придется вносить изменения практически при каждом заходе в порт. Как следствие, при каждом заходе в порт необходимо направлять в Росмаричный флот оценку, план, да, соответственно, ваш перечень и все это делать постоянно. Данный подход выглядит явно налагающим избыточные обязанности на субъекта без видимого положительного влияния на обеспечение транспортной безопасности конкретного судна. На основании вышеизложенного полагаю, что необходимо и далее продолжать работу в совершенствовании требований в области транспортной безопасности в целях уточнения и конкретизации применяемых формулировок и оптимизации практического их применения. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Что ты говоришь, Андрей? Управление силами обеспечения транспортной безопасности и на транспортном средстве, и на объекте, которые привлекаются к защите. Вы привлекаете, вы объект нагибаете по полным планам, да, да? Вот. А защита-то судна. На судне где? Что? Там что, силы обеспечения транспортной безопасности нет? Зачем ты на судне, к судну потом к плану прикладываешь договор, блядь, на защиту? Валерий Иванович, смотрите, когда судно имеет технологическое взаимодействие с объектом, а когда судно в открытом море… Да. Непрерывность-то пресекается. Где у тебя допущение приостанавливать систему, вернее, работу по ста пунктам управления транспортной безопасности? Видеокамеры стоят, все пишется, да? Есть лицо ответственное, которое это смотрит, просматривает. А постоянно сидеть в монитор, смотреть, зачем? Море круто. Угрозы… Угрозы безопасности давно читал 1653? Читаю, да. Модель нарушителя давно читал? Что там может быть не только внешний нарушитель, но и внутренний, предатель, блин. А как ты будешь защищать судно, если ты на предателя не обращаешь внимания, которые могут, блин, захватить управление судном там и так далее, и так далее. Не все угрозы ты закрываешь, а вот этим вот облегчением как бы ты перечень угроз сокращаешь до удобного тебе. Вот на мой взгляд. Так мы не спорим. Если надо, пускай в требованиях пропишут назначить лиц, обеспечивающих, при первом уровне два человека, пускай они смотрят в монитор. Они не понимают субъекты… Вот с этим я согласен. Конкретизировать, да, потому что… Вот из-за чего вот такие вопросы, такие выступления рождаются? Из-за того, что документально что-то недорегламентировано. И поэтому вам и нам приходится догадываться, что регулятор пытался заложить в ту или иную норму. И нужно или не нужно этого делать. А Николаевич правильно говорит на предмет того, что, ребят, а он уже практик, он уже считает. Если больше семи часов, то блин, как это один человек? И как это будет? Там они практически все на мостике заняты своим делом. У каждого есть своя куча задач. И еще кого-то там дополнительно. Или нагружать еще капитана, или кого-то там штурмана, или кто там рулевого. Еще дополнительными обязанностями. Вот над чем надо думать, кому поручать эту работу. Через дополнительные, скажем так, обязанности. Через доплату, пускай в конце концов, если нет другой возможности. Не знаю. Это мое мнение. Поэтому... Во! Во! Сейчас. Давай, Максим. Сейчас мы что-то. Хорошо, да. Значит, вопрос-то в следующем. Я не знаю, Андрей ссылался на наше ли письмо в Минтранс. Мы, похоже, вопрос задавали. А тестовывать ли по седьмой категории? И второй вопрос в этом письме был. А что мы понимаем по терминам управления техническими средствами на судне? Когда мы смотрим в монитор. При том, что у нас суда уже оснащены и СКУД, и видеонаблюдением. Пока больше оснащать нечем, пока мы ракетные комплексы не поставили. Собственно говоря, как управляет тот самый оператор? Я не знаю, с кого я его назначу при минимальном упаковке 3 человека. Ну да ладно. У меня будет аттестован Старпом по двум категориям. Вот он что делает, как управляющий техническими средствами? Вот. Вот. Вопрос. Управление. Вот, я говорю, вот, может быть, это и недопонимание родилось из-за того, что формулировки у нас такие. Пункт или пост управления транспортной безопасностью, а не техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. У него одна из задач управления техническими средствами. Но он, в первую очередь, должен управлять силами обеспечения транспортной безопасности. Понимаешь, нет? Да вот из-за этого, может быть, вот эти все недопонимания. И по поводу второй части твоего выступления тоже. На предмет перечня должностных юридических лиц. Опять же, это я свое мнение высказываю, я не знаю, кто-то может и обижаться не за что. Понимаешь, мы этот вопрос поднимали на межведомственной рабочей группе, выступили против того, чтобы из перечня исключить перечень должностей юридических лиц, осуществляющих на законах основания деятельность, представители ФСБ, которые сказали, значит, это вот может быть, я не знаю, но ты много работы проводишь, я знаю, как ты работаешь, как, ну, много работаешь и много взаимодействуешь. С судовладельцами со всеми делами. Может быть, тебе никогда не попадалось, но там аргументация была такая у них. А каким образом, вернее, а почему не составить перечень юридических лиц, которые работают в буфетах, которые принадлежат другим юридическим лицам, в концертных бригадах, работников сувенирных лавок там и всяких этих бутиков, аниматоры, которые нанимаются от другого юридического лица, и он в рейсе только выступает в роли, там, клоуна, скажем так. И вот про этих людей разговор-то идет, и о том, что они должны быть включены в перечень этих должностей юридических лиц, которые на законных основаниях. А это нужно, как они говорят, для организации пропускного режима на судне, для контроля обстановки на судне. Ну, аргументация такая. И после того, как предложили вот эту вот, этот перечень убрать, я не знаю, Дим, ты был тогда на этом совещании международной рабочей группой, нет? Ну, а, Александр Иванович был. Вопрос был снят и перечень оставлен. Понимаешь? Не наша эта прихоть. Мы и Министерство транспорта, и мы сами, что называется, ходим под, скажем так, ну, включаемся в такие обстоятельства, когда те мероприятия, которые нами осуществляются, нужно согласовывать с взаимодействующими органами. Мы, может быть, за. А у, скажем так, у ФСБ и МВД свои резоны, и они против того, чтобы мы исключались в перечне такие, в смысле, из состава документов, Организационно-распределительных актов, такие документы, как эти перечни. Ну, мы же понимаем с вами, что этот перечень юридических лиц не только распространяется для российских там компаний, да, когда судно в российском порту. Соответственно, в иностранном порту они тоже должны записывать. И постоянно пришли записать. Андрей, за посетителей ты прав. Работы, в смысле, работников? У нас план транспортной безопасности включает в себя план охраны, да, они приходят по плану охраны, получается, как посетить. У нас на судне, если привлекаются силы обеспечения транспортной безопасности, какого-то подразделения транспортной безопасности, они тоже являются юридическим лицом, который на законных основаниях осуществляет деятельность в границах зоны обеспечения транспортной безопасности, транспортного средства. Их тоже надо включать. Понимаешь? Ну, тут вопрос дискуссионный, ну, можно много чего говорить, но, во всяком случае, у нас работники, которые рассматривают результаты проведенной оценки визимости и планы обеспечения транспортной безопасности, они, ну, как правило, замечание вот в этом плане следующее, прерывается непрерывно, вернее, не соблюдается принцип непрерывности обеспечения транспортной безопасности транспортного средства. Вот в период стоянки в порту и постпункты работает, и привлекаются работники объекта транспортной инфраструктуры для организации функционирования поста пункта управления транспортной безопасности, а в рейсе у меня это судно практически брошено. И те люди, которые, вот, как я говорил, из перечня потенциальных нарушителей, такие как внутренние предатели, там, подобные категории элитов, они практически не контролируются на судне. Опять же, сколько было случаев, когда в рейсах, вот, читаем сводки о событии в Адонском заливе, там, маленькая лодка подошла, борт низкий, или залезли на борт и воруют, даже экипаж не замечает, как воровство осуществляется. Ну, давайте уже, наверное, остановимся на этой теме. У каждого есть свое мнение, Андрей Александрович озвучил свою точку зрения, если будут у кого какие-то мысли по этому поводу, то, ради бога, будем... Пожалуйста. 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 Спасибо. Пожалуйста. уть Спасибо. 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 Артикморнефтегазразведка. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю организаторов за возможность участия в таком авторитетном мероприятии. Тема моего доклада сегодня – это предложение и практика реализации системы мер обеспечения транспортной безопасности ООО «Артикморнефтегазразведка». Своё выступление могу не начать с истории предприятий, которое внесло огромный вклад в развитие нефтегаза в отрасли России, а в советское и постсоветское время данное предприятие было под образующим предприятием Лурманской области. Ранее это был треск, да, извините, это было федеральное государственное инвентарное предприятие, а в настоящее время это акционерное общество «Артикморнефтегазразведка». Далее я буду его называть «АМНГР» сокращенно. «АМНГР» оказывает услуги морского бурового подряда в нефтегазовой сфере, предметом деятельности которого является обеспечение поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений на кондитентальном шельфе и островах Арктик, море России и за рубежом. «АМНГР» является дочерним предприятием «АО «Зарубежнефть». На данном слайде представлена информация о развитии «АМНГР», начиная с образования Треста в 1979 году, открытием крупных и значимых для данной отрасли месторождений, в том числе приразломанного месторождения. Но и наши дни – это строительство буровых скважин социалистической республики Вьетнам и другие коммерческие проекты на территории Российской Федерации. На данном слайде я постарался изобразить важные для «АМНГР» нефтегазовые проекты, реализованные на кондитентальном шельфе России и других государствах. Мы перейдем к нашей с вами профессиональной теме – это тема транспортной безопасности. Флот «АМНГР» состоит из самоподъемных плаучей буровой установки «Невская» и самоподъемных плаучей буровой установки «Мурманская». В соответствии с федеральным законом номер 16 «АМНГР» является субъектом транспортной инфраструктуры, введение которого находится объект транспортной инфраструктуры второй категории – ФБУ «Невская». В настоящее время «АМНГР» выполнил все меры и предписаны нормативно-правовыми актами в области обеспечения транспортной безопасности в строке, указанных в требованиях. К ним относятся, но не ограничивается предоставление сведений в Федеральное агентство «Московичного транспорта» для присвоения категории объекта в назначении лиц, ответственных в субъекте и на объекте за обеспечение транспортной безопасности. Подготовка и аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, проведение оценки вязвимости, разработка и утверждение плана обеспечения транспортной безопасности. Привлечено подразделение транспортной безопасности для защиты объекта от актов незаконного вмешательства, а также объект оснащен всеми необходимыми техническими средствами для обеспечения транспортной безопасности, обеспечивающей функции по видеотеррификации, видеораспознаванию, оборужению и мониторингу, сертифицированной соответствующей правовым правительством номер 969. А также имеющие свидетельства о том, что имеющие свидетельства, выданное Российским Морским Регистром Судоходства, свидетельствующие о том, что система видеонаблюдения способна выполнять свои функции в агрессивной морской среде. С целью конституции мнений и практики методов в области обеспечения транспортной безопасности, по ВМГР направила в адресных предприятий, являющихся также объектами транспортной инфраструктуры, эксплуатирующих морские и боровые платформы, свои предложения в части касающихся внесения изменений в нормативно-правовые акты в области обеспечения транспортной безопасности. Взаимодействие осуществлялось с такими предприятиями, как «Газпромник шельф», «Газпромник шельф-проект», «Черноморник», «Секрас», «Дальний Восток», «Оэлл» и «Сервис», а также в настоящий время работы ведутся с дочерними предприятиями «Пауэлл». Деятельность по разработке нефтяных и газовых месторождений и строению бурения осуществляется в исключительно экономической зоне и на кондентальном шельфе, что является особо значимой деятельностью для экономики страны. Антитеррористическая защищенность искусственных островов, установок и сооружений осуществляется в соответствии с положениями постановления правительства номер 1638 и пункта 8.1 статьи 12.3 Генерального закона номер 16. Однако при реализации мероприятий перечисленных требований возникают определенные правовые коллизии, а также отсутствие отдельных мер для искусственных островов, установок и сооружений, что, по нашему мнению, лишает возможности субъектно-транспортной инфраструктуры в полной мере исполнять действующие законодательства в сфере транспортной безопасности. К таким предложениям относятся, но не ограничивается, пропускной режим. В соответствии с подпунктом 44.5 требований, допуск физических лиц на искусственные острова, установки и сооружения осуществляется по спискам, заверенным лицам ответственным за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, а материальные пропуска для перемещения материал-технических объектов не оформляются. При реализации данной меры уровень возможной террористической угрозы намного выше относительно реализации мер для типовых объектов транспортной инфраструктуры, морского и речного транспорта, на которых допуск физических лиц и зоны транспортной безопасности осуществляется по постоянным пропускам, согласованным с территориальными органами Федерального службы безопасности и органов иммунцевых дел на транспорт, в соответствии с правилами допуска на объект транспортной инфраструктуры. Примером эффективности реализации данной меры требований можно считать опыт одного из субъектов, эксплуатировавшего морскую боровую платформу. Субъект согласовался с территориальным органом Федерального службы безопасности и органом внутренних дел порядок согласования и выдачи постоянных и разовых пропусков, вследствие чего на согласовании постоянного пропуска была предотвращена покупка посещения борового комплекса членом Международной террористической организации ЕГИЛ. Наше общее предложение – это внесение изменений в требования в части, касающиеся правила допуска физических лиц на искусственные острова и установки сооружения, а именно исключение из текста требований под пунктом 44 пункта 5. Далее, ответственность подразделения транспортной безопасности за защиту объекта тактики незаконного вмешательства. В соответствии с пунктом 3 пункта 5 требований, субъект транспортной инфраструктуры обязан образовать или привлечь для защиты АТИ от актов незаконного вмешательства подразделения транспортной безопасности. В то же время, такое подразделение при заключении контракта совершает мероприятия по проводному и внутриобъектовому режиму, включающие в себя проведение досмотра, повторного досмотра и дополнительного досмотра, наблюдения и собеседования, управления техническими системами обеспечения транспортной безопасности, реагирования на подготовку или совершение акта незаконного вмешательства, а также задержание на расстоянии и применение специальных действий по отношению к таким и так далее. Таким образом, фактически все мероприятия по защите атаков незаконного вмешательства, незаконного допуска вне зон контрольно-пропускных пунктов, а также пронос запрещенных предметов и веществ в зон транспортной безопасности объекта осуществляют привлекаемое подразделение. Но ответственное за неуполнение или некачественное выполнение данных мер требований остается за субъектом транспортной инфраструктуры. То есть в случае, если подразделение транспортной безопасности пропустит в зону транспортной безопасности лицо, не имеющее законных оснований для нахождения в зоне транспортной безопасности, или выполнит процедуру досмотра, повторного досмотра и дополнительного досмотра некачественного, вследствие чего в зоне транспортной безопасности будет допущен запрещенный пронос предмет или вещество ответственное за данные решения, будет субъект транспортной инфраструктуры, а не подразделение транспортной безопасности. В отношении субъектов при выявлении такого нарушения будет возгождено административное дело, а в более тяжкие случаях уголовное дело за неуполнение требований. В настоящее время субъекты транспортного 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 используемые для рассмотра, оказываются не сертифицированными в соответствии с постановлением правительства номер 969. Для работников таких подразделений установлены низкие условия оплаты труда, а для их повышения работникам предлагается работать без трудового управления в избежании оплаты налогов и сборов. Также такие недобросовестные поставщики услуг по защите объектов от актов незаконного вмешательства участвуют в электронных аукционах по 44-му федеральному закону о государственных закупках и применяют меры демпинга, ограничивая участие добросовестных поставщиков, так как цена при демпинге уже ниже себестоимости участия, которые будут включены в технологии, аттестацию, закупку текущей средосмотра и прочее. И в таких случаях закупка либо срывается, вследствие чего объект может быть оставленным без защиты на время проведения повторных тендерных процедур, либо в тендере побеждать небросовестных приключений. Соответственно, качество и уровень закупки объекта, а так как незаконный мешок за самопытность с вышеизложенным, остается низким, а степень уязвимости объекта его культурских элементов высоким. Наше общее предложение – это принятие мотивно-правового акта, регламентирующего личность и ответственность подразделения транспортной безопасности, также меры, в случае которых подразделение транспортной безопасности может быть лишено аккредитации или аннулирования сведений с обеспечением транспортной безопасности и его работы. Данная мера позволит качественное управление на защите объектов, а так как и выполнение жительства, а рынок подразделения транспортной безопасности станет более устойчивым для добросовестных поставщиков. Следующее у нас – «Ограниченный доступ». В соответствии с постановлением правительства на 1527, сведения, содержащиеся в оценке визуальности и обеспечения транспорта безопасности. И паспортом обеспечения транспорта безопасности является информация, ограниченная доступа. В соответствии с пунктом 4 правила обращения допускается обращение с информацией о граничном доступе. Это исполнителям работ на объекте транспортной инфраструктуры в объеме сведений, необходимыми для выполнения таких работ, силам обеспечения транспортной безопасности на объекте и силам обеспечения транспортной безопасности на других объектах в целях обеспечения взаимодействия между указанными силами. Допуск осуществляется на основании фискального распределения лица ответственного за обеспечение транспортной безопасности в субъекте или ответственного за обеспечение транспортной безопасности на объекте или руководительства экспонсированной организации. Сведениям оценки визуальности отмана бесплатного транспорта и отмена того же самого паспорта обеспечения транспортной безопасности относятся техническое оснащение объекта инженерно-техническими и техническими средствами досмотра и техническими средствами транспортной безопасности, схемы размещения пасхов, пунктов управления, критических элементов, технические характеристики самого объекта, количественные составы подразделения транспортной безопасности, необходимые для защиты объекта от актов незаконного мышления, оснащенные специальными средствами досмотра и персональными средствами видеосрекции сил обеспечения транспортной безопасности, подразделения транспортной безопасности И многое другое. По сути, является нарушением правил обращения. Специальный злоумышленник, изучив подобную документацию, будет располагать сведениями о количественных и качественных показателях себя и контракт безопасности на том или ином объекте. Частота их обходов, объезда, и прочее. Такая информация может являться следующим фактором для совершения акций незаконного решения в том числе и туристических акций. Так, к примеру, в общем, может быть информация о государственном контракте по защите мостового перехода через Керченский пролив. Изучив положение контракта, подразделение злоумышленник будет располагать информация о дискутации всех поставок обеспечения транспортной безопасности, их количестве, их подключении, уровне подготовки. И даже в этом контракте указано положение о заработке в плате всех работ, привлекаемых для защиты этого объекта. Также в открытом доступе хранится информация о договоре по защите объектов транспортной инфраструктуры с наименованием склад ГСМ, а также незаконного вмешательства, обеспечивающий воздушно-сюда авиационным топливом в Международном аэропорту Внуково. Изучив данный договор, можно также располагать полными сведениями о составе подразделений транспортной безопасности, оснащенной схеме выставления постов обеспечения транспортной безопасности и их маршрутов патрулирования. И также, что немаловажно, в открытом доступе хранится информация о результатах проведенных контрольно-надзорных мероприятий, выполненных Ространснадзором. Информация, включая в себя описание конкретных неисполненных мер требований на то, более ином объекте. К примеру, отсутствие на объекте технических средств обеспечения транспортной безопасности, отсутствие привлеченного подразделения транспортной безопасности, отсутствие средств для сметки и прочее. Располагая такую информацию, в целом нужных будет осведомлено в степени защищенности объекта тактического законного вмешательства. С позиции компании, обеспечивающих услуг, это, возможно, очень удобный сервис для поиска клиентов, у которых не выполнена та или иная мера. Для нас, как и для субъектов, это большой риск. Наше общее предложение – это внесение изменений в правила обращения, регламентировать порядок предоставления необходимой информации для потенциального поставщика услуг, а также ответственность за распространение этой информации, избежав возможности использовать эту информацию миксами, планирующими в совершении акта на законном институте террористический акт. И, к слову, в настоящее время, такие работы по ограничению доступа к высшей перечисленной информации в тендерной документации уже применяются в нескольких субъектах Российской Федерации, но в сфере дорожного действия. Потому что в то же время эти работы привели к монополизации участия в данных контрактах единственного поставщика за высшую начинку оказания. Для понимания, кратко, расходясь в положение государственного контракта по защите мостового перехода через Керченский пролив, стоимость поста там равна 20 рублей в час, включая НДС. Стоимость поста по защите мостового сооружения субъекта одного из регионов, создавшего условия по ограничению доступа к информации по оснащению постов, количество постов, хотя бы для аттестации, сил обеспечения транспорта безопасности и прочее равны 1427 рублей в час без учета НДС, так как используют применять упрощенную систему налогового обложения. Это говорит о том, что необходимо учитывать также при разработке изменений в правил обращения и порядок публикации информации по тенденциальной коммуникации исключение возможной подобной монополизации. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Готовы к ответственности. Спасибо большое, Максим Витальевич. Предложения ваши, я вот считаю, довольно-таки такие интересные. Вот как бы такую вот, скажем так, презентацию нам бы поиметь в оргкомитете, или она есть? Я могу вам направить лично письмо со всеми этими предложениями, включая эти предложения и многое другое. Сейчас это письмо находится на согласовании в корпоративном центре в зарубеже нефти, и как только оно пройдет согласование и будет направлено в комитетный орган, копию этого письма я направлю также для вас уже с новичком. Спасибо, Максим Витальевич. Я думаю, что мы изучим ваши предложения еще дополнительные, и вполне возможно, что-то может быть даже чем-то, мы даже попользуемся для внесения соответствующих предложений при корректировке наших нормативных правах актов. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Так, значит, в следующем у нас поискте, в той мере и в тех определениях, которые нам предписывает 969 и соответствующий ГОСТ, согласно количеству критических элементов на тот момент определенных 678 по становлению преступной, в виде того, что у нас в машине внесется вахта, в запросе Минтранс мы это и определили. Что случится, если на момент какого-то несчастного случая система не обесточится, пожар, а в машинном отделении останутся люди? Ну, ответ был, что вы как бы устанавливаете все согласно 969 и соответственно со всеми электромеханическими устройствами управления, а если что, то СКУД отключит оператор. Ну, вопрос в том, что IC-оператором что-то случится. Ну, еще раз уже не забегая вперед, по паспорту скажу, что критический элемент у нас один, как только, слава богу, наступило 8 октября, потом ноябрь 2020 года, вступило новое постановление в силу, мы его прочитали и увидели, что теперь у нас может быть не три критических элемента в обязательном порядке, а ровно то, как это описано, какие-то механизмы помещения, ну, мы обосновали это и в модели нарушителей, в оценке уязвимости, так как паспорт это стал первый документ, ну, поправьте меня, если это не так, в истории транспортной безопасности, которая разрабатывает и утверждает субъект, и по сути подтверждает ту статью, где вообще, в принципе, за обеспечение транспортной безопасности ответственность несет субъект транспортной инфраструктуры, и, собственно говоря, у нас критический элемент один, это рубка. Иначе количество критических элементов, мы вот в дискуссии с коллегой одним, значит, и спецорганизацией, что даже якорная цепь может быть обоснована в качестве критического элемента, исходя из той формулировки, которая сейчас есть, 1637. Чуть лучше с тройным приказом, где под звездочкой, кстати говоря, осталось то самое старое определение критического элемента, где все-таки написано, что вывод его из строя должен привести к частичному либо полному прекращению функционирования. Вот. Если бы оставалось три критических элемента, я думаю, мы бы продолжали эту битву, но имея на руках предписание штраф и, собственно говоря, позицию Министерства транспорта и морского регистра, который написал, что данное оборудование входит в состав обязательного к сертификации, вызов инспектора регистра подразумевает только с той точки зрения, насколько вы правильно прошли переборки, куда вы заложили все, собственно говоря, в какие кабель трассовые и что с ними случилось после. Саму систему мы не сертифицируем. Мы начали устанавливать СКУД, уже процесс практически подошел у нас к концу. Но обосновать на судне работу системы СКУД, даже когда она успешно функционирует, на дверь распашонку. Вот у нас есть суда старых проектов, такая из надстройки, тоже СКУД, это целая песня, как это установить. Так вот, тоже очень сложно. Здесь как бы так, как это четыре двери в рубку, которые во время любых, ну, коллеги понимают, да, во время швартовки судна двери постоянно открыты, постоянно идет разрыв цепи. Я не знаю, как это обосновывать потом, если кто-то запросит в течение 30 суток те данные из технических средств обеспечения транспортной безопасности. Ну, пока не знаю, но я думаю, во время первой же проверки узнаем и вступим в этот диалог. Значит, что касательно технических средств, наверное, все, но очень коротко остановлюсь на средствах связи, то, что, ну, с удивлением себя на одной из выставок увидел, что у нас появились УКВ-радиостанции, сертифицированные при установлении 969. Вопрос, а зачем это нужно? В связи с чем такая необходимость? Нам сказали, ну, как же, в требованиях. Мы почитали требования, там мне указано, что это технические средства обеспечения транспортной безопасности. Мы писали запрос в Минтранс, Минтранс с нами согласился, потому что на судне, как вы знаете, уже есть два комплекта УКВ. И что эти два комплекта УКВ вполне, собственно говоря, обеспечивают те задачи, которые стоят перед силами обеспечения транспортной безопасности на транспортном средстве. Кроме того, не смог нам производитель ответить, честно скажем, чем вот так разительно отличаются эти сертифицированные радиостанции от тех, которые есть на судне. Может, они как-то защищены, может, у них судовое исполнение есть, но нет. Вообще, вот, кстати, заканчивая тему с техническими средствами, хочется сказать, что, наверное, вот только попав в транспортную безопасность, связанную с морским транспортом, я действительно могу сказать, что здесь учет вот того пресловутого морского исполнения, оно действительно чревато. Чревато безопасностью мореплавания в целом и, наверное, имеет над собой большую нагрузку, что не просто так. И как мне один раз сказали в одном не очень приятном диалоге, что, Максим Анатольевич, если вы хотите оспорить замечания, покажите, где в 1637, 16 ФЗ и в любом законодательстве по транспортной безопасности указано, что это оборудование или какие-то мероприятия должны согласованы быть с регистрами, где написано, что какое-то оборудование должно иметь морское исполнение. Ну, я не нашел. Не нашел я пока. Вот. И уже не надеюсь. Далее по подразделению. Здесь тоже коснемся технических средств. Технические средства досмотра, которые, в принципе, должны обеспечить субъекты их наличие на транспортных средствах. Мы почесали голову, написали опять запрос. А если мы привлекаем подразделения, у которых эти средства досмотра есть, мы выполняем требования, нам ответили да. Но тут с удивлением для себя мы увидели, что, в принципе-то, юрлицо, которое аккредитуется в качестве подразделения, не обязано на момент аккредитации предъявлять наличие этих пресловутых досмотровых средств. Что странно. У меня со временем возник другой вопрос, который, как бы, может, в мем превратился, где катер называется. То есть, очень странно, что подразделение, которое осуществляет защиту от АНВ, не имеет транспортного средства, на котором оно сможет быть. Давайте опустим открытую-закрытую границу. Как он вообще пойдет в судно-нареде? Как он придет ко мне? Вот на чем? Кто ему должен обеспечить это маломерное средство, на котором его группа быстрого реагирования попадет к месту, собственно говоря, осуществления этого акта незаконного вмешательства? Ну, ладно, разобраться бы со средствами досмотра. Надо сказать, что на практике действительно у большинства подразделений средства досмотра есть. И здесь мы получили это облегчение, с одной стороны, ну, хотя бы мы не закупаем те средства досмотра, которыми никто, кроме подразделения, пользоваться не может в силу, собственно говоря, положения 227-го, да, приказа Министерства транспорта. А, собственно, до того, как подразделение пришло, ну, просто это лежит в сейфе и чистится на балансе организации постепенно амортизируясь. Это то, что касается подразделения транспортной безопасности. По 208-му приказу вот уже остановился, да, с точки зрения, что мы нашли ему вот это печальное применение, уже обращались к нам за данными из технических средств. Мы, имея суда, получается, в шести федеральных округах везде согласовали. Почему с этим спешили? Вот потому, что я наблюдал, как предыдущий порядок, который, кстати, назывался по-другому, там был порядок доступа, и из документов 5 страниц как-то так медленно вырос документ 30 страниц, где дублировались схемы размещения тех средств, и, собственно говоря, инспектор того или иного УГАН Ространснадзора, да, в федеральных округах, мог нести справки какие-то, и эта схема переставала соответствовать другой схеме из другого раздела плана. Ну, у нас в этом разделе, ну, в этих правилах сейчас 3 страницы, и уже мы учли одно пожелание, не основанное на каком, собственно говоря, законодательном акте. ФСБ попросило, чтобы данные представлялись не на основании письменного запроса, а МВД, поправлюсь, а ФСБ только услышал, а еще и на основании предъявления, в случае необходимости, на основании предъявления служебного удостоверения. Мы спросили, на каком основании, они сказали, мы так хотим, иначе вы будете долго. А какие возражения? Я говорю, да никаких просто оснований бы узнать. Но, нет, основания есть здравый смысл. Ну, мы, собственно говоря, согласились, потому что здравый смысл в этом действительно присутствует. Просто этот здравый смысл может вот привести к увеличению страниц в документе до того размера, когда это станет для субъекта, может, и критичным, какие то из тех или иных замечаний. Это то, что касается вот вновь вступившего порядка и нашей работы с ним. Ну, отдельно хочется, наверное, обобщая, остановиться на том, вот субъективно, где-то смотря, замечая на том, что мы, вот если сравнить 34-й и, поправьте, 10-25-й, как он у нас вступил? У нас один АТ, то есть мне с планами и оценками только в отношении одного объекта приходится иметь. Вот на самом деле 34-й, так или иначе, расписывал наполнение плана. Сейчас такого документа нет. Мы действуем, исходя из практики, наполняя план, ну, наверное, по тем же разделам, да? Может, все-таки какие-то методические создать указания, ну, какой-то документ, пусть рекомендаются. Ну, вот. Мне с одним планом легче. С чем столкнулись, опять же? Ну, не секрет, что многие порты, и эта тенденция продолжается, имеют вид слоеного пирога. У нас объект находится в Владивостоке, и пока мы попадаем на него, я прохожу сейчас три КПП, сейчас мы закончим реализацию плана, будет четыре КПП. Возможно, все-таки как-то прописать двусубъектовый план с точки зрения или соглашения в обязательном порядке обязующимся вот то самое пресловутое технологическое взаимодействие между АТИ и ТЭС, только, кстати, определение ни в одном из актов я тоже не нашел, что такое технологическое взаимодействие, но технологическое взаимодействие, или назвать его по-другому, между объектами транспортной инфраструктуры, которая подразумевает общее выполнение, возможно, единый пункт управления и обеспечения транспортной безопасностью, и на самом деле намного, возможно, более эффективное, намного более прозрачное выполнение этих требований. Опыт такой есть на других видах транспорта, возможно, он единичный, не буду как бы говорить в каком-то процентном, да, опять же, процентной выборке, но, в принципе, вот почему нет, потому что мы видим эту тенденцию практически по всем крупным морским портам, где наши суда стоят. Ну, наверное, с точки зрения новых вызовов, мы к ним готовы, будем также из последних сил и финансовых средств, собственно говоря, ну, наверное, все-таки вот, давдашись, надо понимать, если мы противодействуем новым угрозам, хотя среди этих девяти, я для себя нашел, честно говоря, что беспилотные аппараты, они подходят под угрозу размещения и под угрозу, если мы говорим об обстреле, по угрозу взрыва, да, но если это как по какому-то расширению произошло, это прекрасно, только хотелось бы понять, это тоже будут технические средства обеспечения транспортной безопасности, да, которые надо будет сертифицировать, это субъекту, это устанавливать. Нет, это, скорее всего, с ОБИЗом это уже отнесено к специальным средствам, и по всей видимости они будут... И на ком, вот вы сказали, приобретение? Мы поняли, начав проводить тренировки и привлекая, стараясь привлечь туда представителей ФСБ и МВД. Мы получаем обратную связь, вот просто короткий пример. У нас отрабатывалась угроза взрыва, значит, экипаж эвакуировался, стоит у трапа, а оба офицера стоят метров за 200. Я говорю, а что вы ушли-то? Может, что-то провели бы инструктаж, они говорят, пусть сюда идут, возъемное взрывное устройство, даже в теории, я говорю, вот там вот на верхней палубе, он говорит, так, ну, значит, разлет будет по районе метров 200, значит, там вот смертники у вас. Вот, вот такие, как бы, казалось для них очевидные вещи, для экипажа не очевидны. И для меня на тот момент, честно говоря, этот момент не учел. Вот эта взаимосвязь, она важна. И мы, кстати говоря, после того, как провели тренировки во всех филиалах, поняли, что угроза размещения ВУ и ВВ, но она наименее реализуема на наших судах. Вот в новом паспорте мы прописали все-таки угрозу наиболее вероятную, подведя, ну, не что подведя, обосновывая это всеми этими необходимыми матрицами, расчетами, это все-таки угроза захвата судна. Да, в нашем случае, скорее всего, это будет внутренний неподготовленный нарушитель. Но и тренировка будет интереснее. И мне кажется, мы должны исходить из той практики, которая показывает, ну, тем людям, которые не входят в силу обеспечения транспортной безопасности, что это не просто какая-то тревога, которая отыгрывается, там, по принципу, галочку поставили, инспектору предъявили. А это то, как работа тогда, там, с гидрокостюмами. То есть, если это пригодится, то может быть один раз в жизни, но эта жизнь потом продолжится. Ну, наверное, у меня все. Спасибо, коллеги, за возможность выступить. Спасибо большое, Максим Анатольевич. Я, как бы, благодарю вас за выступление. Маленькую реплику, просто не терпится. Вот, на мой взгляд, вот все ваши беды заключаются в том, что вы рассматриваете из тех возможностей, которые вам предоставило и правительство Российской Федерации, и федеральное законодательство, только вопрос привлечения, определения транспортной безопасности. С точки зрения формирования, я так понимаю, даже мысли не было, да? Но? Ну да, это вот выступление Андрея Занча, там, или и последующих товарищей. Мы проработали возможность, на самом деле, субъективно, индивидуально, прообъективно. Если у вас нет, или у вас, на вас их нет, на субъектах, на ритмах, выбор стен, создание подразделений в этих условиях не оказывающих старых услуг, экономические, детские соотношения. Максим, у вас есть юридическое лицо? Есть, конечно. Все? Вопрос решен. Не нужны никакие береговые базы. Правила аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности. Все. Специальные средства, ты говоришь, была бы возможность, велкам, статья 12.3 имеют право применять исключительно уполномоченные работники по подразделению транспортной безопасности. Досмотр, наблюдение, собеседование. Вы не проводите? Нарушаете статью 12.3. Я понимаю. Там, на берегу. А не бывает случаев, причавленных к объекту транспортной инфраструктуры, где нет подразделения? Все, Максим, я понимаю. Ну, скажи. Ну, это я понимаю. Ну, по-любому. Вот, на мой взгляд, все-таки, если бы вы получили статус подразделения транспортной безопасности вашего НИРО, то вы бы да практически все вопросы порешили. Сами. Ну, дай бог. Спасибо большое еще раз. Значит, и последнее у нас сегодня выступление. Холостова Александра Петровича, начальника отдела транспортной безопасности ФГБУ МП Черного моря на тему обеспечения транспортной безопасности морских портов Черного моря в условиях специальной военной операции. Ну, Александр Петрович у нас представитель одного из передовых подразделений, которые решают вопросы транспортной безопасности. Действительно, они при постановке задачи по обеспечению транспортной безопасности акватории морских портов это последние, скажем так, из объектов транспортной инфраструктуры, которые не подлежат категорированию и которые одновременно являются портовым средством, подпадают под международку, были включены в перечень объектов, не подлежащих категорированию. И вот одними из первых, которые реализовали все требования в отношении техкваторий, является администрация морских портов Черного моря, которые сейчас наступательно реализуют уже те планы обеспечения транспортной безопасности, которые мы утверждаем. Спасибо, Александр Петрович. Прошу вас. Уважаемый Валерий Владимирович, уважаемые коллеги, участники конференции, разрешите вас приветствовать от имени администрации морских портов Черного моря, ее руководителя Тузенкевича Евгения Владимировича на Всероссийской конференции, посвященной транспортной безопасности. Ежегодные конференции позволяют обсудить проблемные вопросы безопасности, подготовить, провести выработку эффективных решений в целях обеспечения транспортной безопасности. На объектах транспорта Российской Федерации, включая акватории морских портов. Презентации у меня как таковой не будет, чуть попозже, забегая наперед, просто оператор включит видеофильм, это администрация морских портов, мы ежегодно участвуем. И в составе оперативного штаба в морском районе бассейне, командно-штабных тренировках, учениях, ну ниже я остановлюсь на своем докладе, да. За регламенты выходить не буду, думаю, минут 5-6 у меня. Я скажу, когда включить. В состав морских портов администрации нашей администрации входят 11 портов. Порты Кавказа от Сочи до Тамани и порты Крыма от Керчи до Евпатурии. В условиях нарастания террористических угроз, связанных с активизацией деятельности на фоне специальной военной операции, обстановка в морских портах на Черноморском побережье характеризуется сегодня крайне напряженной. Территориальное распоряжение морских портов Российской Федерации в Черноморье, учитывая в первую очередь специфику проведения специальной военной операции, требует применения усиленных мер по обеспечению защищенности объектов морского транспорта от угроз безопасности. Артем, можно попросить включить? Просто будет видеофильм, легкое сопровождение музыки и я буду дальше по тексту своего доклада. К таким реалиям в отношении угроз безопасности в первую очередь, угрозы безопасности связаны с применением беспилотных аппаратов, это что в целом, разумеется, Валерий Владимирович запрашивал эту тему. Угрозы безопасности связаны с действиями ДРГ, направленные на нестабилизацию обстановки, и в обеспечении данных объектов, имеют место неоднократные факты применения противникам беспилотных аппаратов, в том числе и визитуты с декорацией, с целью нанесения ущербных объектов, в том числе и визитуты, а также анонимные звонки, именированные объектов морского транспорта. Это, к сожалению, больше связано с торговым Крымом, но, конечно же, по-другому, может быть, угрозы безопасности. Наибольший интерес противоборчившихся в структур Украины вызывают эти морские корпусы, как с тропой, в Керчичем, в Каманье, в России. Особое внимание активности противника отмечается в отношении таких объектов, как мостовой переход через Керчичный пролив, ранее крупнейшие объекты Духленно-Энергетического, связанные с внешнеэкономическим декорацией. Все вышеперечисленные угрозы морских корпусов стали реальностью. В районах расположения морских корпусов Чёрного моря действует уровень безопасности и в Крамово-Энергетического, установленный компетент Тимуал-Энергетического. В отдельных районах установлены желтые уровни юристической опасности. Особое место для торгового мореплавания также занимает неправильная санкционная политика международного государства. В условиях складывающейся обстановки администрация морских корпусов Чёрного моря реализует комплекс мер, которые определены законодательством Российской Федерации, планами обеспечения транспортной безопасности, системами реагирования на угрозы безопасности и взаимодействия с силовыми структурами в целях обеспечения безопасности мореплавания. В портах обеспечено проведение оценки уязвимости акватории морских портов, разработаны и реализованы соответствующие планы обеспечения транспортной безопасности. Организовано и обеспечивается взаимодействие, как я уже говорил, с оперативным штабом в том районе бассейне, с его оперативными группами на местах, с территориальными подразделениями силовых структур Министерства обороны, Черноморского флота, Росгвардии, ФСБ и МВД России, с органами исполнительной власти и местного самоуправления, с субъектами транспортной и саркологии. Эффективность систем позволяет и отрабатывается в ходе совместных служебных мероприятий, тренировок, учений, в реально складывающей обстановке, включая вознаграждение к угрозу безопасности. Это видеофильм, это был 2020 или 2021 год, это с пандемией, морской порт в Сочи. Администрация морских портов, капитаны портов, участвовали в командно-штабном учении, специальном учении, да, по ликвидации последствий террористических угроз. Несмотря на широкий спектр в целом успешно выполняемых задач, практика на юге России показывает, что имеет место необходимость оперативного решения вопросов, от которых зависит эффективность системы обеспечения транспортной безопасности объектов морского транспорта. А именно, я вот здесь хочу остановиться, оперативное приведение действующих законодательств в соответствии с реальными обстановками. Ну, это, конечно, ближе к югу России, но тем не менее. Прежде всего, в такой необходимости, полагаем, целесообразным отнести ускорение внесения изменений в федеральный закон о транспортной безопасности, часть 2, статья 5, позволяющая капитанам морских портов в связи с изменением обстановки в морских портах самостоятельно проводить дополнительную оценку уязвимости и вносить соответствующие изменения в планы обеспечения транспортной безопасности. То есть, как бы, с законом о транспортной безопасности предусмотрено, что оценку уязвимости разрабатывают специализированные организации, а планы наделены полномочиями капитаны. Но, тем не менее, мы, как говорится, государственные служащие, если субъекты или частные предприятия имеют право самостоятельно выбрать ту или иную организацию, то мы действуем через федеральный закон. Запрос котировок где-то в пределах до 3 месяцев может доходить вот эта, ну, назовем бюрократическая система. Поэтому пока выберем организацию, пока заключим договор, пока предоставим и начинаем разрабатывать совместную оценку уязвимостей, то проходит очень длительное время. Действуют сегодняшние нормы, не позволяют оперативно реагировать на изменения в обстановке, и, как правило, занимает значительный период времени. Ну и второе, значит, это внесение изменений в нормы законодательства, устанавливающие определение границ и ответственность субъектов транспортной инфраструктуры за обеспечение транспортной безопасности на участках акватории, которые де-факто используются как операционные зоны для проведения операции и обеспечения стоянки судов у причалов субъектов. То есть, как бы, чтобы субъекты транспортной структуры тоже несли ответственность за транспортную безопасность при границах ответственности капитана. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо, Александр Петрович. Так, коллеги, ну, есть вопросы к Александру Петровичу, нет? Спасибо, Саша. Рекламный, говоря, да? Луниев Игорь Анатольевич, хочется. Коллеги, ну, повестка дня нашего сегодняшнего мероприятия завершена. Поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы, можно в индивидуальном порядке, можно. В общем, ну, чтобы людей не задерживать, потому что у нас уже время, как бы, итоговое, 14 почти 00. Решили поблагодарить вас за участие в нашем сегодняшнем мероприятии, ну, и сказать вам спасибо за работу. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, время у нас неукоснительно движется вперед. Основная, наверное, все желающие, кто хотел бы участвовать в нашей секции, уже присутствуют в зале. Поэтому давайте в рабочем порядке начинать нашу сессию, нашу практику. Поэтому перейдем сразу к делу. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас на нашем форуме, который посвящен вопросам, каким образом и как мы будем качественно выполнять все требования, предусмотренные федеральным законом 16-м, в рамках обеспечения транспортной безопасности. Форум наш так и называется, терроризм и безопасность на транспорте, цифровая трансформация транспортного комплекса и кибербезопасность. Эти вопросы мы сегодня попытаемся каким-то образом, конечно, затронуть, осветить в ходе наших поступлений. Мы всегда предполагаем, что вопросы, которые выносим для обсуждения, являются актуальными для всех, так сказать, участников нашего процесса и как для федерального органа исполнительной власти, который обеспечивает выполнение всех мероприятий, контролирует это выполнение мероприятий, так и для организаций, которые непосредственно занимаются на местах и подготовкой сотрудников силы обеспечения транспортной безопасности и, собственно говоря, выращивают те кадры, которые нужны нам для того, чтобы обеспечивать этим качественным личным составом и обеспечивать выполнение этих мероприятий на местах. Собственно говоря, и есть руководители у нас, и уважаемые руководители подразделений, которые в своем составе имеют как раз вот этих качественных подготовленных сотрудников. Поэтому вопросы, которые мы выносим для обсуждения, будут актуальны, важны, и я считаю, что пора, как говорится, переходить к делу. Вступительная часть у меня будет короткая. Если позволите, я отмечу, есть ли достижения федерального органа исполнительного власти, который за прошедший год, с момента предыдущего форума, который также состоялся весной прошлого года, какие мы достигли достижения. Есть ли эти достижения вообще на практике, можно как бы так оценить. И сразу же перейдем к той дискуссии, которая запланирована нашим же практикумом. И перейдем непосредственно к докладу. Уважаемые коллеги, могу сказать следующее, что федеральный орган исполнительного власти за прошедший год, как говорится, тоже не сложил свои обязанности в плане того, что активно продолжал деятельность по исполнению оказания государственных услуг. Если кратко, могу сказать, что было выполнено определенное мероприятие по категорированию объектов транспортной структуры, завершена в полном объеме этот процесс. Все объекты были внесены в реестр категорированных объектов. Полностью проведена колоссальная работа по выявлению и по разделению этих объектов на подлежащие и не подлежащие категорию. Эти объекты все известны, все эти объекты в открытом доступе у нас размещены на сайте Рожелдора. Соответственно, и субъекты транспортной структуры в полной мере, опираясь на этот реестр, планируют свою деятельность и установленные сроки законодательством проведения оценок уязвимости, дополнительных оценок уязвимости, разработку планов обеспечения транспортной безопасности и паспортов обеспечения транспортной безопасности на объектах, не подлежащих категорированию. Аккредитовано за этот период два юридических лица для проведения оценок уязвимости в сфере железнодорожного транспорта, в сфере метрополитена, одно юридическое лицо. И аккредитовано 12 подразделений транспортной безопасности. Мы видим, что вопросы, собственно говоря, практического применения и именно создания тех структур, которые на местах будут работать и поставлять качественный состав для выполнения этих мероприятий, он хорошо, что прирастает, как говорится, и эти организации не стоят на месте, развиваются. Собственно говоря, количество оценок уязвимости у нас и планов обеспечения транспортной безопасности тоже достаточно большой объем, колоссальный проведен, утверждено 3900 паспортов, обеспечения транспортной безопасности субъектами транспортной структуры. Это говорит о том, что все мероприятия, которые будут запланированы и в этих паспортах, должны быть, собственно говоря, выполнены в том объеме, предусмотрены требования по обеспечению транспортной безопасности, постановление правительства, определенное постановление правительства 16-35. Поэтому юридически, как мы говорили, нормативно все факторы у нас способствуют для того, и они существуют именно для того, чтобы на местах мы качественно и с учетом тех угроз, которые на сегодняшний день, так сказать, выдвинуты были в адрес Российской Федерации, в адрес нашего государства со стороны других компаний, я имею в виду иностранных компаний, со стороны других недружественных стран, они с честью были нами, так сказать, выполнены в рамках тех наших и ответственных обязательств, которые перестоят как в федеральном органе исполнительной власти, так и на местах тех организаций, которые берут на себя ответственность и аккредитуются для выполнения тех или иных мероприятий. То бишь, или это специализированные организации должны отмечать для себя тот фактор, что подход должен быть качественный, подход должен быть нацелен на результат, подход должен быть на то, чтобы это была не некая аморфная какая-то эффективная отчетная документация, которая на практике нигде не будет применяться, а это будет документ, с которым будет, соответственно, легко работать субъекту транспортной структуры и который может разработать на основе данного документа план обеспечения транспортной безопасности. Уважаемые коллеги, вот такое маленькое короткое вступление. Позвольте тогда перейти и предоставлять слово нашим докладчикам, уважаемым коллегам. Мы сегодня немножко перестроили наш порядок выступлений и, наверное, будет правильным начать наше выступление именно, как я сказал, с освещением вопросов, связанных с проблемными вопросами подготовки сил обеспечения транспортной безопасности, для того, чтобы нам понимать, насколько доступно, насколько качественно, насколько в полном объеме у нас этот процесс на сегодняшний день осуществляется, все ли у нас готово для того, чтобы эти все ли нормативные правоакты у нас, так сказать, способствуют к качественной подготовке силы обеспечения транспортной безопасности. С докладом выступит Андрей Владимирович Николаев, директор учебного центра транспортной безопасности КГБУ Иркутский государственный юридический путь и сообщение. Пожалуйста, Андрей Владимирович. Добрый день, Виктор Михайлович, добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию представляется доклад на тему проблемные вопросы подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. В сентябре 2022 года на базе Иркутского государственного университета путей и сообщений состоялась конференция, одна из секций которой была посвящена проблемам подготовки сил обеспечения транспортной безопасности и формированию предложений по ее совершенствованию. Основные тезисы и решения я постараюсь отразить в своем выступлении. Немного истории. В рамках комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте с 2012 года в университетах путей и сообщений под ведомственных Росжилдору созданы учебные центры для подготовки специалистов в области обеспечения транспортной безопасности. Учебные центры находятся во всех федеральных округах Российской Федерации, их всего 9 и они осуществляют свою деятельность уже более 10 лет. Основные направления работы центров являются подготовка сил обеспечения транспортной безопасности, разработка методических материалов и новых образовательных программ. Кроме того, в ряде центров осуществляется экспертная и научная работа. Практически все учебные центры сотрудничают с аттестующими организациями или органами аттестации для организации и проведения аттестации специалистов, прошедших подготовку. Для этих целей учебные центры оснащены макетами, имитаторами взрывных устройств, взрывчатых веществ, оружия, досмотрованным оборудованием, используемым на объектах транспортной инфраструктуры, аппаратно-программными комплексами, тренажерами технических средств осмотра, компьютерными классами для обучения студентов, подготовки сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности, 3D-моделями объектов транспортной инфраструктуры, лабораториями технических средств обеспечения транспортной безопасности, системой аудио-видеофиксации для проведения аттестации по результатам обучения. Тренажерная база позволяет имитировать работу действующего оборудования, вырабатывать навыки в обнаружении запрещенных предметов и веществ, проверять их освоение обучаемым. На слайде представлены примеры работы тренажера, имитирующего работу рентген-телевизионной установки. В учебных центрах сформированы учебные лаборатории и аудитории компьютерной классы. Данное помещение оборудовано всем необходимым для проведения подготовки и аттестации сил обеспечения транспортной безопасности. В центрах работает высококвалифицированный преподавательский состав, который имеет практический опыт в проведении работ по обеспечению транспортной безопасности, в том числе проведение ценокуязвимости, консалтинговых и экспертных работ, научных исследований. Для организации обучения применяются различные формы и методы для вовлечения обучаемых и развития их знаний, умений и навыков. Так в отдельных программах проводится защита итоговых работ, которые позволяют вырабатывать навыки разработки организационно-распорядительных документов, являющихся приложением к плану обеспечения транспортной безопасности. В Уральском университете путей общения был реализован проект использования игровых форм для обучаемых, для работников, осуществляющих наблюдение и собеседование. Это позволило отработать навыки основ профайтлинга и получить более высокие результаты. После выхода и вступления в силу в приказ Министерства транспорта Российской Федерации 29 декабря 2020 года номер 578 об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности, учебными центрами разработано более 15 учебных программ для различных категорий сил обеспечения транспортной безопасности. Принципиальной позицией учебных центров влияет обязательная очная часть для работников подразделений транспортной безопасности для освоения необходимых навыков использования технических средств. Это обстоятельство отталкивает многих наших клиентов, поскольку это требует время, когда человек не заступил на пост, а проходит обучение. Кроме того, следует отметить недобросовестную конкуренцию на рынке образовательных служб, когда отдельные организации откровенно торгуют удостоверениями без прохождения какой-либо подготовки. Для поддержки высокой квалификации работников необходимо систематически вкладываться в его развитие. Можно условно разделить вкладываться в его развитие на различных этапах, которые можно условно разделить на блок подготовки, блок аттестации и блок практической деятельности. Законодательство предусматривает реализацию обучения по транспортной безопасности в виде профессиональной подготовки и повышения квалификации. В отношении профессионального обучения программы отсутствуют. Это связано прежде всего с отсутствием профессионального стандарта. В системе подготовки персонала профстандарты имеют важное значение, так как они устанавливают трудовую функцию, устанавливают трудовую функцию, степень квалификации с минимальным уровнем образования и возможным наименованием должностей и профессий. Необходимость профстандартов обусловлена тем, что деятельность силами обеспечения транспортной безопасности ведется, а профессии отсутствует. Отсутствие профессии не позволяет осуществлять подготовку по программам профессионального обучения. Взаимозвязь профессии, профессиональные стандарты, образовательные стандарты, образовательные программы, аттестации очевидна. Качественно подготовленный работник с большей вероятностью пройдет аттестацию и сможет на должном уровне осуществлять трудовую деятельность в сфере обеспечения транспортной безопасности. Отсутствие профстандартов – это большая проблема. Во многом отсутствие прохождения качественной подготовки восполняется на этапе инструктажей и практической деятельности. В последнее время вырос интерес у подразделения транспортной безопасности для проведения кратких семинаров или учений для выработки у работников подразделений соответствующих навыков, а иногда просто для того, чтобы научить его использовать технические средства или показать, как выглядит детонатор. Мы охотно идем на встречу, участвуем в подобных мероприятиях. Однако проблема лежит в зоне начальной базовой подготовки. С учетом отсутствия профстандарта на обучение идут люди всех профессий, как бывшие сотрудники силовых ведомств, имеющие определенные навыки, так и повара и медицинские работники. У них изначально разный набор базовых навыков и усваивают они их по-разному. Поэтому в отдельных случаях как заказчик, так и учебный центр ориентируется на натаскивание на тест. Проблемой также остаются длительные сроки прохождения подготовки. Освоить программу 80 часов за 40 невозможно. Если подготовка осуществляется без отрыва от производства, срок подготовки увеличивается. Так минимальный срок освоения очно-завочной программы составляет 3 недели. При этом сроки аттестации без сбора необходимых документов занимает 61 день. Мы предлагаем максимально объединить эти два процесса. То есть реализовывать заочную часть курса с промежуточной оценкой знаний после получения допуска. Реализовывать очную часть курса таким образом, чтобы экзамен и практика и проверка знаний и умений и навыков попали на один день. По нашему мнению, это существенно сократит сроки подготовки и аттестации работников. Показаны на слайде примерные наших. Резюмируя, я хотел бы предложить следующее. Организовать профессиональную подготовку работников подразделения транспортной безопасности. Это то, на чем уже продолжительное время ведется Марина Федоровна, уважаемый наш человек. Максимально объединить процедуры подготовки и аттестации силы обеспечения транспортной безопасности, в том числе по срокам и стоимости. В перечне практических вопросов расширить перечень задач, направленных на проверку умений и навыков выявления оружия, взрывчатых веществ, их элементов, других предметов и веществ, запрещенных в проносу провозу в зону транспортной безопасности. Организовать совместно с субъектом транспортной инфраструктуры и подразделениями транспортной безопасности семинары для работников силы обеспечения транспортной безопасности, направленных на повышение квалификации отдельных умений и навыков. А последнее, о чем хотелось бы сказать. Генеральная прокуратура Российской Федерации сформулирована позиция о том, что после вступления в силу приказа Минтранса от 29 декабря номер 578 об утверждении типовых дополнительных программ, все сотрудники силы обеспечения транспортной безопасности, всем необходимо пройти подготовку по новым программам, разработанным в соответствии с содержанием вышеуказанного приказа. В этой связи учебные центры открыты к сотрудничеству, готовы показать вам всестороннюю помощь в вопросах подготовки ваших специалистов. Спасибо за внимание. Доклад окончил. Готов ответить на вопросы. Спасибо Андрею Владимировичу за доклад. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Может быть остались какие-то неясные темы? Комментарий какой-нибудь. Есть микрофон у нас, да? Нет, микрофон. Профессиональная подготовка это очень хорошо, да? Но субъект, он же всегда хочет сэкономить, и для него важно, а что дальше? Вот если бы после профессиональной подготовки, допустим, срок действия аттестации был бы там не 5, а 10 лет, да? Вот тогда было бы замечательно, все кинулись бы в эту вещь. А когда нету дальше, то профессиональная подготовка для субъектов получается там. Все в деньги упирается у нас всегда, особенно там я и не про Москву, а вот там у нас. И здесь вот это важно. Если будет что-то дальше после профессиональной подготовки, какие-то дальше изменения, ну тогда это вообще замечательно. Домир Абедович, да, я понял ваши вопросы законодателям. Это однозначно, это первое. Более того, ну мы же понимаем, что законодательство не стоит на месте, у нас же сроки все-таки изменились, да? С трех до пяти. Это уже какой-то шаг уже вперед, уже знали, что вы вопрос такой зададите, и поэтому уже подготовились. Уже увеличили. Да, увеличили, это первое. А второе, действительно, качество обучения, вы же сами прекрасно понимаете, у нас на базе наших учебных и методических центров значительно выше, да, и это отмечают все, отмечают все, но при этом стараются как-то сэкономить. И необходимо, мы понимаем эту задачу, мы себя ответственность не снимаем, надо найти правильное, так сказать, предложение, которое бы найдут отражение и найдут отражение тех нормативных правых актов, и что позволит, а первое, даст возможность все-таки обращаться в первую очередь в наши учебные и методические центры, которые были и созданы с этой целью, чтобы готовить, качественно готовить работников силы обеспечения транспортной безопасности. И второе, соответственно, наверное, субъекту понимать, что если он обратился в учебно-методический центр, первое, у него не будет в дальнейшем никаких нареканий в адрес подготовленных своих работников, никогда не будет нареканий в адресе того, что их надо будет как-то менять или заменять на кого-то более подготовленных, не потребуется проводить вот такие вот семинары, о которых Андрей Владимирович уже говорил, что он получил некое свидетельство, дающее право ему уже заступать на, особенно говоря, на какой-то ответственный пост, там по досмотру, по наблюдению, собеседованию, и плюс еще надо, еще он, оказывается, не знает, как это выявлять, как оно конфигурально выглядит, ему надо еще дополнительно какие-то курсы проходить для того, чтобы его сориентировать. Ну, это абсолютно выходит за рамки, и, соответственно, это как-то надо менять. Поэтому, если наши учебно-методические центры от, собственно говоря, и во главе с Рудмит, одно-два предложения, о которых, конечно, уже достаточно было много, подготовить именно с позиции того, что куда внести изменения, какой нормативные правоакты с целью того, чтобы как-то, не то что ограничить иных, я не про это говорю, а как-то выстроить, какое-то сделать, предоставить возможность, наверное, государственным каким-то учреждениям, да, которые занимаются подготовкой сил обеспечения транспортной безопасности, в первую очередь осуществлять подготовку этих сил, этих сил, дабы мы понимали, что это будет качественно подготовленные сотрудники. Вот в этом направлении, если мы поработаем и направим свои предложения в МИТРАНС, это, наверное, будет какой-то шаг вперед. Да, Марина Федоровна, пожалуйста. Ну, есть такой инструмент, который я достаточно часто говорила о том, что, я знаю, что все субъекты хотят остановить. Это факт, что он все субъекты, у которых, собственно, это предъявление транспортной безопасности, тоже хотят сами себя, то есть они хотят действительно, чтобы это было дешево, но достаточно качественно. Я уже, наверное, года два говорю, что есть такая форма обучения, называется сетевая форма обучения. Что это означает? Это означает, что, например, учебный центр при каком-то субъекте, не имея, например, какой-то базы, он может заключить договор на сетевое обучение с любым нашим центром и, соответственно, определить те занятия, практические занятия, которые можно проводить на базе учебного центра. Само удостоверение будет выдаваться тем учебным центром, который будет считаться базой. Неважно, это может быть либо ВУЗ, либо тот учебный центр того субъекта или того подразделения, которое готовит этих людей. То есть это уже есть такая возможность, а вот именно в части профессиональной подготовки, но это действительно система, которую я просто подумаю, тогда изложу. Хорошо? Хорошо, спасибо. Андрей Владимирович, спасибо большое за доклад. Вот, собственно говоря, если мы уже отметили, что сотрудники, работники силы обеспечения транспортной безопасности должны быть качественно подготовлены, в связи как раз продолжения нашей темы, именно если мы рассматриваем с призмы применения и реализации всех требований и норм федерального закона, рядом находится как раз и подготовка, и качество проведения оценок уязвимости, которая неразрывным образом связана именно с тем, с той возможностью, насколько качественно, насколько являются опытными специалисты специализированных организаций, и насколько они обладают полнотой знаний, позволяющим им провести качественно оценку уязвимости. Следующее выступление попрошу доложить по теме особенностей проведения оценки уязвимости в 2022 году, каким образом наложил ли отпечаток процессы, связанные с некоторыми ограничениями, которые у нас есть на сегодняшний день, и ограничения для субъектов транспортной структуры, ограничения, которые у нас есть в виде определенных санкций со стороны других государств, как это отразилось на процессе оценки уязвимости. Попрошу выступить Александра Васильевича Сергеева, генерального директора ООО «Безопасность транспортного комплекса» с темой доклада о особенностях проведения оценки уязвимости в 2022 году. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, участники форума. Спасибо за предоставленное слово. Хотелось бы сказать, что ООО «БТК» является специализированной организацией в области обеспечения транспортной безопасности, и целью моего доклада является освещение особенностей проведения оценки уязвимости в 2022-2023 году, а также рассказать о некоторых проблемах, которые появляются в нашей работе. В первом разделе своего доклада остановимся на особенностях проведения оценки в 2022 году в связи с проведением специальной военной операции. Экспертами нашей организации были проведены оценки уязвимости ряда первоочередных объектов транспортной инфраструктуры, субъектов Российской Федерации, где объявлен желтый уровень террористической опасности, а также второй уровень транспортной безопасности. В рамках проведения оценки уязвимости проводилось обследование от ТИ железнодорожного транспорта, в том числе законсервированных объектов, расположенных рядом с границей с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины, то есть рядом с линией соприкосновения. В Московской дирекции инфраструктуры оперативно были проведены мероприятия по сбору полного комплекта документов с уведомлением Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел для беспрепятственного передвижения, в том числе через блокпосты на приграничных с Украиной территориях. Был оповещен персонал подразделения инфраструктуры с назначением ответственных за совместное обследование объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, получили большую поддержку от подразделений региональных центров безопасности ООО РЖД, которые отслеживали перемещение экспертов по маршруту, дополнительно оповещали представителей дирекции инфраструктуры и сотрудников стрелковых команд при их наличии, а также давали практические рекомендации по особенностям экипировки, поведения, передвижения на програниченных территориях. Ситуация осложнялась тем, что некоторые законсервированные объекты расположены в безлюдных местах, и до них можно было добраться только в пешем порядке по перегонам через лесные массивы с близлежащей возможной точки подъезда. Данная совместная работа позволила провести оценку уязвимости первоочередных объектов в установленные сжатые сроки. В следующем разделе своего доклада приведу особенности проведения оценки уязвимости в качестве соисполнителей ООО «НИАС». С 2022 года ООО «БТК» является соисполнителем акционерного общества «НИАС» в проведении оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта ООО «РЖД», который является основным исполнителем в этой части в установленном законном порядке. Во всех результатах оценки уязвимости в данном случае указываются исполнители и соисполнители специализированных организаций согласно заключенным договорам, указываются аттестованные эксперты-исполнители, непосредственно осуществляющие проведение оценки уязвимости. После продолжительной совместной работы стали видны следующие положительные факторы нашего сотрудничества. Прежде всего, основной исполнитель взял на себя систематизацию всех процессов по проведению оценки уязвимости. Команда «НИАС» собрала опыт наработки многих специализированных организаций, выделила лучшее, продвинула и стала развивать концепцию определения единого качественного подхода. В результате «НИАС» разработала методические рекомендации по проведению оценки уязвимости объектов транспорта из инфраструктуры железнодорожного транспорта, которые рекомендовала к применению соисполнителем. Применение соисполнителями наработок и так называемого стандарта «НИАС» позволило комплексно улучшить качество проведения оценки уязвимости, давать более конкретные всеохватывающие рекомендации субъектам IT по обеспечению транспортной безопасности. Во-вторых, команда «НИАС» по видам объектов транспортной инфраструктуры прорабатывает спорные, неоднозначные моменты, собранные всеми соисполнителями с субъектами ООРЖД. Раньше дирекции различных дорог имели различные понимания о результатах проведенной оценки уязвимости. Много времени, ресурсов и сил специализированных организаций уходило на поиски консолидированных решений с каждой дирекцией каждой дороги ООРЖД. В настоящий момент у соисполнителей таких проблем нет. Все основные вопросы команда ООНИАС обсуждает с центральными дирекциями при возможном участии РОЖДОР, находя единые консолидированные решения. И у дирекций по видам IT теперь есть понимание о конечных результатах работы. И в-третьих, команда ООНИАС усиленно соисполнителями непрерывно отслеживает изменения нормативных документов, ситуационные событийные факторы, исполнительную базу, что позволяет своевременно отреагировать всеми соисполнителями при проведении оценки уязвимости, а также формировать системные предложения по улучшению нормативной базы и качества работ. Все эти факторы позволили нам соисполнителям применять более совершенные готовые наработки модели, не отвлекаться на переговорные мероприятия, ускорить процессы при проведении работ по оценке уязвимости IT и выработать стандарт качества к результатам, все больше исключая возможные ошибки. Следующим вопросом своего выступления остановлюсь на проблемах проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры. Одним из основных документов, на основании чего проводится оценка уязвимости транспортной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, это порядок проведения оценки уязвимости, утвержденным приказом Министерства транспорта от 1 ноября 2021 года, номер 370. Согласно пункта 7 данного порядка, срок проведения оценки уязвимости не должен превышать 30 календарных дней со дня поступления документов в компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности. Возможно, это просто техническая ошибка, но очень много вопросов возникает у контролирующих органов. Так, в 2022 году орган транспортного надзора, посетивший нашу организацию с профилактическим визитом по исполнению БТК нормативной базы в области обеспечения транспортной безопасности, не смог дать своего заключения по исполнению или неисполнению сроков проведения оценки уязвимости. Предлагаем следующую трактовку данного пункта. Срок проведения оценки уязвимости не должен превышать 30 календарных дней с даты начала проведения работ по оценке уязвимости, определенной публичным договором на проведение оценки уязвимости между субъектом IT и специализированной организацией. Согласно пункту 8 порядка проведения оценки уязвимости, результаты проведенной оценки IT в течение 7 календарных дней со дня окончания проведения оценки уязвимости направляются в компетентный орган. При этом результаты направляются с подписью субъекта IT. Это предусматривает обязательную передачу результатов субъекту, который должен ознакомиться с ними. И отсюда возникает вопрос, почему для утверждения результатов судна субъекту предоставляется временной интервал, а для ознакомления субъекта с результатами IT нет. Приведем случай из нашей практики. Например, IT-узловая станция на участке Восточно-Сибирской дороги от Братска до станции Хриптовой. Расположение до дирекции в Иркутске от 900 км. Окончательное оформление результатов, то есть окончательное проведение оценки уязвимости в городе Москва. Результаты на бумажном носителе и в электронном на диске направляются самым быстрым способом, наручно, самолетом до Иркутска. Это два дня с учетом регистрации результатов в дирекции. Напоминаю, что семь дней – это календарных, но график работы сотрудников дирекции на законном основании – пять дней в неделю. То есть дача, если мы воздаем результаты в пятницу, то это минус два дня. На следующем шаге субъект ознакомляется с результатами. Например, для станции это означает выверка первого раздела с рядом смежных служб – это ПЧ, ШЧ, ИЧ и так далее. Тем более для больших станций, сортировочных и узловых, которые имеют в своем составе множество парков и в длину могут быть более 15 км, увеличивается полнота проверки. Например, для станции субъектом… Субъект электронным способом управляет результаты начальнику станции или ответственному на объекте. Часто бывает, что это разные люди, не начальник станции, являются ответственными на объекте. Потому что только эти люди могут знать особенности функционирования своего объекта. Некоторые дирекции направляют результаты для изучения в региональный центр безопасности. Какое это время займет? Пусть самый минимум 5 дней, но 5 дней – это рабочих. Поэтому в общую копилку добавляем 7 дней с учетом выходных дней. Следующий шаг. Следующий шаг. Получаем ознакомленные результаты. Доставить необходимо в Сибирское территориальное управление, то есть в город Новосибирск. От Иркутска до Новосибирска почти 2000 км. Самый логичный транспорт – это поезд. Плюс минимум 2 дня с учетом регистрации в компетентном органе. При простом подсчете, в идеальном случае, при удачном расписании общественного транспорта и неукоснительном его исполнении, мы не укладываемся и в 10 дней. Обращаем внимание, что оценка уязвимости проводится по нескольким объектам транспортной инфраструктуры. И узнакомление у субъекта согласно исполнению графика работ бывает десятки результатов оценок уязвимости. Возникает вопрос, зачем в нормативном документе ставить заранее неисполнимые сроки и лишать субъекта временного интервала для полного ознакомления с результатами оценки уязвимости. С данным документом субъект будет выстраивать всю свою работу в области обеспечения транспортной безопасности. Наши предложения. Результаты проведенной оценки уязвимости оформляются в виде документа с графическими план-схемами. В течение 7 календарных дней со дня окончания проведения оценки уязвимости субъект ознакомляется. И в двух экземплярах, первый экземпляр на бумажном носителе, второй, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью на электронном носителе, направляется в компетентный орган в течение 7 календарных дней со дня ознакомления. После наглядного описания передачи результатов оценки уязвимости субъекту IT и в компетентный орган разрешите перейти к заключительному разделу своего доклада. Он определенным образом вытекает из рассмотренной выше проблемы. На сегодняшний день просто необходимо развитие единой электронной платформы по работе с оформлением и передачей результатов оценки уязвимости. На сегодняшний день есть такие примеры в здравоохранении, в образовании и в том же транспорте. Согласно пункту 8 порядка проведения оценки уязвимости, при наличии технической возможности у субъекта транспортной инфраструктуры или специализированной организации компетентного органа допускается оформление результатов проведенной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры в одном экземпляре в форме электронного документа и обязательным направлением в компетентный орган с использованием единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности, далее и ГИСОТБ. И при направлении с использованием ГИСОТБ специализированной организации в компетентный орган результаты проведенной оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью специализированной организации. Отметкой об ознакомлении является наличие усиленной квалифицированной электронной подписи субъекта транспортной инфраструктуры. Нормативная возможность есть, но технической пока нет. Мы, как специализированная организация, подготовили и аттестовали рабочие места, имеем электронные подписи, но нет такой возможности в информационной системе. Работы проводились в статусе эксперимента, нарабатывался материал, но пока мы до сих пор работаем также с бумажными носителями. Мы очень надеемся на создание и введение данной технологии взаимоотношений, потому что использование цифровой платформы позволяет следующее. Унифицировать формы предоставления результатов оценки уязвимости, обеспечить доступ к документам ограниченного круга лиц, согласно статье 10 Федерального закона номер 16 о транспортной безопасности, тем самым снижая риски субъекту и специализированной организации в нарушении законодательства в области обеспечения транспортной безопасности. Например, когда в результатах указываются лица, недопущенные к работам, связанных с обеспечением транспортной безопасности. Полностью уйти от бумажных носителей, тем самым сократив материальные и временные затраты на распечатку результатов оценки уязвимости и дальнейшие затраты на хранение их в бумажном виде у субъекта, не забывая, что результаты оценки уязвимости – это документ для служебного пользования с вытекающими отсюда последствиями. Сокращение времени передачи результатов оценки уязвимости субъекту IT и компетентному органу в области обеспечения транспортной безопасности. На этом мой доклад завершен. Следует отметить, что все фоны для слайдов нашей презентации взяты из фотоархива нашей организации, накопленного при выполнении работ. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Васильевич, за такой развернутый обстоятельный доклад. Скажите, пожалуйста, есть вопросы? Послушайте. Пожалуйста, Михаил Васильевич Хрябов. Очень хорошо, будем рассмотреть вопросы. Правда, чуть-чуть некоторые формулировки нас немножко покоробили, да, в части сроков проведения оценки уязвимости. Смутили, смутили. Просто так смутили. Но один вопрос, хотел бы еще обратить внимание, что у нас есть еще одна нестыковка в 370 приказе. То есть основание для отказа – это нарушение порядка проведения оценки уязвимости. В настоящее время, в соответствии с 370 приказом, организация специализированная, если она проведет оценку уязвимости, она нарушит порядок проведения оценки уязвимости, так как в соответствии с 370 приказом должно быть как минимум две организации быть привлечены на проведение оценки уязвимости. Две. В рамках тех взаимоотношений, которые сейчас организованы в РЖД, когда есть принципы при организации изучения технических технологических, вы проводите, мы соответствующим образом контролируем, в принципе, как-то это требование выполняется. Но все-таки вот это требование о наличии двух специализированных организаций для проведения оценки юзимости необходимо из пункта 5.1.370 приказа тоже убирать. То есть когда изучение технических технологических характеристик объекта одного проводится организациями, указанными в 16 федеральном законе. То есть по факту не организация, а организация. То есть по большому счету всех можно потопить, и это будет абсолютно соответствовать букве нормативно-правового акта администрации. Спасибо. Спасибо большое за комментарий, Михаил Васильевич. Есть еще вопросы? Спасибо большое, Александр Васильевич. Я хотел бы со стороны Федерального органа исполнительного власти следующий комментарий высказать. Во-первых, все вопросы, которые подняты были в ходе доклада, они понятны и известны. На сегодняшний день одно из направлений исправления данной ситуации, это, конечно же, переход на платформу, единую платформу, на единую платформу, которая позволяет как субъекту транспортной структуры, специализированной организации, и, равно как и специалистам Федерального органа исполнительного власти, иметь доступ к наработкам, к вопросам, связанным с подготовкой, согласованием результата оценки уязвимости. Это тот задел, который все-таки, как было отмечено в докладе, был подготовлен в свое время одной из организаций, не будем ее рекламировать на сегодняшний день, но она сделала попытку создать вот такую цифровую платформу. Эта попытка была в 2019-2020 году опробирована, результаты были представлены Министерством транспорта Российской Федерации с целью дальнейшего применения и распространения этих материалов, этой наработки на другие агентства. Какой плюс? Плюс огромнейший. Первое. Тот плюс, что сокращаются сроки проведения, собственно говоря, оценки уязвимости. В каком ключе? Не требуется тратить время, как вот о чем было сказано, на согласование материалов, подготовленных в ходе оценки уязвимости с субъектами транспортной структуры. Субъект транспортной структуры на каждом этапе уже видит готовый подготовленный отчет. Он может участвовать в процессе, собственно говоря, выявления тех ошибок именно в электронном виде и предлагать пути решения на стадии еще формирования именно результатов оценки уязвимости, самих результатов, и согласовать ее в неком автоматическом режиме. Для этого, конечно, требуется допуск определенных сотрудников, как специализированных организаций, которые разрабатывают, так и определенных сотрудников субъектов транспортной структуры. Такая работа была проведена РОЖДОРом. Эти позиции, эти требования, эти обстоятельства были доведены до РОЖД как единого, как у нас самого основного субъекта транспортной структуры. В единичных случаях вот эта апробация, она была завершена, были показаны определенные, повторюсь, результаты положительные. Но вот дальше, дальше, с учетом вот этих обстоятельств, которые возникли у нас в нашей стране, с учетом, так сказать, тех факторов негативных, которые на сегодняшний день существуют и оказывают влияние как на экономику, как на процессы деятельности, как на задействование сотрудников и специализированных организаций, и субъектов транспортной структуры, эти факторы немножко, конечно, сказываются. И поэтому пройти вот этот дальше процесс и дальше этап перевода от апробации на этап уже введения в некую опытную эксплуатацию у нас не получилось совместно с Минтрансом, поэтому этот вопрос как раз не доработан. Но мы видим, что вот выход из положения и изменения нормативно-правоактов, это в том будет случае, если у нас будет вот эта такая единая платформа. Вот это такой маленький комментарий. Мы этот процесс в сторону цифровизации активно поддерживаем и, соответственно, прилагаем все усилия для решения вот этой проблемы. Еще раз большое спасибо, Александр Васильевич, за такой доклад. Переходим, собственно говоря, к третьему нашему выступлению. Конечно, было правильнее после первого доклада предоставить слово нашему третьему докладчику, а именно связанному с вопросом организации работы подразделений транспортной безопасности. Но мы не сочли необходимым, как раз вот, чтобы был некий перерыв между этими докладами. Поэтому третье выступление у нас будет посвящено организации работы подразделений транспортной безопасности в современных условиях. С докладом попрошу выступить Олега Викторовича Пыжова, заместителя генерального директора по транспортной безопасности ООО РЖД ТБ. Олег Викторович, попрошу, если есть возможность представить нам в ходе доклада те проблемные вопросы, с которыми связывается наша, собственно говоря, основная организация. Основная в плане того, что эта организация была создана субъектом транспорта ООО РЖД и насчитывает в своем составе значительное количество аттестованных сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности, причем подготовленных качественно и при этом всем попрошу отметить, если именно даже при создании таких вот условий, при таких условиях, как подготовка, осуществление подготовки, осуществление некой, так сказать, кураторства со стороны такого субъекта транспортной структуры, есть ли у нас проблемные вопросы даже для вот такой компании, как ваша. Вот с этой точки зрения тоже попрошу отметить. Уважаемые модераторы, коллеги, добрый день. Я представляю общество сотрудничества ОТС РЖД транспортной безопасности. Да, мы являемся взаимозависимым обществом ООО РЖД. Наши структурные ПТВ работают во многих регионах России и главной задачей нашего общества является надежность защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а так как на законном вмешательстве, включая террористические акты. Значит, 22-й год он бросил новые вызовы, которые, конечно же, затронули подразделения транспортной безопасности. Значит, особенностью обеспечения транспортной безопасности в 22-м году это выполнение наших обязательств в условиях проведения специальной военной операции. Значит, на объектах транспортной инфраструктуры, расположенных в приграничной зоне, были выставлены дополнительные посты, усиленные меры по защите объектов, атаках незаконного вмешательства. И обществом дополнительно было выставлено более 490 постов, причем это в кратчайшие сроки. В сложившейся обстановке подразделениям транспортной безопасности общества приходится работать в условиях угрозы нанесения ракетных ударов вне артиллерии вооруженных сил Украины. На основании приказов Министерства транспорта России об изменении уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. И, значит, телеграммовые РЖД, подразделения РЖД-ТВ приступили к выполнению задачи по реализации дополнительных мер по обеспечению транспортной безопасности, предусмотренных планами обеспечения транспортной безопасности. В отношении объектов, на которых установлен уровень безопасности номер 2 и номер 3, было выставлено дополнительно более 180 постов. При организации защиты объектов от актов незаконного вмешательства один из важных вопросов в настоящее время остается взаимодействие в приграничной зоне с подразделениями Министерства обороны, пограничной службы и другими службами ФСБ России. В 2022 году на объектах транспортной инфраструктуры РЖД зафиксирован значительный рост перемещения запрещенных предметов, оружия и боеприпасов. Так, на объектах, защищаемых от актов незаконного вмешательства обществом, в 2022 году выявлено запрещенных предметом без разрешительных документов, огнестрельное оружие 41 единица, с признаками холодного оружия 166 единиц, патронов различных калибров 2722 штуки, ручных гранат 59. Это только на тех объектах, которые находятся под защитой нашего общества. Примерно такая же картина и в других подразделениях. Общее количество выявлено запрещенных предметов в 2022 году в 1988 единиц. В сравнении с 2021 годом 402 единицы возросло более чем в 7 раз. Особенно в приграничных с Украиной районах. В частности, только в Ростовской области увеличение в 2022 году, это 1396 единиц. В сравнении с 2021 годом 130 единиц произошло более чем в 10 раз. В 2022 году обществом передано сотрудникам правоохранительных органов более 840 правонарушителей. В частности, неоднократно оказывали помощь сотрудникам полиции по выявлению задержания лиц, пытавшихся проникнуть в зону транспортной безопасности, запрещенными для перевозки железнодорожных транспортных предметов веществами более 400 человек. Лицы, пытавшиеся проникнуть в зону транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств без досмотра 287. Лицы, находящиеся в состоянии алкогольного опринения, нарушающих общественный порядок 127 и лиц, не санкционерно проникших на внешние элементы транспортных средств, так называемые зацеперы, 27. Кроме того, 24 апреля инспектор группы выстрела реагирования, который осуществил защиту железнодорожного вокзала города Белгород, задержал вооруженного мужчины, который двумя выстрелами из обнестрельного оружия ранило сотрудника ЧОПа. В дальнейшем данный чек был переведен сотрудникам полиции. В современных условиях необходимо больше уделять времени и сил на подготовку работников. Предыдущий спикер уже озвучил, какие существуют сложности с подготовкой, с кадрами. Мы также сталкиваемся с такой проблемой, с проблемой с тем, что приходят уже аттестованные работники, но уровень их знаний, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В целях совершенствования и повышения уровня профессиональных навыков работников транспортной безопасности при проведении мероприятий по досмотру, обществом подготовлены и проведены на базе нашего учебного центра специалистами экспертно-криминалистического центра МВД России дополнительные занятия с работниками нашего общества на тему устройства, предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности. На Рижском и Казанском железнодорожных вокзалах во взаимодействии с Главным управлением на транспорте МВД России, совместно с специалистами инженерно-технического отделения, Главного управления Росгвардии по городу Москве, специалистами экспертно-криминалистического центра МВД России и нашей технологической службы были проведены методологические практические занятия по вопросам выявления устройств приметных веществ, в отношении которых установлен запрет на ограничение любых примещений в зону транспортной безопасности. С использованием спектрометра, рентгеновского оборудования была проведена демонстрация работы служебных собак по поиску запаховых следов взрывчатых веществ. Преподаватели нашего учебного центра проводят занятия на тему назначения ДТХ-газонавизатор Кербер-Т, МИОН, химэксперт, порядок работы, правил эксплуатации, хранения. В учебном центре общества проводится обучение по программам повышения квалификации в оборудованных классах, оснащенных современным компьютерным оборудованием, что позволяет качественно проводить занятия с работниками нашего общества, с работниками отдаленных подразделений, занятий, организованных в дистанционном режиме с использованием дистанционных интерактивных обучающих систем. Еще одним важным направлением в обеспечении транспортной безопасности считаем развитие кинологической службы. Если в аэропортах это более развито, то на железнодорожных вокзалах это практически новое, старое забытое транспортной полиции, все ушло в никуда. Сейчас мы пытаемся все это возродить. Общество на постоянной основе проводится учебно-тренировочные занятия специалистов-кинологов по обследованию отдельных стоящих объектов в зоне, нахождение пассажиров, обработка приема, обследование багажа, ручной клади, помещение и помещение на наличие запах следов взрывчатых веществ. Кинологи общества регулярно привлекаются кинологическими службами Росгвардии, полиции для проведения совместных учебно-тренировочных занятий и соревнований. В 2022 году специалистами-кинологами общества было обследование 2139 бесхозных и подозрительных предметов и отработано 98 сообщений о возможном заминировании объектов транспортной инфраструктуры. Опыт нашей работы показал большую эффективность и оперативность применения специалистов-кинологов при обследовании помещения бесхозных предметов по сравнению с использованием газоаналитической аппаратуры. В отдельных случаях, исходя из статикотехнических характеристик оборудования и условий на объекте, применение газоанализаторов невозможно. В таких условиях применение служебных собак является единственным возможным способом выявления опасных предметов и веществ. Общество во взаимодействии с ОРЖД в дальнейшем планирует увеличить количество кинологических постов для защиты объектов транспортной инфраструктуры. Нынешние реалии и вновь возникающие вызовы показали, что при организации работы в целях оперативного решения постальных задач необходимо уделять особое внимание на формирование и подготовку резерва работников подразделений транспортной безопасности, искать новые технические решения, оперативно сертифицировать и внедрять в работу новейшие разработки интеллектуального и искусственного интеллекта, для защиты протяженных участков железных дорог, важных узловых станций и перегонов применять беспилотные летательные аппараты. Благодарю за внимание. Спасибо за доклад. Есть вопросы ли докладчику? Михаил Васильевич Рябов, пожалуйста. Мы у вас не секрет, что мы участвуем в разработке планов и организовываем документы. Во всяком случае, помогаем реализовать. Имея опыт в большей части нормативного регулирования, реализации и рекомендации по оценке уязвимости, мы натыкаемся на некоторые проблемы, причем не только в ходе разработки планов, но и в ходе проведения учений, тренировок на объектах, на три проблемы действия подразделений транспортной безопасности и описание этих действий уже в порядке реагирования, которое у нас является приложением планов. Первое. Это обязаны субъекты реагировать и не допустить совершения акта незаконного вмешательства силами, в том числе группы быстрого реагирования, на условиях, когда несоизмеримо оснащение группы быстрого реагирования и тех нарушителей, которые совершают акта незаконного вмешательства. Я думаю, вы столкнулись в части искусственных сооружений с этим. Что у вас в организационно-распределительных документах применительно в должностных инструкциях? На этом случае предусмотрено, когда явный нарушитель и возможность противодействия только группой быстрого реагирования и теми силами, которая находится на объекте, она просто приведет только к гибели этих работников подразделений транспортной безопасности. Второй вопрос из этой же опера. Когда мы обнаруживаем запрещенные предметы вещества, в том числе не только в бюджетах, но и грузы перевозимых, в большей части грузов на объектах, встает вопрос. Приезжают под возведение реагирования и говорят, я готов обезвредить этот боеприпас. Вот к вам, допустим, что-то прилетело. Но сначала вот на объекте вы откопаете его там с трехметровой глубины, куда он залетел. Или выкопаете его из вагона, а это не наша задача в защите, соответственно, освобождать это место. Дайте мне доступ. Начинается припинание между подразделением транспортной безопасности субъектом и теми силами реагирования, которые пребывают. Да еще к тому же на данный момент непонятно, кто должен реагировать. МЧС, ФСБ, то есть какой предмет, да? Либо Министерство обороны, в чьей компетенции находится обезврежение этого предмета. И с этим тоже столкнулись вот как раз на объектах проведения, ну и синевой, то ведомственные охраны же дорожного транспорта и другие ВТБ, которые привлечены. Ну и, соответственно, третий вопрос, особенно в части искусственных сооружений. Опять же, реагируемое совершение, когда обнаруживается предмет, похожее на взрывное устройство, который закреплен в точке, доступ к которой должен соответствующий сотрудник иметь допуск, допустим, к работам на высоте, да? И старшее подразделение транспортной безопасности, я не пущу там на 30-метровую высоту работника подразделения, он не имеет допуск к этому. То же самое, соответственно, позицию занимает и старшее того подразделения реагирования, которое прибывает на объект транспортной инфраструктуры. И мы, в общем-то, попадаем здесь в определенную матовую ситуацию, что те, кто имеет допуск к работе в данном помещении, либо где-то в загазованном, в колодце, либо на конструкции искусственных сооружений, ну, много было вариантов, но при этом те, кто может там работать, он никакого отношения к транспортной безопасности и к реагированию на совершение данного акта незаконного вмешательства не имеет. Вот по вашему мнению, как нам выходить вот из этих трех групп ситуаций? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Но так как мы являемся подразделением транспортной безопасности, да, помимо требований законодательства, мы еще ограничены рамками наших договоров с субъектами. На тех объектах, где субъект, который отвечает за организацию защиты объектов транспортной инфраструктуры, добросовестно подходит своим обязанностям, да, то там, как правило, все эти организации взаимодействия, кто что должен делать, кто кому докладывает, кто какие ситуации каким образом отрабатывает, там, ну, зачастую таких проблем меньше всего возникает, да. На тех объектах, где представители субъекта не добросовестно, а формально относятся к этому, считают, что если они заключили договор с подразделением транспортной безопасности, то вся головная боль – это уже подразделение транспортной безопасности, я буду только ходить и проверять наличие постов. Но там, конечно, возникает много разных вопросов по порядку реагирования и решения тех или иных задач. Вот, вот как-то да. Значит, мы все-таки подразделение транспортной безопасности. Субъект определяет, что, как, каким образом должно исполняться, а мы же, мы, по сути, механизм в руках субъекта. Ну, Олег Леонидович, у вас же наверняка есть, как вы правильно сказали, договорные обязательства перед субъектом, и, собственно говоря, защита возлагается на подразделение транспортной безопасности на самом объекте. И, условно говоря, субъект транспорта и структуры эту обязанность возлагает на подразделение транспортной безопасности, которое вашими сотрудниками обеспечивает эту защиту объекта. Соответственно, ну, немножко, я не знаю, он не возлагает эту обязанность, это обязанность только остается за ним. Это обязанность, ну, правильно, я имею в виду... Он возлагает ряд полномочий, да, и ряд каких-то определенных моментов определяет, что должно быть. Ну, я не хотел сказать, вашими руками выполнять свои обязанности. Да, 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 и, конечно, у субъекта не хватает финансов, потому что у нас обеспечение транспорта и безопасности, правильно ли, как мне раз говорили, это очень такое, ну, дорогая составляющая, да, и зачастую субъект, имея, субъект, имея большое количество объектов, организовать и обеспечить финансовую защиту на всех объектах представляется возможным, поэтому мы на объектах исходим из того, что есть. То есть есть ряд задач, которые перед нами ставятся, мы, конечно, стараемся их по максимуму выполнять. Учитывая, что мы взаимозависимое общество, да, и наша задача и цель тоже, ну, в целом-то в интересах РЖД, да, по этому общей задачи. Соответственно, у нас к этому немножко другой подход. Понятно. Простите, пожалуйста, вот еще один тогда вопрос для понимания. Вы сказали, что ваши сотрудники, определенные подразделения находятся в определенных наших регионах, в субъектах Российской Федерации, где производится активное выявление вот этих запрещенных веществ и предметов. С учетом вот данного обстоятельства, производится ли у вас некая ротация сотрудников из этих областей, которые уже получили колоссальный опыт выявления на другие территории, дабы того, чтобы, ну, поделиться этим опытом и, либо наоборот, взять условно неподготовленных сотрудников, окунуть их вот такие жесткие условия, и чтобы они, соответственно, научились, и потом их места постоянной дислокации, они поделились опытом и передавали этот накопленный опыт. Практикуется ли такое на практике, пожалуйста? Ну, да, по сути, у нас так и происходит, потому что все эти задачи по организации защиты новых объектов и дополнительных мероприятий в связи с изменением уровня безопасности, учитывая то, что у нас большое общество, да, выставить там в течение короткого промежутка времени большое количество постов практически ни одно подразделение не может. Да, и у нас эти работники, которых нужно подготовить, аттестовать, и этот процесс такой достаточно длительный, трудоемкий. Естественно, они, как оловянные солдатики, не лежат в коробке, да, у нас их определенное количество, на наших объектах они работают. И когда появляются новые задачи, то мы наших работников, которые работают здесь в Москве, в Питере, в других крупных подразделениях, мы их просто направляем туда в командировку, другого выхода нет до того момента, пока мы не подготовим там на местах этих людей, да, обучим, аттестуем и уже будем выставлять на местах, так скажем, местных работников. Поэтому работники, которые бывают в командировку, они, во-первых, сами своим опытом делятся там, да, получают определенный опыт работы там, возвращаются в подразделение, они этот опыт передают уже работникам, которые работают в подразделениях в Москве, в Питере, в Круге. – Большое спасибо за такой развернутый ответ и доклад. Олег Викторович, я хотел бы, конечно, еще есть ряд вопросов к вам, потому что вы, как говорится, на земле именно практической деятельностью занимаетесь, можно было бы сейчас вас как бы попытать именно в части, каким образом ваше подразделение, структурное подразделение планируют бороться с беспилотными летательными аппаратами. Но, наверное, пока преждевременно такие вопросы вам задавать. – С пилотами там все не так просто. – Не все так однозначно. – Да, не все так однозначно. Поэтому, наверное, в вас вводить вот такое вот неудобное положение не будем, потому что хочу отметить следующее, что данная работа… Прошу, спасибо большое за доклад. – Да, спасибо. – Да, пожалуйста. – Значит, нормативная база и закон, и постановление правительства предусматривают оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. И мы понимаем, что перспектива этих средств лежит в области применения высокоинтеллектуальных систем, видеонаблюдения, которые позволяют в автоматическом режиме выявлять некие сценарии, которые предусмотрены законодательством. И мы знаем, что в отчетах по оценке уязвимости эти модели прописаны в рамках утвержденной модели угроз. Но, к сожалению, в дальнейшем мы не видим, как развивается эта тема ни в проектной документации, ни в работе подразделения транспортной безопасности. И вот тогда мы реализуем на верхнем уровне информационную систему транспортной безопасности, которая позволяет заложить в них рекомендации по порядку действий подразделению транспортной безопасности, и просим предоставить регламент действий в конкретной ситуации. Потому что одно дело общая модель оценки уязвимости, другое дело, что на каждом конкретном объекте надо заранее прорабатывать возможные сценарии действий нарушителей и соответствующие им регламенты действий. То есть что делать, если обнаружили возле опоры моста неустановленный предмет, что делать, если увидели пересечение границы зоны или приближение к критическому элементу. Мы должны заранее спланировать действия, в зависимости от этого. Ни разу нам ни одно подразделение транспортной безопасности такие регламенты не предоставили, конкретные. А соответственно по этим регламентам должны проводиться, как нам представляется, и учения, и тренировки. Потому что они должны быть не общие, а конкретные, применительные к каждому объекту транспортной инструкции. И поскольку вы не затронули вопрос подготовки ваших сотрудников и обучению действиям и применению этих систем, проводится ли такая работа? Вот такой сложный, три вопроса. Спасибо. Сложные интеллектуальные системы, да, видеонаблюдение, да и не только видеонаблюдение, а те же самые рентген-телевизионные установки, работа на которых оставляет желать лучшего. Мы руками, ногами за внедрение новых этих технологий. Но, к сожалению, это зависит не от нас. Еще раз говорю, мы подразделение транспортной безопасности, которое работает с тем, что уже есть на объектах. И то, что нам предоставит заказчик. Вот, к сожалению, мы сами не оснащаем, и это в наши неполномочия, не в обязанности не ходят. У нас нет на это ни средств, ни неполномочий. Поэтому мы работаем с тем, что есть. И мы тоже за это. Что касаемо этих планов реагирования и консультаций с подразделением транспортной безопасности. Ну, наверное, не в те подразделения транспортной безопасности вы обращались. Обращайтесь к нам, постараемся вам помочь. Пожалуйста, еще один вопрос. Вот я смотрю, живая дискуссия у нас по такой животрепищи теме образовалась. Здравствуйте, Быков Максим, Розудор проект. Вот как раз в сочетании всего этого вопроса у меня к вам вопрос. А когда вы заступаете, подписываете договор и пытаетесь с владельцем инфраструктуры договориться о том, что вы будете осуществлять свою деятельность, вы какую-то проверку делаете? Смотрите, так как мы взаимозависимое общество с РЖД, то у РЖД возникает необходимость организовать защиту объектов транспортной инфраструктуры. Их очень много. Поэтому зачастую, когда мы подписываем договор, мы действуем в интересах РЖД и на ряд моментов, которые может быть нас не совсем бы устроили, и в тех моментах, где мы хотели бы что-то улучшить, изменить, мы не можем отказать. Потому что кроме нас, получается, больше никого нет. То есть если мы не сможем выполнить эту задачу, то скорее всего какое-нибудь маленькое подразделение, состоящее из 10 человек, которое меняется каждый год в названии, они скорее всего тем более не смогут. Поэтому нам приходится, застучив рукава, браться за эту задачу, какая бы она сложная ни была. И стараться выполнить ее достойным. Прошу прощения, это же понятен. Но как раз вот и хотел обратить внимание на сидежную проблему. Когда на этапе проектирования ты пытаешься чего-то добиться с владельцами инфраструктуры, каких-то технических условий, каких-то пониманий. Он говорит, читайте все в законодательстве написано. Когда я ему начинаю сделать проектные решения, предлагать, он говорит, так, ребят, мне это дорого, вы напишите мне так, чтобы можно было это сделать без этого всего. И вот мероприятиями ограничьтесь, придет контора, которая будет осуществлять эту деятельность, она выставит свои проблемы, свои технические средства поставить, мне ваши проектные решения нафиг не нужны. И вот на этом этапе начинается огромная проблема, ты начинаешь чего-то пытаться добиться, ну там же мосту предложить какие-то технические, более достаточно спокойные решения, да, в плане финансового всего, это все выметается на этапе этих вещей. Поэтому просто, собственно, хоть этот момент отметить и чтобы это хоть как-то, может быть, крик души этот повлиял куда-нибудь, хоть как-нибудь. Ну, у нас все-таки, наверное, более плотно удается взаимодействовать с субъектами, да, с заказчиками, поэтому ряд вопросов все-таки нам удается сдвинуть с мертвой точки и как бы в лучшую сторону. Опять же, те же самые технологические посты, которых изначально не было, да, и ни один собственник там на железнодорожных вокзалах это не оплачивал и не внедрял, это была, так скажем, наша инициатива, мы понимали, что это очень нужная вещь, очень важная вещь. Мы это сами внедряли, договаривались с собственником. Ну, тут вот еще тогда надо отметить момент, что, возможно, есть смысл еще и вот именно в сторону проектирования вам посмотреть, то есть на этапе, вот как бы практическую деятельность имеете, это свои результаты, хотелось бы тоже их услышать и в других сторонах, то есть чтобы мы могли, опираясь на этот опыт, тоже что-то предполагать, то есть вот если бы какой-то контакт наложить, было бы, наверное, не плохо. К сожалению, вот этот последний вопрос не в адрес подразделения транспортной безопасности точно, это в адрес субъекта транспортной структуры, который осуществляет, собственно говоря, либо реконструкцию своих объектов, либо строительство новых объектов и как раз на этапе строительства и реконструкции он должен закладывать все мероприятия, которые в последующем будут выполнять на этом объекте. В этой области, в этом направлении, в этом процессе достаточно много сложных моментов, на которые только обсуждению данной тематики можно посвятить несколько часов, как минимум. Но, повторюсь, как раз подразделение транспортной безопасности на сегодняшний день это не очень касается. Когда я презентовал выступление Олега Викторовича, я как обратил внимание на то, чтобы попытаться донести до аудитории, до нас те проблемные вопросы. Вот как раз вот эти проблемные вопросы, взаимоувязывание субъекта, родного субъекта транспортной структуры и организации, которая выполняет договорные отношения, да, и причем зависит от этого субъекта, вот как раз вот эти проблемные вопросы я имел в виду, как раз тогда и затрагивал эту тему. Олег Викторович, большое спасибо за выступление. Игорь Николаевич, потом, у нас времени уже нет. Можно было бы еще затронуть и тему, правильно было сказано, по оснащению технических средств. Их на сегодняшний день уже устаревание вот этой техники, каким образом ее менять, каким образом осуществлять ее соответствие требованиям постановления правительства 969, насколько она позволяет выявлять эти все предметы вещества. Это, конечно, практическая составляющая, которая была в первую очередь бы понятна бы и ясна, если бы мы сегодня бы разговаривали только бы с подразделениями транспортной безопасности. Тут можно было бы затрагивать и тему того, насколько рекомендуют, либо не рекомендуют, насколько выявляют случаи, когда зоны транспортной безопасности и определенные участки, установленные в планах обеспечения транспортной безопасности на практике первое. Либо они вообще не позволяют выполнять те заложенные функции, которые возлагаются на подразделения транспортной безопасности. Либо они в данной точке вообще не нужны, излишние, а есть наоборот места, которые в силу того, что они не учтены, может быть, по какой-то либо причине в плане обеспечения транспортной безопасности, на практике требуют от подразделения транспортной безопасности наоборот уделять определенным участкам, элементам этого объекта повышенное внимание. А это значит, что? Это значит, должна быть некая обратная связь от подразделения транспортной безопасности к субъекту, дабы, во-первых, а, вносить изменения в существующий план, проведение дополнительной оценки уязвимости и, соответственно, реализация этого потом в виде документа. Это все, вот этот вот взаимовязанный клубок, он должен быть на практике постоянно реализован. Мы могли бы задавать вопрос, конечно, Олегу Ильичу, но, наверное, это было бы уже несколько, выходило за рамки нашего совещания, нашего, так сказать, доклада, обсуждения. И это было бы у нас сегодня только вопрос, так сказать, доклада по транспортной безопасности, по подразделению транспортной безопасности, по их реализации и выполнению этих обязанностей. Но у нас сегодняшняя тема, она более развернута. Позвольте тогда все-таки перейти к вопросу, связанному не с обеспечением транспортной безопасности работниками подразделения транспортной безопасности. А есть тематика, касающаяся в буквальном перспективе с 1 марта на Рожелдор дополнительно накладывается определенная обязанность по, первое, это по включению в реестр объектов транспортной инфраструктуры, которые были определены постановлением правительства отнесения к грузам, опасных грузов, которые в дальнейшем будут отнесены к грузам повышенной опасности. Пожалуйста, Сергей Владимирович, я сейчас пока вас, так сказать, прорекламирую, а дальше вы уже приступите к своему докладу. Эта тема достаточно неизучена в плане чего? В плане того, что мы постоянно о ней говорили, о том, что будет сформирован перечень, некий перечень грузов повышенной опасности и какая-то далекая перспектива по формированию данного перечня. Постановление правительства все-таки было издано, было принято. Был определен классификатор установления вот этих вот из числа большого объема опасных грузов, какие именно опасные грузы будут отнесены к грузам повышенной опасности. В связи с этим возникает определенный ряд обстоятельств, которые вытекают из этого. Это уже государственная функция, государственная услуга по ведению реестров этих объектов, по транспортным средствам, которые осуществлять будут перевозку этих грузов повышенной опасности, объектам транспортной структуры в лице владельцев железнодорожных путей необщего пользования, которые осуществляют погрузку-выгрузку и транспортировку груза повышенной опасности. Вот это такая интересная тема, неизученная тема, собственно говоря, и тема, которая, наверное, в дальнейшем потребует ни одного доклада. Я попрошу все-таки сегодня нас ввести в курс дела по данной тематике Ярыгина Сергея Владимировича, директора Центра транспортной безопасности Самарского государственного университета путей сообщений, попытаться нам ответить на тему особенностей обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта при перевозке опасных грузов в повышенной опасности. Сергей Владимирович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже заявили, тема достаточно новая. Честно говоря, когда я брался за ней, я предполагал, что будет проще. На самом деле, на все вопросы, к сожалению, ответов найти не удалось, но я их обязательно озвучу, с какими проблемами придется столкнуться и какие решения можно будет найти для реализации системы мер по обеспечению транспортной безопасности. Напоминаю, что с 1 марта 2023 года у нас вступает в в силу постановления правительства Российской Федерации 10 марта 2022 года номер 341 об утверждении перечня видов грузов в повышенной опасности. В соответствии с пунктом 7.3 ст. 1 федерального закона 16 ФСЗ транспортной безопасности груза в повышенной опасности это опасные грузы, отнесенные к постановлению правительства Российской Федерации грузом, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья людей или окружающей среды. То есть не все грузы, а определенная их часть, которая может быть использована нарушителем для совершения актов незнакомого вмешательства и нанесения максимального ущерба. Перечень грузов, который был определен постановлением, включает в себя практически все классы опасных грузов. Выбрана из них определенная часть. В первую очередь это взрывчатые вещества, воспламеняющиеся, нетоксичные, ядовитые газы, летокуполоспламеняющие жидкости, ядовитые радиоактивные вещества. При этом в самом перечне важен объем груза, то есть если груз переводится в цистерне, он попадает, если он переводится в бочках, контейнерах, он не попадает, а зависит от класса упаковки и от самого груза. Значит, для... Само вступление в силу постановления правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года в 1341, оно влияет существенным образом на саму систему обеспечения транспортной безопасности и в наибольшем мере для железнодорожного транспорта. Статьей 3 из 16 федерального закона заложен принцип непрерывности, то есть непрерывность защиты. И у нас складывается ситуация, что мы достаточно большое количество ресурсов тратим на обеспечение защиты различных объектов, при этом у нас не предусмотрены требования по обеспечению транспортной безопасности, досмотр подвижного состава совместно с грузом. То есть у нас поезда идут через объекты, не досматриваясь. Значит, при этом мы исходим из того, что груз должен быть защищен, но при росте рисков у нас всегда возникают риски того, что этот груз может быть использован нарушителем, что-то может быть размещено до того, как это зайдет на объект. Вот выход самого 341, ну и вступление его в силу, он закрывает этот пробел и определяет определенный набор требований для объектов транспортной инфраструктуры, которые перевозят, грузят или отгружают грузы полученной опасности, так и для транспортных средств, чего ранее не было. Значит, здесь необходимо отметить, что к объектам транспортной инфраструктуры, это исходя из определения, которое определено в части 5 статьи 1, это объект транспортной инфраструктуры, технологический комплекс, включающий себя под пункт З, определяемый в правительстве Российской Федерации участки железнодорожных путей, если коротко. И в развитии этого пункта у нас в постановлении правительства 1442 от 15 сентября 2020 года в части 2 установлено, что это участки необщего пользования, на которых осуществляется подача и уборка вагонов с грузами повышенной опасности. Первая из проблем, с которой я столкнулся, что нет в нормативных документах четкого определения, что такое подача и уборка вагонов. У нас есть договора, заключаемые между перевозчиками и, значит, правового РЖД и путями необщего пользования на подачу и уборку вагонов. У нас есть договора на эксплуатацию. Значит, при этом в различных судебных решениях, при анализе судебной статистики, судебных дел, то есть там складывается, что и то, и то трактуется как подача и уборка. То есть не выделяется отдельно транзит. И, значит, практически буду исходить в докладе из того, что все, куда попадает грузополученная опасность, является объектом транспортной конструкции, поскольку нет обратного определения. Значит, здесь также важными обстоятельствами является, что у нас 35 тысяч километров путей необщего пользования, ну, более 30 тысяч километров путей необщего пользования в Российской Федерации. И, соответственно, это несколько сот, наверное, даже может быть тысяч различных владельцев путей необщего пользования. Конечно, не у всех подача и уборка вагонов осуществляется грузами неполученной опасности, это надо там учитывать еще будет. Эту статистику очень сложно собрать, поскольку она не обобщена. Значит, но достаточно большое количество таких субъектов появится. И с 1 марта они, для них вступают требования по обеспечению транспортной безопасности, которые должны быть реализованы. Значит, ну, для примера, хожу небольшой участок пути, на котором расположены две станции и примыкающая инфраструктура. Значит, здесь что можно отметить, что у нас мосты, вокзалы и станции были ранее определены как объекты транспортной инфраструктуры и учитывались как объекты именно транспортной инфраструктуры. Добавляются теперь участки железнодорожных путей, это пути необщего пользования, там, первый и второй условно, то есть по которым происходит подача, уборка, то есть транзитом проходит со железнодорожной станции до железнодорожных станций в тени общего пользования, этот груз. Значит, это первый набор путей. Проблема возникает с путями там, где, ну, например, ПНП-3 и ПНП-4, если сравнить. Вот я красным маркером попробовал выделить участок. Предположим, что ПНП-3 идет на фронт погрузки первой, ПНП-4 на фронт погрузки второй. И, например, по пути необщего пользования третьему, там, например, проходит несколько метров груз транзитом с одного пути, от одного собственника к другому собственнику. Притом дальнейшее развитие путевое может быть значительным, то есть у них грузы платочной опасности не обращаются, то есть на несколько метров проходят, но при этом весь объект, соответственно, должен быть внести, внесен перечень, и, соответственно, мероприятия должны реализовываться. Второй важной частью является то, что у нас большинство, ну, очень много объектов, как раз которые привозят такие грузы, они относятся к объектам ТЭК. В рамках 256-го федерального закона, а именно частью 2-й статьи 6-й, сообщается, что обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных в границах объектов топливного комплекса, и обеспечивающих функционерами осуществляется в соответствии с требованиями вышеуказанного закона. То есть они защищаются в рамках закона ТЭК. Получается, что как раз основной грузополучатель, он мероприятие там не проводит, то есть он в рамках ТЭК уже закрыт, и все. А, например, машиностроительное какое-то производство, оно защищается уже в рамках постановления 14.13, от 18.12.2014 по рамках 35-го федерального закона, и там такого ограничения не существует. То есть там, соответственно, ему придется реализовывать все в полном объеме. То есть несоразмерность распределения возникает у нас по путям необщего пользования, и здесь будет много конфликтов. При этом владелец пути необщего пользования 3 не может отказаться от прохода этих вагонов. Есть судебная практика, где говорится о том, что в рамках сервитута владелец пути необщего пользования 4 требует пропуск вагонов осуществить в рамках своего права на работу и функционирование. То есть здесь в данном случае человек не может отказаться, владелец не может отказаться от этой услуги, например, если даже у него один раз в месяц проходит, например, груз, он так или иначе попадет в реестр. Это просто надо учитывать для дальнейшего планирования деятельности в следующем году. Интересная еще практика здесь, если уж так затронули, то есть у нас появятся участки пути необщего пользования, которые за границей, в качестве примера станции ПНП-2, которая выходит за территорию объекта ТЭК. То есть и тот участок, который уходит, у нас в практике такое было, 3 метра пути выходит за территорию, и, соответственно, они обязаны выполнять требования по обеспечению транспортной безопасности, которые не попадают на часть объекта ТЭК, то есть полная мера реализации этих объектов. Значит, что из себя будет представлять защита пути необщего пользования? Ну, условно, схема, я пропущу организационные меры, многие здесь знают содержание, постановление правительства 1633, 1635, но те, кто не знает, чем это чревато? То есть у нас, например, есть путь, предположим, 300 метров от станции общего пользования до станции необщего пользования, там 2 РОТЭК, значит, объект ТЭК. Значит, соответственно, мы обязаны организовать видеомониторинг по периметру технологического сектора зоны транспортной безопасности и по периметру границы зоны транспортной безопасности, передавать данные в реальном времени, хранение данных в течение 30 дней, выявление нарушителей на критическом элементе, воспрепятствовать технологический сектор, для чего, в принципе, потребуется заграждение, либо активное участие, то есть с учетом видеоблюдения работников подразделений транспортной безопасности, но практика показывает низкую эффективность с такими способами дешевле забор поставить, чтобы обеспечить и проводить досмотр на этот участок пути. То есть нужно будет организовать КПП и, соответственно, пункт управления обеспечением транспортной безопасности для того, чтобы реализовываться. В живых деньгах это несколько миллионов, ну, более 10 миллионов рублей на оснащение, и порядка 15 миллионов рублей потребуется в год, но с учетом ценных на рынке на содержание подразделений транспортной безопасности. Значит, если в каком-то случае, например, когда у нас не по всей территории идет и из границы зоны транспортной безопасности у нас выпадает этот участок, то там сильные разницы в цене не получаются. То есть защищаемые 300 метров или 700, по большому счету затраты приблизительно будут одинаковые для субъекта транспортной инфраструктуры. Значит, если у нас попадает объект в перечень некатегорируемых объектов, здесь в данном случае будет несколько менее требований, ну, практически все то же самое, чтобы долго не останавливаться, все то же самое остается за исключением организации досмотра. Здесь досмотр не явно в 16.35 прописан, написано, что надо реализовать выпускной внутриобъектовый режим. Вот досмотр здесь в данном случае выпадает, что даст возможность сократить издержки на, значит, защиту этого объекта. Ну, не издержки, а затраты на защиту. Значит, то, что касается транспортных средств. У нас пунктом 11 статьи 1 федерального закона, 16 федерального, установлено, что транспортные средства – это устройства, предназначенные для перевозки физических лиц груза, пугажа ручно-экологичных вещей, животных или оборудования, установленных на указанных транспортных средствах, устройств, в значениях определенных транспортных полосов и грузами и включает в себя по пункту Е железнодорожный подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров или грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям и в порядке, устанавливаемым правительством Российской Федерации. Здесь мы, исходя из определения, можем сделать вывод, что это вот грузовые вагоны, под определение не попадают у нас локомотивы, все, то есть, и получается, что мы планируем защиту именно грузовых вагонов, в которых осуществляется перевозка грузов повышенной опасности. 16.53, постановление правительства о транспортных... А, все, понял. Да, извините. Значит, постановление правительства 16.53 определяет, что железнодорожный подвижной состав, в котором осуществляется грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальному разрешению в порядке, устанавливаемого правительства Российской Федерации, в соответствии с федеральным законом о транспортной безопасности. Судя по определениям, которые даны в законе и по самому постановлению, у нас есть некоторые проблемы, связанные с тем, что у нас нет специальных разрешений для перевозки грузов повышенной опасности. Они не предусмотрены. Железнодорожный транспорт. Все регламентируется с порядком перевозки опасных грузов, то есть, которые принято содружеством тарифов. Но так или иначе, с 1 марта требования этих вступят, и для транспортных средств это будет означать следующее. Это выписка из, значит, постановления правительства 16.53. Значит, я не буду зачитывать всех пунктов там организационных или там каких-то еще. Здесь я бы хотел остановиться на некоторых требованиях, которые я, ну, то есть, там назначено до ответственных, подготовить, отестовать, привлечь подразделения. Значит, организационной частью важно, что в течение, значит, месяца, то есть, это должны быть переданы сведения об этих вагонах, наличии таких вагонов, которые подчисляют свою перевозку грузов повышенной опасности, Федеральное агентство уже дорожного транспорта, и в течение, а, в течение семи дней, в течение месяца должен быть сформирован паспорт, и в течение семи дней должен быть направлен. То есть, у нас, учитываем, что у нас около 1 миллиона 200-200 тысяч грузовых вагонов на территории Российской Федерации, даже если это упадет на 2% от общего количества парка, значит, это порядка 25 тысяч паспортов должны поступить в Федеральное агентство для организации этой защиты. Значит, странные немного требования, которые я не сразу нашел, как реализовываются для этого. Это информировать наглядно доступные формы всех физических лиц, находящихся на транспортном средстве. Если мы понимаем, что это грузовой вагон, на транспортном средстве там находиться никто не может. Обеспечить связь между субъектом-перевозчиком локомотивной бригадой и, значит, подразделением транспортной безопасности, какое средство связи будет использоваться в путь исследования между этими участниками, когда у нас связи нет практически на многих протяжения, значит, движения. Передача тревожного сигнала с транспортного средства, что потребует значительное применение электронных запорных устройств, то есть мы должны сливной прибор, люки закрыть специальными электронными запорными устройствами, которые должны обеспечивать сигнализацию действия, а также обеспечить в дальнейшем контроль управления доступом за этими доступом к грузу. Значит, дополнительно, требования дополнительно именно к перевозке грузов повышенной опасности именно для подвижного состава относятся, то есть эти части пунктов неприменимы будут, то есть в данном случае и, скорее всего, паспорта не попадут, просто технически их исполнить невозможно. Значит, одним из дополнительных требований, которые вот можно отразить, это средства контроля управления доступом, о чем он говорил, требования ограничения посторонних лиц защиты транспортного средства или группы транспорта при отцепке от поезда промежуточной станции потребуют либо сопровождения груза, либо наличных подразделений транспортной безопасности на каждой станции в пути следования. Значит, требования по обеспечению выявления нарушителей при движении транспортного средства в составе поезда путем наблюдения с обеих сторон поезда потребует наличие технических средств на локомотиве. Локомотив не является транспортным средством, то есть, по сути, он является собственником локомотивов, у нас является РЖД, и собственник погона не может повлиять на наличие таких технических средств на локомотиве, а без них это решить невозможно, будет ни связи, не будет, ни видеонаблюдения. Значит, ну и на сегодняшний день, значит, ну надо отразить, что, безусловно, требования по обеспечению транспортной безопасности должны быть выполнены, и направление оно само по себе правильное. Значит, если мы начнем досматривать подвижной состав, это просто остановит работу железной дороги, придется нам так или иначе контролировать погрузку-выбрузку и какое-то обеспечивать сопровождение и мониторинг движения вагонов, то есть, ну, здесь вот надо искать пути технических решений к этому. Сергей Владимирович, я попрошу предложение. Две минуты, даже уже это нам, наверное, много, я хотел бы резюмировать. Во-первых, надо вспомнить было бы о том, что у нас опасные грузы сопровождаются ведомственной охраной, да, есть и такое требование к ведомственной охране, которое считает охрану и сопровождение всех опасных грузов по территории Российской Федерации. В этой связи можно было бы и развивать идею, мысль о том, что, соответственно, это будет требование распространяться и нагруза повышенной опасности. Извините, я вас перебил, но вот кратко, буквально минуту, чтобы дать возможность еще выступить одному докладчику, тоже очень важная еще тема. Хорошо. Этот, кратко в предложениях, да, понятно, что у нас ведомственная охрана сегодня наиболее готова, надеюсь, если комментарий. Значит, ну, я считаю все-таки силой объединения, то есть здесь надо объединяться, то есть в системе защиты, то есть необходимо было для путей необщего пользования, то есть защищать один объект дорого, необходимо разрешить субъектно-транспортной инфраструктуры, формировать планы обеспечения транспортной безопасности, едино на несколько путей. То есть у нас 1633 там отсыл подавал, то есть в рамках единой станции. Здесь как надо сделать то же самое для путей, чтобы сэкономить затраты и обеспечивать защиту сразу групп путей, или маршрут прохода, это для объектов транспортной инфраструктуры. Значит, необходимо дать какое-то техническое задание все-таки сформировать в ближайшее время для формирования IT-компаниями какого-то программного продукта, который позволит быстро формировать эти паспорта, их каким-то образом учитывать, чтобы минимизировать количество ошибок и объем хранения, обеспечить их, этих паспортов. Сформировать позицию по определению подачи уборка вагонов, все-таки, чтобы исключить двойное трактование и уже на берегу договориться, что если транзит является подачей уборки вагонов, то тогда эти объекты должны попасть под определение законодательства. И, значит, ну уже начинать формировать систему управления поездов. Если мы исходим из этих требований, надо договариваться с ООН ЖД по оснащению локомотивов, техническими средствами защиты и возможности сопровождения различных групп. Нам понятно, что ведомство охраны будет делать так или иначе. Ну то есть какие-то, возможно, крупные подразделения транспортной безопасности. Кстати, да, важным аспектом, что для транспортных средств ограничение по ТЭК не распространяется, поскольку... Да, все, последнее. На ТЭК не распространяется, поскольку ограничение у них распространено только на объект. То есть они также должны обеспечить наличие работников подразделений на территории объекта ТЭК, контролировать погрузку-выбрузку этих вагонов, обеспечить техническую фиксацию. Все, спасибо за внимание. Сергей Владимирович, спасибо вам за доклад. Тема, как мы сказали, она набирает обороты, будет с каждым днем все актуальнее и актуальнее, поэтому, конечно, круг вопросов только будет нарастать. Один из вопросов Михаил Васильевич хотел бы сейчас задать. Это даже не вопрос, как у нас ситуация с Маславием, данным посторонним на селе, понимаете, но я как-то старейный сниверситет, а с этого суда, я не знаю, мост это мост, участок пути, это участок пути. Не надо участок пути, привязывая остальные перерывы, что мы будем. И в одном документе вы не найдете, что состав участка пути, где не очень входят, он не перерывается в основном. То есть здесь рассматривается, только участок присутствует. И определять, что политическими методами по грузовующей площадке, платформе, это никак не принадлежит. Михаил Васильевич, ну, Сергей Владимирович практически это имел в виду, когда докладывал, но немножечко он развернуто просто дал эту информацию, чтобы это было понимание для нашей аудитории. Сергей Владимирович, большое спасибо за доклад. Потом комментируй. Уважаемые коллеги, я, конечно, вижу, что мы немножечко выходим за рамки нашего регламента. У нас еще один вопрос остался для обсуждения. Очень важный вопрос, который мы попытались коснуться в ходе сегодняшнего выступления, когда рассматривали вопросы по подразделению транспортной безопасности, противодействию беспилотным летательным аппаратам. Я хотел бы попросить выйти для доклада представителя компании, вот руководителя даже компании, не знаю, как правильно расшифровываться, ДСПРК АО МПЦ ЭЛВИС, Бориса Анатольевича Черноярского, с докладом «Опыт внедрения комплексов по защите промышленных объектов и объектов транспортной инструктуры от беспилотных воздушных судов». А он у нас присутствует в зале? Судя по всему, нет. Организаторы говорили, что он будет. Мы вот как раз в связи с этим ускорялись немножечко. В принципе, да. Тема настолько актуальная, что вот руководитель где-то перехватили его, наверное, в другую аудиторию, скорее всего. Сейчас уточним. Ну, нет информации, да? Через пять минут? Так, через пять минут у нас уже... Уважаемые коллеги, вот давайте тогда, я не знаю, насколько мы сможем задержать аудиторию, аудиторию, потому что следом за нами у нас будут наши же коллеги, которые будут вопросы обеспечения транспортной безопасности на метрополитене освещать. И железнодорожный транспорт с метрополитеном у нас пересекается, да, в части даже вот наших объектов, которые находятся в черте города. Это объекты МЦК, это объекты Московского метрополитена, если брать в нашей городской агломерации, тут настолько плотно все пересекается, они по этим объектам являются субъектами транспортной структуры, как вы знаете, договорными отношениями определяют, кто будет выполнять мероприятия по транспортной безопасности. Ну вот я как бы рекламирую для того, чтобы мы некоторые тут нашли возможность остаться на следующем практикуме, пока наш коллега не подошел с докладом. Ну что я хочу сказать? Во-первых, даже без этого выступления можно констатировать одно, что современные условия диктуют нам те вызовы, на которые мы должны реагировать. Вызовы это коснулись еще, считаю, год назад, полтора года назад, когда мы рассматривали оценки воздействий, результаты оценки воздействий, то некоторые организации еще в 2011-2012 году, ну с момента формирования вот этого нашего процесса, когда мы начинали именно процедуру проведения оценки воздействий, специализированные организации, их достаточно было тогда больше аккредитовано порядка 200 только в Ружу-Доре, пытались рассмотреть через призму существующих угроз как раз и воздействие на объекты беспилотных летательных аппаратов. На тот момент все эти угрозы воспринимались ну как нечто, так сказать, несвойственное железнодорожному транспорту, нечто несвойственное реалиям, которые применимы на железнодорожном транспорте, но видим, как быстро меняется обстановка, как быстро меняются те угрозы, на которые мы должны реагировать. Кратко доведу, ну, во-первых, у нас что произошло, может быть, кто не знает. Есть изменения в 77-й федеральный закон, 77-й федеральный закон – это закон о ведомственной охране. В этот федеральный закон в конце прошлого года, 29 декабря, внесены изменения. Коснулись изменения в статью 11, в статью 15 в части наделения права правом ведомственной охраны применять средства противодействия беспилотным летательным аппаратам. С учетом того, что данная тема, она пересекается как с мирным временем, так и с боевыми действиями, которые осуществляются в ходе специальной военной операции. Здесь очень сложно, очень тонкая грань существует вот как раз вот этих вот использований, вот этих систем. Насколько мы можем применить их, собственно, в современных условиях в обычной мирной жизни. И вот эти системы как раз мы и, так сказать, закладывали в тот перечень актуальных вопросов, которые мы должны были сегодня, так сказать, поднять и обсудить, и выслушать доклад. Вот руководителя данного производителя, данного предприятия, который и, соответственно, разрабатывает данные системы и предлагает их внедрять как для специальных силовых структур и для качественных средств противодействия в мирное время, именно для защиты объектов транспортной структуры. Но хочу поделиться опытом. У нас сегодня был присутствовал в зале руководитель ведомственной охраны Рожелдора. К сожалению, его руководитель вызвал. А так, на самом деле, у него тоже было запланированное короткое выступление. Поделиться опытом, который использует ведомственная охрана в части как использования беспилотных летательных аппаратов, так и в части подготовки, пока на сегодняшний день, подготовки сотрудников своих для того, чтобы они в дальнейшем могли применять на практике это право борьбы и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Ну, я, конечно, могу долго еще рассуждать и тянуть время, но, к сожалению, время, так сказать, у нас все не будет, да, человека? Ну, вот я приношу извинения за нашу организацию такую. Мы не услышим этот доклад от данного руководителя, хотя нам обещали, и мы очень надеялись на данное выступление. Я думаю, все-таки повторю свою мысль, что данной тематике мы, наверное, будем посвящать еще не одно выступление. Это, как говорится, первое такое пробное выступление, которое не состоялось. Ближайшие форумы, ну, не на данной площадке, вот у нас в течение года, я думаю, все равно будут определенные встречи в таком кругу или чуть расширенном составе. Мы эти вопросы все равно будем поднимать и обсуждать. Поэтому, уважаемые коллеги, я благодарю вас за участие в нашем практикуме. Мы попытались сегодня представить вам для обсуждения, для доклада наиболее актуальные вопросы, которые мы видели и предлагали для обсуждения. Поэтому, если у кого есть предложения, замечания, в каком контексте мы последующие наши организовывать совещания, вот эти, ну, как бы назовем их совещания, наши встречи, в каком контексте и в каком ракурсе мы хотели бы их видеть, выстраивать, то прошу замечания высказывать сейчас, дабы мы их потом устраняли и применяли на практике. Если есть таковые, попрошу тогда высказаться. Все ли понравилось, все ли мы обсудили, все ли мы успели. Ну, если вопросов и предложений нет, благодарю вас за уделенное время. Добрый вечер. У нас осталось не так много. Самые стойкие. У нас практика по городскому и общественному транспорту, актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности. Меня зовут Ромашин Михаил, я работаю в Московской метрополитене, уже достаточно давно. С меня, наверное, и начнем, судя по программе. С некого доклада. Не могу выйти, могу сидя, как удобнее. Наверное, тогда сидя начну. Расскажу про метрополитен, про наш подход, про наш взгляд на обеспечение транспортной безопасности, особенно вот в текущих условиях. Прежде всего, рад приветствовать всех на нашем практикуме, посвященном городскому и общественному транспорту и актуальным вопросам обеспечения транспортной безопасности. В реале к сегодняшнего дня вопрос обеспечения транспортной безопасности как никогда актуальный. Метрополитен подходит к ним системно, комплексно, поэтапно охватывает все объекты инфраструктуры и уровни управления. В общей сложности у Московского метрополитена, как субъект транспортной инфраструктуры, обязан реализовать комплекс мер по защите уже 578 категорированных объектов транспортной инфраструктуры и 622 транспортных средств. А так, как и законного вмешательства. В конце февраля, как все уже, наверное, слышали, там выступление Собянина, неоднократно, мы ждем полноценного запуска большой кольцевой линии, что еще больше увеличит количество защищаемых нами объектов. Мы крупнейший транспортный оператор в городе. Наши предприятия развиваются, мы строимся и расширяемся не только с точки зрения новых станций, тоннелей или электродепо, но расширяем зону ответственности. У нас есть объекты железнодорожного транспорта, это Московское центральное кольцо, и появился наземно-городской пассажирский транспорт, это автовокзалы и трамвайное хозяйство. Такие универсальные. Нельзя не отметить накопленный опыт в области обеспечения транспортной безопасности. В 2022 году мы отмечали 15 лет с момента выхода основополагающего закона о транспортной безопасности 16 ФЗ. И собственный юбилей, не очень большой, но тоже. Уже 10 лет службы безопасности Московского метрополитена. Остались в прошлом у нас за спиной как-то пилотные досмотровые зоны и комплексная программа обеспечения на транспорте. Когда вестибюрих появился полноценный входной контроль и досмотр. Цифровое видеонаблюдение заменило собой аналоговая камера. Интеллектуальная составляющая позволяет оперативнее реагировать на нештатные ситуации и угрозу совершения актов незаконного вмешательства. Было и усиление в период зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. И ажиотаж столботворения болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Когда наши дополнительные силы дежурили у торцов ключевых станций перед входами в туннель. И у вентиляционных шахт в центральной части города. Такое тоже было. Переживали мы и трансформацию нормативной базы. 130-й приказ Минтранса сменился на 410-е постановление правительства. Сейчас мы живем в формате 1641. И его соседи на железнодорожном, автомобильном и речном транспорте. Пережили пандемию, давшую гигантский толчок развитию цифровизации. И ее повсеместному проникновению во все сферы общества. В полный рост заработала биометрия. От розыска до оплаты прохода по лицу. Тестируется система контроля прохода в туннель. И другие подсистемы контроля управления доступом. 22-й год перевел нас в усиленный режим работы. Из-за начала специальной военной операции. Осложнения на внешней политической обстановке. Здесь имеется в виду санкции. Уход западных компаний с рынка и другие неожиданности. Но мы идем вперед. Наш подход это интеграция решений всех основных требований. В рамках одного субъекта транспорта и инфраструктуры. Мы стараемся идти по пути одного окна. И стараемся все делать сами. Прежде всего, УГУ Московский метрополитен имеет собственное подразделение транспортной безопасности. Аккредитованное по линии Росжелдора, метрополитенной железной дороги. По линии Росавтодора, наземный городской посадочный транспорт. А в 2022 году еще и по линии Росмуррич-флота. Объекты водного транспорта, прежде всего, расположены в акватории Москвы-реки. Суммарно, штатная численность подразделения транспортной безопасности метрополитена приближается к 10 тысячам человек. Это почти дивизия. В основной состав наших сил входит инспекторский состав порядка 400 досмотровых зон, расположенных на контрольно-пропускных пунктах наших объектов. Это силы быстрого реагирования, реализованные как в формате мобильных экипажей, так и пеших групп, присутствующих на платформах станции, ТДП, автовокзалах. Есть операторы системы управления обеспечением транспортной безопасности, как на центральном пункте, расположенном в едином диспетчерском центре, так и на локальных постах. Обеспечивается пропускной и внутриобъектовый режим на всех наших объектах. Оцениваем результаты работы подразделения в 2022 году, в реалиях 2022 года, с учетом усиления и возросшей внешней активности, можно отметить и от особенностей. Мы для себя помечаем, что мы поставили абсолютный рекорд по досмотру пассажиров. То есть 222 миллиона человек и 115 миллионов единиц багажа. Это доп. досмотр, потому что, в принципе, весь входящий пассажиропоток у нас проходит через рамки, через АКРК радиацию, и еще часть из них дополнительно досматривается с помощью технических средств. Мы в этом случае превзошли даже показатели 2018-2019 годов, когда был предпандемийный период, когда был нормальный пассажиропоток. При этом, что хочется отметить, количество потенциально опасных предметов устойчиво снижается. То есть, если брать там 2019 год, мы выявили порядка 360 тысяч потенциально опасных предметов, то за 2022 год это всего 267 тысяч. То есть пассажир становится дисциплинированнее, он понимает, что можно возить, что нельзя. То есть это как бы мы отмечаем по разным факторам. Очень ярко выстрелила угроза взрыва за последний год. Нас минировали практически каждый день. Мы отмечаем рост почти в пять раз. То есть, если в 2021 году было всего 42 угрозы, то в 2022-м 204. И это каждый раз, соответственно, привлечение сил, осмотр. Ну, не перекрывали станции, конечно, понимаем, что это балуются люди, но все меры отрабатывали. Присылали КБР, обходили, смотрели, есть что-то, нет. Взрывных устройств, взрывных веществ обнаружено не было. Аналогичная ситуация и в киберпространстве. То есть, рост ДДОС-атак на наш веб-сайт, мобильное приложение, более чем в два с половиной раза. Было 62 случая в 2021 году, в 150 в 2022. Актов незаконного вмешательства не допущено. И это, как бы мы считаем, один из основных показателей нашей работы. Следующий элемент системы, которую мы создали уже практически, это собственная специализированная организация, на постоянной основе реализующая задачи по категорированию, оценке уязвимости и разработке планов паспортов обеспечения транспортной безопасности. Так же, как и с подразделением, Куб Масловский митрополитен аккредитован в качестве специализированной организации по линии Росжелдора, Росавтодора и Росморвичфлота. Честно скажу, приобрести необходимые компетенции, подобрать персонал, сформировать команду оказалось очень непросто. И здесь не могу не сказать слова благодарности в адрес компетентных органов, как самого Минтранса, так и профильных агентств. За их терпение, обратную связь, готовность к поиску решений, удовлетворяющих как требуемое законодательство, так и фактическим возможностям субъекта транспортной инфраструктуры. Хотелось бы подчеркнуть, наличие собственной специализированной организации позволяет намного оперативнее реагировать на изменения транспортного законодательства. Мы очень оперативно выходим на дополнительную оценку уязвимости. Можем перестроиться, учесть какие-то особенности, что-то еще. Более того, мы фактически закрепляем специалиста за объектом, и это значительно ускоряет процесс внесения изменений. То есть он знает специфику, и это упрощает нам работу. Это первый момент. То есть когда другие еще конкурсили, мы уже несли первый проект, уже несли в Рожелдор на рассмотрение. Второй момент, который из практики мы получили, это при разработке планов, внесении изменений, актуализации организационно-распределительных документов. Стало понятно, что эта работа, по сути, носит постоянный характер. Метро живое, оно постоянно развивается, где-то что-то меняют. Если делать план как живой инструмент, как рабочий инструмент, он изменяется практически постоянно. Где-то открыли новую дверь, поменяли пассажиропоток, передвинули досмотровую зону, уволил соответственно здравоохранительные безопасности на объекте. То есть это все требует определенных действий со стороны субъекта, которые должны быть. Потому что первоначально проверяющий даже орган, он смотрит самоналичие планов, когда они все есть, начинается, соответственно, а что у вас в нем. Это как бы следующая итерация, следующее рассмотрение. То есть здесь никуда не деться. Вот на 578 объектов мы посчитали, у меня порядка 4000 организационно-распределительных документов. При том, что мы часть документов смогли сделать едиными для всего метрополитена, то есть как бы универсальными для всех объектов. И при этом существует ряд приказов по той же самой зоне расстановки оборудования, которые мы делаем под каждый объект. И третий аспект тоже весьма положительный. Поскольку накапливаются профессиональные знания, понимание ситуации, появляется возможность расшивки узких мест. Когда не очень понятно, с какой стороны заходить, особенно в условиях развития. Помимо совместной там с технарями выработки предложений про размещение камер, установки оборудования, мы даже решали такие вопросы, как, например, станция Микинина. Она у нас была под Крокусом, а эксплуатировали ее мы. И эксплуатируем до сих пор. И очень долго решались вопросы, а как же правильно организовать транспортную безопасность. Потому что Крокус ее не эксплуатирует, деньги тратить не хочет. Мы тоже как бы самостоятельная коммерческая организация, не можем делать это безвозмездно. И вот в том числе, благодаря взаимодействию с Росжелдором, мы нашли вариант двойной субъектности. Когда мы провели оценку, показали, что объект является единым. Есть часть наша, есть часть Крокуса. В итоге мы получили два субъекта на один объект. Сделали оценку узимости, разработали план. И в принципе мы полностью этот вопрос расширили, скажем так. Аналогичная ситуация у нас на МЦК. Мы с этого и начинали, когда платформа РЖД, а конкорс сверху вестибюль, он сначала был МКЖД, теперь метрополитен. Так как вот наш вывод такой, реальность намного многообразнее, чем то, что содержится в нормативной базе. Поэтому необходимо искать решения по разным ситуациям. Хорошо, когда мы делаем это мы. Это очень сложно положить в какой-то контракт, наняв внешнего эксперта, специалиста. Ну это как бы наше видение. Мы вот грызем тему с транспортно-пересадочными узлами, но пока вот до конца не расширили. Не понимаем, как это делать. Когда на одном объекте сталкивается не только несколько субъектов, но и несколько законодательств. Возьмем пример локомотив, метро Черкизовская, станция локомотив МЦК и вокзал Восточный. В принципе они технологически объединены в единый контур. Можно сделать так, что внутри все будет единая чистая зона. Но если локомотив с Восточным еще как-то можно объединить, потому что они под одним законодательством, то станцию Черкизовская погрузить уже невозможно. Так как условный выборочный досмотр и сплошной досмотр на железной дороге отличаются от выборочного досмотра на метрополитене. Ну специфика, значит как бы ответов пока до конца нет. Следующий момент, который мы, как я уже сказал, штатная численность порядка 10 тысяч, их нужно обучать и аттестовывать. Это тоже на самом деле постоянная величина, как мы уже поняли. У нас собственный учебный центр. Мы 100% людей прогоняем через обучение, вплоть до ученического договора, там с последующей сдачей выпускных экзаменов и преступлением к работе. Но мы уже сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда люди, которые были аттестованы, у них заканчивается свидетельство. А мы еще не всех аттестовали, которые новые, потому что много людей. К сожалению, законодательство не позволяет нам пока объединить в одном формате и обучение, и аттестацию. Хотя, казалось бы, вложись в нормальные классы, в нормальную систему контроля и будет как полноценный бус. Человек пришел, отучился и получил корочку на выходе. Но пока не получается решить вопрос. Также, в качестве открытых вопросов, я бы хотел обозначить чрезмерное количество категорий сил. У нас их 8 практически. Хотя, мне кажется, достаточно было бы и трех. То есть, условно, руководитель-теоретик, который может занимать должность соответственно на транспортной безопасности в субъекте или на объекте, может занимать руководящие должности в самом подразделении, а также выполнять иные работы, например, оценку уязвимостей. Досмотровик, как основная пехота, на которую возложен входной контроль. Собеседование, наблюдение, досмотр, в том числе с использованием технических средств. Ну и, собственно говоря, спецназ. Это как бы сотрудник сил быстрого реагирования, который может применять физическую силу, специальные средства. И в большей степени заточен именно на это, на пресечении акта незаконного вмешательства, нежели на такую культурную работу и прочее. Может быть, целесообразно было бы и требование по проверке профессиональной пригодности со стороны Росгвардии тоже сосредоточить именно на этой категории. Потому что, так как сейчас пишется 16 ФСР, мы должны все ПТБ прогонять через Росгвардию практически ежегодно. Очень надеемся, что появится профессия. Очень длинный путь, пока не все получается. И, к сожалению, даже дело не в том, что у нас сама как профессия. У нас очень, не очень сильный, вот этот социальный статус инспектора, который находится на первой линии, находится на острие. То есть мы единственная служба в метрополитене, которая не имеет в своем критерии оценки вот это вот количество обращений и жалоб со стороны пассажиров. То есть культура и качество обслуживания не является показателем нашей работы. Так как, в отличие от всех остальных работников метро, наша задача не упростить человеку поездку, а усложнить ее. А в условиях развития вот этих всех соцсетей, там хайпа, тиктока и прочего, мы начинаем сталкиваться с профессионально подготовленными блогерами, которые пытаются провоцировать человека, да, вывести его из себя, среагировать. И все это одновременно снимается на телефон, потом выкладывается, потом пытается дать какой-то социальный резонанс этому. И мы, получается, что вместо защиты мундира, как в ситуации, например, с сотрудником полиции, мы в тисках 59-го закона, где мы должны рассмотреть, обязательно вежливо ответить, поправить и, не дай бог, мы упустим какое-то из обвинительных заключений. Нас потом прокуратура уже за это дело и воспитает. Ну и, конечно, огромное значение для обеспечения транспортной безопасности и антирористической защищенности объектов – это техническая вооруженность. Здесь спасибо в первую голову комплексной программе обеспечения транспортной безопасности, когда, собственно говоря, была заложена существенная материально-техническая база, 200 с лишним досмотровых зон, почти 300 было поставлено на всех вестибюлях. Дальше это все было погружено в требования к новым объектам. И сейчас фактически мы принимаем станцию с уже готовой системой видеонаблюдения, с кудо-досмотровым оборудованием. То есть наша задача, пусконаладка проведена, наша задача – выставить силы и перерезать ленточку. То есть уже на момент открытия станции требования соблюдены. Дальше начинается категорирование, оценка уязвимости, да, приведение в соответствие, собственно говоря. Но пассажир уже идет защищенный. Собственно говоря, реализовали мы систему видеонаблюдения. Значит, у нас есть центр управления свой, который смотрит и внутри метро, и прилегающие камеры городские. Все это выводится в один центр. Имеет интеллектуальную составляющую. Тут тоже это разумно, потому что если просто смотреть камеры, отсматривать, это нереально. Потому что там у нас порядка 18 тысяч камер. Но сейчас это еще не полностью переведен, весь аналог переведен на цифру. То есть нормальная станция, новая станция закрывается, это порядка 300-400 камер на одну станцию. Если она будет… То есть глубина хранения архива 30 дней, как это и требует законодательство. Но сработка сигналов, интеллектуальная составляющая, позволяет нам гораздо быстрее и эффективнее реагировать. Обновляем досмотровое оборудование. Комплексная программа уже, так сказать, интероскопы и прочее уже свое отжили. Уже плавно идет замена. Благо изначально метрополитен ставил отечественное оборудование. Это тоже как бы сейчас в сегодняшних реалиях нам помогает. И параллельно также такие вещи, как биометрия. Тоже очень интересная, не дешевая игрушка, но она как бы себя оправдывает. Порядка 5000 камер у нас с сентября 2020 года установлены на турникетах и по входу, и по выходу. Мы ее не эксплуатируем в плане базы розыска, кого-то задерживать. Нет, это все-таки находится на стороне правоохранительных органов, но мы всецело это приветствуем и стараемся оказывать человеческое содействие. В этом, да, привлечения народной дружины, которая помогает сотрудникам полиции реагировать на какие-то сигналы. Ну, наверное, на этом я закончу. Такой вот экскурс в истории. Если есть какие-то вопросы, уточнения, или можем двигаться дальше к следующему выступлению. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Возможно? Да. Я спросил, по поводу видеовидентификации на входе и выходе. Это значит, что у вас все в полицию уходит, да? Вам ничего? Или вам тоже идет? Нет, мы не храним эту информацию. То есть, нужно понимать, что и в полицию уходит не какая-то картинка, да? То есть, там схема построена по биометрическому ключу. То есть, человек, проходя через турникет, камера, которая стоит на турникете, она его пишет, выбирает из всей, как бы, из видеоряда, выбирает наиболее оптимальную картинку по внешнему виду, формирует метаданные биометрических ключ, которые и отправляет в базу данных, которые не наши. Там он сверяется с базой данных людей, находящихся в розыске. И, соответственно, если есть совпадение, идет сигнал полиции на планшет или на компьютер, на тех людей, которых мы здесь как бы не участвуем. Я вот это, как бы, в данном случае, я бы, в данном случае, что, вот, в вашем потокаме, в том числе, мы там, в том числе, у нас сейчас, вот, интересуются эти вопросы, там, что у нас задача поставить на публике, тоже, как бы, они хотели, правда, даже, безопасного города, чтобы цифра ушла, кроме для достижения, потому что, поэтому, осталось, как бы, в полиции, даже на рынке, задаю вопрос. Спасибо. Да, но все равно, какая бы ни была биометрия, какие бы ни были технические средства, все равно остается, человеческий фактор сохраняется. То есть, даже сработка биометрии не дает автоматически человека, что вот он преступник. Все равно... Проход пассажирного биометрии, они не связаны с этим? Они используют одни и те же камеры, но, да, но немножко разные схемы. Да, да. Да. Новиков Александр Иванович, подскажите, пожалуйста, нашу организацию проектирует систему безопасности для транспортно-пересадочных узлов в Москве и для депо-метрополитена. По транспортно-пересадочным узлам основная проблема в том, что, ну, вы знаете, на многих ТПУ метрополитен составная часть станции метрополитена. А при проектировании получается ерунда, потому что ТПУ не является объектом транспортной инфраструктуры по законодательству. Мы просим у МОСНЧ-проекта определить нам предварительную категорию, и возникает, ну, куча проблем из-за этого. И в свое время я предлагал в департаменте региональной безопасности Москвы исходить из того, что метрополитен всегда имеет первую категорию, и надо исходить из высшей категории при проектировании системы безопасности транспортно-пересадочного узла. Но, однако, практика показывает, что проблема остается. То есть мы, как правило, не получаем категорию и вынуждены изворачиваться, что называется, да. Это первый вопрос. А второй вопрос по проектированию транспортной безопасности ДПО по дорожной карте. Как правило, разделы транспортной безопасности начинают проектироваться после того, как все остальное уже спроектировано. А реально мы знаем, что нужно предусматривать помещения, нужно предусматривать инженерные заграждения, и на последнем этапе возникает куча совершенно проблем, связанных с тем, что надо пересматривать и другие проектные решения, которые уже есть. Можете прокомментировать? 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 ТПУ, непонятно даже, к какой полиции относится, потому что это уже не метро, еще не город, и вот и транспорт. Ну, в Нижегородске у нас была такая ситуация тоже, там есть терминал, который относится к МЦК, есть станция метро, есть РЖД, есть пересадочный терминал между всеми остальными и РЖД. И куда привязать? Да, 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 то есть это вот как бы больше, наверное, мы пытаемся формулировать предложение, но, к сожалению, не мы заказываем музыку здесь. По поводу реконструкции РЖД, вот при строительстве новых у нас, в принципе, уже есть требования, мы сейчас со строящимися объектами как бы наладили эту ситуацию, то есть если объект не может пройти экспертизу, если в нем нет раздела по транспортной безопасности. А вот с реконструкцией, да, тут как бы есть нюансы, потому что есть требования, есть уже существующий объект, что в нем можно сделать, что нельзя, тут, ну, тут ищем, ищем варианты, тоже разрабатываем некие свои собственные внутренние регламенты, требования для реконструируемых объектов. Так, второй докладик у нас водный транспорт как сегмент общественного транспорта. Современные аспекты обеспечения транспортной безопасности. Кирилл Владимирович Приходько, специалист по транспортной безопасности Московского филиала АО «Водоход». Это тоже такой новый наш проект, такой городской и водохода. Добрый день, уважаемые коллеги и участники форума. Спасибо за предоставленную возможность с экспертным мнением о современных проблемах в области обеспечения транспортной безопасности на морском и внутреннем водном транспорте. Я представляю компанию «Водоход» и обособленной организацией компании, задействованной в осуществлении пассажирских перевозок водным транспортом. Компания осуществляет пассажирские перевозки с 2008 года, и основным направлением всегда было и остается круизное сообщение, где помимо перевозок пассажирами оказывается высочайшее качество туристического продукта, организация экскурсий, питание, развлекательные программы и, конечно, безопасность. В рамках развития водного транспорта, как сегмента транспортной стратегии, компания «Водоход» в 2021 году организовала регулярный маршрут на Черном море путем запуска двух скоростных судов по маршруту Сочи и Линджик-Новороссийск. В 2022 году актуальность данной этого проекта показала колоссальный результат, так как аэропорты южного побережья закрыты, кроме аэропорта Сочи пассажиропоток давал стопроцентную заполняемость судов. Наимелись проблемы, причем с обеспечением транспортной безопасности. Плечальная инфраструктура, которыми управляют другие субъекты транспортной инфраструктуры, не способна в полной мере обеспечить транспортную безопасность и защитить транспортные средства. И пассажиров в такт незаконном вмешательстве, ссылаясь на нерентабельность найма подразделений транспортной безопасности. Пришлось собственные средства нанимать подразделения транспортной безопасности и выставлять на чужом объекте транспортной инфраструктуры для досмотра пассажиров и защиты транспортных средств от такт незаконного вмешательства. Требования установлены в установлении правительства 1637 требований по обеспечению транспортной безопасности морского внутреннего водного транспорта. Не заставляют нас, перевозчиков, привлекать подразделения транспортной безопасности в таком случае. Проводить осмотр объектов, досмотр, применить технические средства силами обеспечения транспортной безопасности. Но мы все понимаем, что это просто профанация и качество оказываемых вступ должно быть надлежащим и безопасным. В связи с этим было принято решение взвалить на свои плечи финансовые расходы за то, что должны были реализовать субъекты, эксплуатанты объектов. Также в прошлом году компания «Водоход» взяла на себя обязательства на осуществление регулярных перевозок пассажиров в городе Москва посредством электрического водного транспорта. Это уникальный проект для всей страны, так как подобного рода проекты не реализовываются нигде. В ходе подготовки к запуску проекта было определено два маршрута движения по Москва-реке, где будет задействовано 21 транспортное средство регулярно, вместимостью 50 человек, и 23 плавучих объекта, плавучих причалов в нашем случае, двух модификаций, круговое исполнение 16 и 10 метров в диаметре. Соответственно, данный вид водного транспорта, как сегмент общественного, будет интегрирован в единую сеть общественного транспорта города Москвы. Как говорилось ранее, проект уникальный, так как не имеет аналогов, и команде специалистов нашей компании пришлось изрядно попотеть, чтобы учесть современные требования по обеспечению транспортной безопасности на стадии строительства. В части нужного оснащения техническими средствами, это видеонаблюдением и другими техническими средствами. Но помимо всего, самая большая трудность заключалась в доказательстве перед строителями и заказчиками, что данное оборудование, да еще и с какими-то сертификатами, а именно в нашем случае 969-ом постановлении, действительно нужно. Оно того, далеко не дешевое оборудование сертификатом 969-ом постановления. Но в противном случае, если мы не доказывали данный метод, нам бы пришлось устанавливать своими силами технические средства, то есть разбирать судно, согласовывать с РКО и другими структурными подразделениями. Это коллизия, которая требует нормативного регулирования и заработки требований по обеспечению транспортной безопасности, транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры на стадии проектирования и строительства. На сегодня часть плавучих объектов и транспортных средств проходят испытания, и в мае уже планируется порадовать гостей и жителей нашего города запуском данного проекта. Хочется еще рассказать о проблемах, с которыми нам пришлось столкнуться в процессе реализации и подготовки данного проекта. Хочется отметить, что хороший специалист в области обеспечения транспортной безопасности должен находиться в каждом государственном и муниципальном учреждении, связанном с транспортом или перевозками. В противном случае приходится проводить регулярные научные совещания, где пытаешься объяснить заказчику, чем отличает очок от ПТБ, зачем нужна ГБР. И это только малая часть трудностей. И все требования по обеспечению транспортной безопасности приходится очень долго и упорно доказывать, так как не должно быть. Нужна гармонизация между крупными ведомствами, представляющими интерес города, исполнителем, то есть перевозчиком. В рамках реализации данного проекта департаментом транспорта города Москвы было принято решение о создании единого подразделения транспортной безопасности совместно с московским метрополитеном. Для этого московский метрополитен получил аккредитацию как ПТБ на морском и внутреннем водном транспорте. И уже, насколько нам известно, отчествовал большую часть количества сотрудников по водному транспорту. Считаем правильным единый подход в реализации защиты объектов и транспортных средств в московском регионе. Требования по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта, утвержденные постановлением правительства 1638, требуют интеграции в современные реалии. В этой связи с Министерством транспорта РФ внесено предложение по рассмотрению изменений законодательства с учетом использования водных транспортов и объектов в сегменте общественного транспорта. Надеемся, что результат будет являться обращением требований без снижения антирористической защищенности, что является идеальной сбалансированной гармонизацией. Если какие-то еще есть вопросы по реализации данного проекта, касающего города Москвы и речного транспорта, готов ответить. В мае у нас будет осуществлен первый запуск в тестовом режиме. На данный момент установлены две остановки, одна из них уже с зарядной станцией, это быстрая зарядка. Там будет, соответственно, проходить как по банкскартам, так и по картам тройка, так что без проблем. Первый маршрут будет от Киевского до Фили. До Фили, да, но там еще помимо в этом отрезке еще будет несколько остановок, в том числе и Москва-Сити, и Москва-Кратион. На каждом маршруте по 10 остановок будет. Я здесь дополню, да, здесь как бы планируется именно пассажирская перевозка, то есть не банкетный флот, который там взял корабль. Да-да-да, а именно вот. 50 человек на судне, на каждом. Да, есть. Планируем интервал от 10 до 15 минут. А по времени начала и курсу? Не могу точно сказать. Не, ну пусть катаются как бы. Да-да-да. Хочу от себя вот такой подмечить факт, что в силу того, что причалы в оперативном управлении города, а именно ГКУ-ЦОДД, у ЦОДД, насколько я знаю, уже заключен договор на подразделение транспортной безопасности с московским метрополитеном. В силу этого нам немножко упрощает задачу по соглашению с метрополитеном о обеспечении транспортной безопасности на объектах. Так как у нас соприкосновение идет с действующими причалами, всего этого нам упрощается задача. Но опять же мы, так как являемся субъектом отдельным, мы также обязаны разрабатывать свои оценки, планы и также паспорта на транспортные средства. Действующие причалы города, которые были в оперативном управлении ГКУ-ЦОДД. Еще какие-то вопросы? Второй. Печатники Южный порт, по-моему. Автозаводский мост, Печатники. Там тоже примерно так же, где-то 10-11 остановок будет между ними. Спасибо. Спасибо. Двигаемся дальше. Следующий докладчик у нас представитель ООО НИПИ ЛЕН Метро Гипротранс Калина Васильевна Кузьмина. Проектирование системы видеонаблюдения на метрополитене в соответствии с требованиями транспортной безопасности. Слышно меня, да? Здравствуйте. Значит, тема моя, то, что было сказано, это проектирование системы видеонаблюдения на метрополитене в соответствии с требованиями транспортной безопасности. Институт, в котором я работаю, это научно-исследовательский проектно-изыскательский институт ЛЕН-Метро-Гипротранс. Мы активно принимаем участие в обеспечении транспортной безопасности на городском общественном транспорте, а именно это имеется в виду метрополитен, разрабатывая проектную документацию для строящихся и реконструированных объектов. ГУП Московский метрополитен для нас стал стартовой площадкой по внедрению инженерных систем транспортной безопасности. Как мы тут уже все слышали, присваивают вновь строящуюся станцию Московского метрополитена предварительную первую категорию. Одной из систем, обеспечивающей транспортную безопасность на метрополитене, это стала система интеллектуального видеонаблюдения. Целью создания системы видеонаблюдения является информационно-аналитическое обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспортной инфраструктуры метрополитена, защита интереса пассажиров и персонала от угроза в совершении авто незаконного вмешательства в числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Достижение этих целей обеспечивается за счет видеонаблюдения за текущей обстановкой на объектах метрополитена, анализа инцидентов по архивированным видеоданам, автоматической фиксации несанкционированных действий пассажиров, формирование баз данных нарушителей, поиска и сопровождение с последующим расследованием инцидентов и принятием мер реагирования, оценки видеоаналитики пассажиропотоков, прогнозирование и моделирование для принятия эффективных управленческих решений, мониторинга каналов обмена данными в сетях ЕСВ и высококоростных каналах передачи данных с целью выявления нарушений, целостности несанкционированных внедрений и нештатных ситуаций. Видеонаблюдение части транспортной безопасности обеспечивает обзорное и биометрическое видеонаблюдение зон объектов транспортной инфраструктуры, видеоаналитику, то есть автоматическое обнаружение нештатных ситуаций, в том числе в зонах с интенсивными пассажиропотоками, трансляцию видеоданных и информацию о зафиксированных событиях ЕСВН в ситуационный центр и пункт управления обеспечения транспортной безопасности, архивирование и хранение в течение не менее одного месяца видеоданных и информации о зафиксированных событиях видеонаблюдения. Реализация задач решаемых системой интеллектуального видеонаблюдения обеспечивается программно-техническим комплексом, в состав которого входят видеокамеры, оборудование передачи данных, серверы обзорного видеонаблюдения и видеоаналитики, система хранения данных, автоматизированные рабочие места операторов и контроллеры видеостены, программное обеспечение обзорного видеонаблюдения, также и видеоаналитики. Все технические средства ЕСВН располагаются в пределах контролируемой зоны. Подключения к сетям международного информационного обмена интернет отсутствуют. Для обзорного и биометрического наблюдения применяются видеокамеры, выдающие качественную картинку в условиях неравномерной и контрастной освещенности, что крайне важно для вестибюлей, где типичные застекленные стены и высокие потолки. Это такие IP-видеокамеры, как купольная, уличная, с встроенной подсветкой инфракрасной, также с микрофоном встроенной, в лифтах устанавливаются видеокамеры. Видеокамеры обеспечивают обзор в реальном времени за входными и выходными группами вестибюльных дверей с внутренней и наружной стороны вестибюлей и павильонов, за столками турникетов на вестибюлях, за пассажирской зоной, головных и хвостовых вагонов электропоездов с рабочего места машиниста, номером маршрута в электропоездов, за виндингами аппаратами, за местом остановки подвижного состава на платформе, за верхними и нижними входными площадками с халатором, ну и другими зонами, все сейчас перечислять не буду. Расстановка видеокамерной станции к метрополитену исключает появление непросматриваемых мест пассажирских зон. Видеокамеры в помещениях дежурного по станции и комнаты полиции и транспортной безопасности имеют обязательную функцию записи звука. Замещение видеокамер для биометрической идентификации физических лиц соответствует специальным требованиям по освещенности плоскости лица, неравномерности освещенности лица, положении лица относительно фронтального ракурса, угловыми координатами поворота, наклона, отклонения лица, ну и все, что требуется по госту, информационной технологии, биометрии, формата обмена биометрическими данными. Устанавливаются видеокамеры для биометрической идентификации на входных и выходных турникетах по одной видеокамере, направленные на входящего. На реверсильных турникетах, это те, которые около лифтов, по две видеокамеры установлены. Обработка и хранение информации от видеокамер производится как на станции трое суток, так и в центре обработки данных. По поводу трое суток это в технических условиях на исполнении системы видеонаблюдения, которую мы получаем как исходные данные от нашего заказчика. Для обработки и хранения информации на станциях используется гиперконвергентная система, объединяющая вычислительные ресурсы с ресурсами хранения. Система представляет из себя гиперконвергентный кластер виртуализации, состоящий из узлов, то есть серверов и коммутаторов внутренней сети. Каждый узел имеет лицензии для управления средой виртуализации и лицензию на программно определяемую распределенную систему хранения данных. Обеспечение высокой надежности и сохранности данных при сбоях в системах на основе распределенной системы хранения данных достигается путем тройного резервирования. Для обработки информации в центре обработки данных также используется гиперконвергентная система, но запись существующего объема видеорхива в течение 30 суток осуществляется на внешнюю систему хранения данных. В проекте производится расчет требуемого объекта ресурсов как для сервера, так и для дискового пространства, для архива видеонаблюдения и метод данных системы видеоаналитики с учетом резервирования. Для объединения всех компонентов в единую систему видеонаблюдения проектом предусматривается строительство сети передачи данных. Сеть передачи данных состоит из коммутаторов ядра, коммутаторов агрегации, коммутаторов доступа и волоконно-оптической линии связи. Для обеспечения надежности ядро сети состоит из дублируемых коммутаторов объединенных степ. В соответствии с техническим условием на проектирование аппарата программного комплекса АрмТБ Московского метрополитена для объектов нового строительства, все системы СВН являются транспортной системой для обеспечения интеграции всех систем транспортной безопасности, таких как, например, охранная сигнализация, система контроля управления доступом, громкоговоряющие оповещения и другие, с выводом информации от них на АрмТБ. Система интеллектуального видеонаблюдения построена на базе российских компаний. Программного обеспечения обзорного видеонаблюдения Кубит компании Telecom Online и программного обеспечения видеоаналитики компании Synesis. К программному комплексу обзорного видеонаблюдения относятся сервер управления ПО, картографии и планов, ПО в виде архива, ПО управления в виде архивами, ПО ARM оператора. Автоматизированное рабочее место оператора предназначено для работы оператора в составе комплекса интегрированной системы безопасности и выполняет следующие функции, как работы с источниками видеосигнала, работы с источниками аудиосигнала, с поворотными устройствами, управление видеостенами, работа с архивами, разграничение доступа операторов, ну и другие функции. Также ПО в виде стены, шлюсы и трансляции и модуль интеграции с единым центром хранения дам. К программному комплексу видеоаналитической подсистемы относятся модули автоматического анализа видеоизображений с целью выявления определенных событий. Системное программное обеспечение. Модуль контроля рельсового пространства, который обеспечивает обнаружение падения людей и посторонних предметов на рельсовое пространство, спрыгивание или спуска людей из охота в тоннель с поддержкой аппаратного и программного детектора поезда. Базовый модуль аналитики для всех видеокамер. Расширенный модуль видеоаналитики, который выполняет функции ситуационной видеоаналитики для камер с боковым и вертикальным обзором, обнаружение, классификация, формирование событий на основе правил, пересечении сигнальной линии, движение в зоне, остановка, разношатание, оставленный предмет, обнаружение драки или потасовки, обнаружение криков, шума, звуков, выстрелов, взрывов и разбития стекла. В программном комплексе биометрического видеонаблюдения включает в себя модуль биометрической идентификации пассажиров и биометрическую базу лиц. Модуль обнаружения, сопровождение идентификации людей по биометрическим признакам лица выполняет выбор оптимального ракурса для формирования фотоальбома посетителей, поиск людей в списках, поиск похожих людей и формирование событий. Лицо в списке, лицо обнаружено, лицо не обнаружено. Биометрическая база лиц. Быстрый поиск похожих лиц по образу идентификации лиц по базе данных в реальном масштабе времени, формирование тревожного сообщения для операторов. Метрополитеном обеспечивается защита базы персональных данных от доступа к ней любых лиц, за исключением уполномоченных федеральными органами исполнительной власти, что позволяет при прохождении через турникет отслеживать подозрительных лиц, а также лиц, находящихся в розыске. Вывод информации с видеокамер осуществляется на несколько арм СВН на метрополитене. Это как арм у дежурного по станции, арм на постах полиции, также арм помещения дежурного по лифтам, арм транспортной безопасности, который находится в ПУТБ. Для просмотра верхней и нижней площадки эскалаторов в кабинах дежурного по управлению эскалатором также предусмотрены мониторы. На платформах предусмотрены мониторы для машинистов поезда для контроля за посадкой и высадкой пассажиров. Проектируемая система видеонаблюдения предусматривает интеграцию существующей на Московском метрополитене армом ситуационного центра метрополитена, диспетчерских пунктов ситуационного центра ОВД на Московском метрополитене, ПУТБ и единого диспетчерского центра. Архитектура ИСВН через Центр обработки данных обеспечит возможность подключения внешних пользователей для подразделений ведомственных ФСБ, МВД, Минтранс, МЧС России. Также в соответствии с постановлением правительства Москвы предусмотрена возможность подключения и обеспечения трансляции видеоизображения в государственную информационную систему Единый Центр хранения обработки данных. Надежность системы видеонаблюдения определяется надежностью функциональных подсистем общего программного обеспечения комплекса технических средств. Оборудование системы видеонаблюдения, включая видеосерверы, программное обеспечение в связи с политикой импортозамещения выбирается по возможности российского производителя. Однако есть проблемы. Проблема же остается в основном сейчас по полноценной замене оборудования, передаче, обработке и хранению данных. Вот сейчас на последних станциях мы применяли в основном оборудование американское, очень бы хотелось его заменить на российское. Технические средства все имеют, естественно, сертификаты по 969. Транспортный комплекс – один из основных объектов, потенциально подверженных совершению правонарушений, поэтому пренебрежение к требованиям законодательства по транспортной безопасности должно остаться в прошлом. У меня все. В данном случае хочется подтвердить, да, что вот видеонаблюдение, система видеонаблюдения, как глаза, они даже УВД ММЭ говорит о том, что профессия с Искорией постепенно стирается, то есть большинство преступлений раскрывается банально через просмотр архива, причем у них есть возможность смотреть не только нас, смотреть еще и город, и то есть преступника доводят практически до подъезда, до квартиры, и нет необходимости там отрабатывать периметр людей, иметь агент, какую-то систему. То есть банально просто отсматривается камера, накладывается это на трекинг сотовой связи, на билетку, кто куда как ходил, как бы одно с другим сцепляется, а если еще, не дай бог, где-то банковской картой воспользовался, все, практически домой приходят сразу, и вопрос закрывается. Да, это, ну, до еще не дошли, они как бы работают над этим, чтобы... Только подумал, тебя уже, как бы, это идеально. Мы работаем над этим. Для этого есть система. Их не так много, но здесь как вот, да, с точки зрения перспективности досмотровой зоны, это, наверное, идеальный вариант, когда мы дистанционно, пассажиры на подходе к объекту, уже можем идентифицировать, как требующий досмотр или не требующий. Он вошел в вестибюль, и его попросили на досмотр. Если он воспользовался толпой и обогнул, то линейка турникетов его не пропустила. Вот это, наверное, некая идеальная схема перспективы в перспективе. То есть человек подошел к турникету, предлагал, скажет, что ему это извините. Ну, мы думаем, мы пока это не реализовали, но это, по крайней мере, если как бы, как некий контур объединения систем. Ну... Времена меняются. Я застал историю, когда говорили, что для досмотра достаточно одного инспектора транспортной безопасности, потому что еще где-то по станции ходит полицейский, и еще появляется контролер, как органы перевозок. Ну, первоначально, так говорили, он же есть, он в форме, он может помогать. Потом пришло понимание, что минимум это три человека, которые обеспечивают некую взаимозаменяемость и непрерывность работы оборудования. Даже банально такие вещи, да, потому что вдруг внезапно выяснилось, что можно на энтероскопе 20 минут, а дальше надо отдыхать. А если лицо, на счет и попадавшее в поле зрения, вот у него умысел родился, скажем, внезапно, вот как нам его остановить? Он идет на ту же стенку. Видео наблюдения его не инспекцируют ни зарази, ни как-то. Можно к психологу направить, когда его поймают. Можно, когда его поймают, потом к психологу направить. Ну, нет. Человек не существует в... Да, человек не существует в вакууме. Так никто не отрицает это дело. У нас дискуссия. При проектировании, да, при проектировании вы учитываете то, что в требованиях написано, как-то разграничиваете видеораспознавание, видеонаружение? В каком плане разграничиваете? Смотрите, вот у нас в требованиях идет, да, пункт 5, потом начался 6.1, обеспечивать видеоидентификацию, видеообнаружение, видеораспознавание, видеонаблюдение. Ну, то есть как бы у нас не просто же вот видеонаблюдение, да, оно как-то законодатель взял, разделил вот это на 4 параметра. Если видеоидентификация, она для всех понятна, условно говоря, видеонаблюдение для всех понятна, а теперь вы с точки зрения проектирования вы это делите, видеораспознавание и видеообнаружение? Это все заключено в модулях, которые... Программное обеспечение. Программное обеспечение, да. Но, то есть... На том уровне все отслеживается. Исходя из того, где в предварительной оценке УЗИ вам зонировали, где есть технологический сектор, где есть перевозочный, где, ну, перевозочный метод, сектор свободного доступа, да, вы исходя из этого... Это обязательно, да, на границах зон транспортной безопасности, это одна история, на критических элементах другая, непосредственно там технологическом помещении это третья история, все вот относительно, да, определено. А при проектировании, то есть у вас уже просто вопрос спрашиваю, там есть понимание цены, да, сколько это сейчас стоит, допустим? Дорого. Ну, я понимаю, что дорого. Вот, обыкновенная станция с двумя вестибюлями, мне просто порядок цифр понять, он сильно отличается от наших, нет? Ну, сколько у вас? Оборудование... Общую сумму не могу сейчас сказать. Могу сказать, что вот те видеокамеры, которые сейчас мы применили в Питерском метрополитене, одна видеокамера стоит 250 тысяч. Ну, возможно, на 300 камерах, а все остальное тоже. А почему так камера должна быть 250 тысяч? Это вопрос не ко мне. Это камера видеоидентификации, или которую вы применяете для остальных случаев? Ну, камера, я имею в виду, 250 тысяч, потому что для простой камеры это слишком много. Это камера, которая... Или вы имеете в виду вместе с программным обеспечением? Да нет, не так, программа сама. Ну, как бы, поэтому вот и вопрос, сколько это приблизительно стоит сейчас? Ну, вы, может, не оставьте свои данные, я узнаю у наших сметчиков, сколько в результате получается, я без сметчик. Просто, конечно, сумму мне не могу сказать. Не озвучить. А вы, кстати, вам сообщите. Например, средний. Вы там раздел пишете, который безопасность идет в вашем проекте, в этом разделе. Ну, там же оно не описывается. Вы же оборудование же вы даете, какое вы будете ставить. Ну, значит, это вопрос вообще не к вам, извините. Ашельцы, не бывайте. Спасибо. Ну что, тебе и я? Да. Финальный досклик. Обеспечение транспортной безопасности на транспорте и на объектах метрополитена. Вячеслав Александрович Курышев, главный технолог Международной ассоциации метро. Бесперебойная работа транспортной системы современного метрополитена может быть обеспечена только при надежном функционировании всех элементов, входящих в нее. Важнейшим элементом транспортной системы является метрополитен. Его составляющие, такие как подвижной состав, объекты, инфраструктуры, различные оборудования, в том числе дополнительные устройства, должны соответствовать определенным критериям надежности и безопасности. Для более развернутого изучения данного вопроса, давайте посмотрим, а что же... Так, что-то у меня последнее. Так, вот эта тема. Посмотрим, что же такое метрополитен. Ну что, не работает. Почему это не работает? Это получилось. Почему? Метрополитен – это, во-первых... Метрополитен – это, во-первых, критически важный объект, нарушение функционирования которого приводит к чрезвычайной ситуации или значительным негативным последствиям для безопасности экономики, инфраструктуры городов, либо для жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей территории. Метрополитен – также основное транспортное предприятие крупных городов с населением более 1 миллиона человек, воспринимающее все проблемы внешнеокружающей среды, включая экологические, ЧАЭС, техногенного и природного характера и тому подобное. То, что метрополитен, вот эта вот диаграмма показывает важность этого нашего вида транспорта. Видите, удельный вес перевозки пассажиров от общего городских в 21-м году. Все метрополитены, ну, не считая маленькие метрополитены, Малматы, Днепр, они и были во все времена, как говорится, не очень важные такие вот бедные вещи, и создавались они не по тому принципу, что в городе-миллионнике тяжело с транспортом, а из-за каких-то других, так сказать, амбиций. Поэтому вот здесь все хорошо, это видно, что метрополитен есть метрополитен, который делает погоду в любом городе. Объект метрополитен также с замкнутой системой жизнеобеспечения, способный в определенный период стать последней защитой для жителей города, период ЧАЭС, терактов и возможные внешние угрозы. Яркий показатель выше. Значит, у меня тема была написана, что, значит, что такое вообще транспортная безопасность и безопасность на транспорте. То, что у нас происходит, да, транспортная безопасность, вот ее, так сказать, классическая формулировка, это состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а так как незаконного уменьшательства. Появилось это понятие после того, как появился закон ФЗ-16 о транспортной безопасности. Обратите внимание, 9 числа 2 февраля 2007 года. Позже я скажу, значит, эту дату, как говорится, мы с ней сравним. Еще одну формулировку, что такое безопасность на транспорте. Не менее важный объект нашего изучения. Принимая во внимание напряженную геополитическую обстановку, необходимо в первую очередь учитывать, что метрополитен – это объект двойного назначения, являющийся сооружением, которое может служить для укрытия людей от опасностей, возникающих в результате техногенных аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, а также от воздействия окружающего массового поражения. На эту важную тему метрополитенов обращается недостаточно внимания, и особенно на совершенствование системы управления допустройством метро. Последний раз конференция, посвященная вопросом совершенствования допустройств метрополитена, на тему организации систем воздухообмена и управления микроклиматом, управления режимами вентиляции в экстремальных условиях в тоннелях и на станциях метрополитена, была проведена Международная ассоциация метро аж в 1997 году в Санкт-Петербурге. С целью предотвращения угроз природного и техногенного характера, а также актов незаконного вмешательства для формирования единой и эффективной системы обеспечения безопасности на транспорте, правительство Российской Федерации выработало курс, нашедший отражение в федеральном законе РФ 16 ФЗ о транспортной безопасности и комплексной программе обеспечения безопасности населения на транспорте. Объем работ по транспортной безопасности, согласно этим программам, был выполнен колоссальным. Достигнуты большие успехи в данном вопросе. И вот сегодня выступающий уже и на секции железнодорожного транспорта, и вот сегодня мы услышали цифры, громадные цифры тех успехов, тех успешных изъятий небезопасных вещей, которые не дошли до, значит, до, значит, пассажиров. Но, несмотря на все вот эти вот наши успехи, хочется сказать, что вот в этих документах, которые я называл, ни одного слова, ни полуслова нет по пожарной безопасности в митрополитене. А вот согласно статье УК, Уголовного кодекса Российской Федерации, статье 205, террористический акт имеет реальное, так сказать, название, что пожарное, вот видите, совершение взрыва, поджога или иных действий устрашающих население, создающих опасность гибели человека, это тарак. И, к сожалению, в программах, которые мы с вами, значит, в которых мы участвуем во внедрении, там нет вот этих организаций. А, собственно говоря, последствия этого дела, они очень печальные. Вот видите, 1903 год Париж, 84 человека погибло, следом, 1987 год, Лондон, 31 человек погиб, 19 в тяжелом состоянии. Крупнейшая авария в истории Бакинского митрополитена, где погибло 289 человек, 270 человек получили повреждения. И последний, один из последних пожаров, который случился в 2003 году, в городе Тега, Корея, 198 человек погибло. Вот такие вот результаты. То есть за 120 лет, вот, значит, безопасность на транспорт, то, что я вам говорю, значит, это состояние транспортной системы государственного участника, было это принято, значит, на, в статье 2 модельного закона от 31-го, 10-го, 2007-го года. То есть вот, когда началась напряженность с этими стерактами, за всем прошло, у нас вышел закон о транспортной безопасности, и участники страны, государства, стран СНГ уже в 10-м месяце тоже рассмотрели этот вопрос, но рассмотрели более широко, не только акты, значит, теракт, взрывы и прочее, ну, и рассмотрели в широком спектре, это дело появилось, собственно, оно и было, безопасность на транспорте со дня организации железных дорог, значит, это понятие было. Ну, вот оно узаконено и показательно, что оно теперь есть, существует. Значит, вот за 120 лет существования, там, метрополитенов, количество жертв от пожаров, оно превышает количество жертв от терактов, которые были методом взрыва проведены в этом же, на этом же виде транспорта. Ну, количество жертв, которые там погибло, количество людей большое, это еще и вина и людей, которые организовывали, значит, ну, ошибки в организации работы спасательных в этом плане. А в ТЭГу, значит, психически больной человек в пакете пронес 5 литров бензина, прошел все, так сказать, смотровые вещи, и в вагоне он ходил 2 часа по платформе, то есть, видно, решался, что ему сделать, но сам факт, что он жив, кстати, остался, его увезли в больницу, а платформа не островная, стояли два состава, два состава, они сгорели. И вот такое количество, поэтому большое количество пострадавших получилось. Все мероприятия, которые мы проводим по транспортной безопасности, по безопасности на транспорте, они сводятся к одному и тому же. Мы создаем среду безопасности метрополитена. Это технически сложное сооружение. Видите, в центре у нас, вот я показал, что это объект транспортной безопасности, все остальное технология, но ни один этот элемент отсюда нельзя выбросить, потому что это все взаимосвязано, все одно другое идет в развитии, меняются технологии, меняются оборудования, но вот этот комплекс, он работает и должен работать безопасно. Что, значит, было сделано и что делается для того, чтобы уменьшить пожарную безопасность для пассажиров? В Москве с 2001 года по 2012 год проходили испытания устройств потушения пожара, тонко распыленной водой. Вот видите, здесь на картинке опыта, как раз модель вагона и всевозможные, так сказать, варианты тушения пожара были испытаны. Значит, было все проведено удачно, дошло это до, так сказать, рабочей комиссии, все было принято, но, к сожалению, да, были, так сказать, сомнения, что если автоматика сработает вдруг неожиданно и ложно, то пассажиры пострадают от этой воды. Но, как показала практика, два года испытывали эту систему, значит, автоматики без огнетушителей, значит, ни одного отказа в этой системе не было. Система была разработана институтом МАИ и показала свою надежность в работе. Но в связи с некоторыми такими, будем говорить, сменилась власть в городе Москве, этот вопрос забыли и до сих пор он остается нерешенным. Хотя, в общем-то, вот по последним данным НПБ по вагонам по подвижному составу пожарной безопасности, то, что новые делаются документы, наконец-то есть, как говорится, приятная новость, что, значит, оборудование вагонов метрополитена этими устройствами пожаротушения в салоне вагона будут, значит, включены в обязательном порядке, будут обязывать производителей создавать такую систему в вагоне. Сам вагон, значит, как показывает статистика мировая, количество пожаров из-за подвижного состава в мире, это 42% составляет пожары от подвижного состава. Там, как говорится, разное возгорание, ну, то есть не горит состав, потому что все составы, в принципе, сейчас во всем мире, техническая часть под вагонное пространство, оно защищено автоматическими системами пожаротушения, в том числе у нас в России система «Игла» удачно работает, она модернизируется, она даже вот на момент сегодняшнего дня может быть развита в смысле того, что с этой системы можно снять еще дополнительные функции, то есть контролировать микроклимат, контролировать, значит, наличие газов и прочее в тоннелях Митрополитена. Недорогая доработка этой системы, и подвижной состав нам дает реальную информацию о том, что у нас происходит в тоннеле и в самом Митрополитене. Ну вот тоннель, его, так сказать, физическое состояние, оно, я вначале сказал, что неудача, вернее, не совсем мы, так сказать, много внимания уделяем дополнительным устройствам. Вот транспортные тоннели, как линейные объекты инфраструктуры Митрополитена, служат для, естественно, перемещения поездов и оснащены соответствующим оборудованием. При тоннельные сооружения, вентшахты, водовые службы пути, дренажные перекачки и так далее, рассматриваются вспомогательными, функционирование которых направлено на обеспечение безопасных перевозок пассажиров в поездах на перегонах. Пожарная опасность тоннелей предопределена технологией эксплуатации и пожарной опасностью различного оборудования. В последней редакции СП-120-13-330.2012 года Митрополитена впервые появилось требование обозначения тоннельных перекладов пожарной сигнализации на основе оптоволоконного кабеля. Как я уже говорил, в Митрополитенах недостаточное внимание уделяется допустройству. Вместе с тем, при техногенных авариях и катастрофах обычных методов управления системой вентиляции для смягчения последствий ЧАЭС становится недостаточно. В подобных ситуациях должны активно использоваться дополнительные устройства и средства защиты, с помощью которых Митрополитен изолируется от внешней среды согласно свода правил на проектирование строительства Митрополитена дополнительные сооружения и устройства СП-32-106-24. Тоннели метро должны секционироваться защитно-герметическими затворами на участке длиной не более 10 километров для борьбы за живучесть при наводнениях, затоплениях и пожарах. Яркий пример того, что эти дополнительные устройства помогли спасти Санкт-Петербургский Митрополитен, такое было почти 10 лет, не знали, чего делать. Если бы не вот эти металлоконструкции, которые закрыли, выгородили секцию Митрополитена, значит, Митрополитен благодаря таким вещам сохранился. Потеряли секцию, потом ее, как говорится, восстановили, проложив новый Доннель, и Митрополитен заработал. На каждом изолированном участке должны предусматриваться дополнительные сооружения и устройства, обеспечивающие его автономное функционирование, включая дизель-электростанции, чего мы пока никак не можем внедрять, удешевляя объект. Вот ахиллесовой пятой Митрополитенов была в основном и остается это воздухозапорные киоски, которые не всегда оснащаются быстродействующими системами контроля биологических, химических, опасных и отравляющих веществ и перекрытия газовоздушных трактов. Существуют вот такие современные устройства отечественного производства, быстродействующие клавана типа ЗКА-20. Вот если так, по-моему, видно хорошо. Вот 17, 18, а вот как раз эти вот пластины, которые под воздействием, значит, программного воздействия на этот агрегат, быстро закрывают, перекрывают потоки воздуха и тем самым защищают Митрополитен от ненужных воздушных масс. Ну и снова перехожу к безопасности на транспорте, вернее, нормативных документах, которые влияют на безопасность. На текущий момент федеральным законом 123-м технический регламент о требовании пожарной безопасности и, значит, неопределен класс функциональной пожарной опасности для Митрополитенов, что позволяет надзорным органам МЧС России применять к станциям Митрополитенов требования как к объектам функционального класса пожарной опасности F3, то есть зданий и организаций по обслуживанию населения, в том числе F3,3 вокзалы. Так и можно применить F5,1 производственные здания, сооружения, производственные лабораторные помещения, мастерские, крематории. Крематория имеет, а Митрополитен, такой важный объект, не имеет такого класса. Вот это удивительно. В статье 32 Федерального закона 123-го перечислены классы функциональной пожарной безопасности объекта защиты с применением наиболее характерных объектов защиты, относящихся к каждому классу. Однако примеры не являются исчерпывающими, а однозначных правил или методик определения класса ФПО не существует. Между тем, от правильного определения класса ФПО зависит выбор средств и способов противопожарной защиты. Например, согласно СП 1.13.130, каждому классу ФПО соответствует собственные пути эвакуации. Очень важно, потому что пассажиров надо спасать при определенных ситуациях. А согласно СП 4.13.130, требования к противопожарным преградам следует определять, исходя из класса функциональной пожарной опасности частей зданий или помещений. При этом настоящие своды правил не распространяются на здания и сооружения специального назначения, то есть подземные сооружения метрополитена. Государственные надзорные органы, проектировщики, владельцы объектов защиты трактуют класс ФПО, как им выгодно в той или иной ситуации. Например, относятся вестибюлю станции метрополитена к классу Ф3.3, как я раньше говорил, а к остальным служебным помещениям станции применяют общие нормы для производственного объекта класса Ф5. В целях устойчивого функционирования метрополитенов в России необходимо внесение изменений в Федеральный закон 123. И изменения эти должны быть такого плана. В пункте 1, статье 32, отдельно необходимо выделить класс ФПО для внеуличного транспорта, и, в частности, станции метрополитена, то есть подземные помещения и сооружения метрополитена. А также предусмотреть, естественно, корректировку статей 123 ФЗ в часть требований предъявляемых к выделяемому классу ФПО для внеуличного транспорта, что позволит сформулировать конкретные требования по обеспечению противопожарной защиты объектов метрополитена, обеспечив пожарную безопасность метрополитена вместе с ней и безопасность на транспорте. Ну и еще один момент, и заканчиваем. В соответствии со статьей 48.1 Городостроительного кодекса Российской Федерации, объекты инфраструктуры внеуличного транспорта отнесены к особо опасным и технически сложным объектам. Одним из видов внеуличного транспорта является метрополитен, пункт 7, часть 1, статья 3 Федерального закона от 29.12.2017, номер 442 ФЗ о внеуличном транспорте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Отнесение объектов метрополитена к особо опасным и технически сложным объектам предполагает необходимость установки дополнительных требований, в том числе при проектировании и строительстве обеспечивающих их безопасность. Кроме того, безопасность пассажирских перевозок является приоритетной задачей для метрополитена. С целью повышения уровня безопасности пассажиров метрополитена, повышения эксплуатационной надежности метрополитена, сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009, номер 384 ФЗ, технический регламент о безопасности зданий и сооружений и Федеральным законом от 22.07.2008, номер 123 ФЗ, технический регламент о требованиях пожарной безопасности, приказом Минрегиона России от 30.06.2012 года, номер 264, утвержден СП 120.13.330.2012, свод правил метрополитены, актуализированные редакции СНИП 320.2.203, далее, вот, СП 120 устанавливает требования к проведению инженерно-изыскательских, проектных производства и приемки работ при строительстве сооружений и устройств метрополитена. Документ распространяется на новые реконструируемые сооружения и устройства метрополитена. Все вроде бы хорошо. Кроме того, СП 120 устанавливаются границы охранных и технических зон объектов инфраструктуры метрополитена. Режим использования которых для производства работ сторонними организациями устанавливается переводчиком. Это все в пункте 5.26.4. До 1 сентября 2022 года отдельные положения СП 120 были включены в перечень национальных стандартов и сводов правил, частей таких стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона технический регламент о безопасности зданий и сооружений, утвержденной данным постановлением правительства Российской Федерации от 28.5.2021 года номер 815. Однако в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 20.05.2022 года номер 914, то есть совсем немного времени прошло. С 1.09.2022 года СП 120 13.30.2012 исключен из перечня национальных стандартов и сводов правил и применение его в отдельных положениях не является обязательным. По мнению Международной ассоциации метро, исключение СП 120 из перечня национальных стандартов и сводов правил может позволить повлиять на уровень безопасности пассажирских перевозок и повлечь следующие негативные последствия. 1. Принятие необоснованных проектных решений в критически важных устройствах и сооружениях метрополитена при рассмотрении проектной документации. 2. Производство строительно-монтажных работ по объектам метростроения с ненадлежащим качеством. 3. Увеличение рисков нормальной эксплуатации метрополитенов в части надежности строительных конструкций и инженерных систем, обеспечение графикой движения поездов и транспортного обслуживания населения. 4. Снижение долговечности проектируемых сооружений, систем, оборудования вследствие неопробированных проектных решений. 5. Проблема с интеграцией проектируемых систем, оборудования с действующими системами метрополитена. 6. Неконтролируемая и несогласованная с метрополитеном производство работ и новое строительство в границах технических и охранных зон метрополитена может привести к повреждению сооружений, инженерных сетей, других объектов инфраструктуры метрополитена, травмированию пассажиров, возникновению аварийных ситуаций. Международная ассоциация метро все эти вещи изложила и представила сюда в организационный комитет этой конференции, вернее форума, и, надеемся, найдем общий язык для того, чтобы эти вопросы решить. Потому что это вопросы, как говорится, и транспортной безопасности, и безопасности на транспорте. Здесь они сходятся вместе. Предложение. Необходима актуализация правил пожарной безопасности в Российской Федерации, вернее, даже не так актуализация, как вообще правила пожарной безопасности метрополитена, где четко расписано, что должно и как должно быть. Потому что трактовка уже, так сказать, разных людей, разных организаций проверяющих, она надоела. И она, собственно говоря, обходится недешево метрополитеном. Лучше потратить эти деньги на нужные вещи. Вести изменения в ФЗ, это я уже говорил, по функциональной безопасности. Для предотвращения трактов поджогов тоже сказали, что уже есть, так сказать, вздвиги в этом деле. Ну и что? Что-то медленно реагирует. Не хочет. Так, подвижной состав прошли. Это тоже не надо. Среда безопасности, я уже говорил, что она должна быть как комплекс целенаправленных технических организационных мероприятий. И ведущий нашей секции уже говорил, что время простых изолированных решений закончилось. И для решения проблемы безопасности и в том числе транспортной безопасности необходим системный подход. Что? Вот московский метрополитен, я могу подтвердить, санкт-петербургский метрополитен. Именно так и действует. Маленькие метрополитены им сложнее, конечно, там из-за отсутствия, так сказать, денег и прочее. Желаний много, а возможностей поменьше. Ну и закончить свое выступление хочу изречением бывшего министра нефти Саудовской Аравии Ахмеда Заки Ямани. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии. Давайте делать новые технологии, повышать безопасность пассажиров. И это, наверное, наша задача, самое главное. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. По плану у нас дискуссия, есть какие-то предложения, что-то отсудить. Вопрос в том, как я читаю. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот сколько стран в вашу международную ассоциацию нет, и как санкции, которые у вас положили, повлияют на взаимодействие с другими странами? Так, а вот в ассоциации находилось 13. В ассоциацию входило 17 митрополитенов. Значит, 7 митрополитенов российских, 3 митрополитена Украина, по митрополитену Ташкент, Баку, Тбилиси, Ереван, Белоруссия и Прага. Значит, Прага уже в конце прошлого года, в связи со сменой руководства, руководство новое появилось оно, и как в чистом виде метрополитен, не метрополитен входил, а городское, так сказать, хозяйство транспорта выходило. Поменялось руководство, взгляды поменялись, и поддерживаем контакт, все, работаем, так сказать, но вот такого хорошего обмена, как раньше было, нет. Со странами Украины понятно, вернее, с Украиной понятно, 3 митрополитена, Днепр, Харьков и Киев. Вот у них, что сейчас интересно, вот мне, как технологу, это работа митрополитена в таких условиях. Богатейший опыт, который, ну, очень, очень пригодился бы. И далее, ну, с отдельными специалистами поддерживаем, так сказать, контакт. Тбилиси тоже, так сказать, ни шатка, ни валка, но дают нам данные, видели, я показывал, ну, правда, за 22-й год еще в обработке данные, а вот за 21-й год все митрополитены свои данные по работе митрополитенов дали. Ну, с Минском у нас это понятное дело, единое государство, практически здесь все ясно и понятно. С Ташкентом нормальные отношения, с Баку нормальные отношения. Ереван тут хотели, так сказать, уговорить, чтобы они ушли из ассоциации, но не вышло ничего. Вот, и куда им уходить, они одни вообще могут закрывать, тогда митрополитен просто. Ну, наши митрополитены, естественно, значит, большой митрополитен, московский, петербургский, имеют, конечно, возможности больше, чем маленькие митрополитены, но они стараются, работают, в общем-то, вот, хозяйство по мероприятию по транспортной безопасности, там везде все выполнено. Вот, а Казань вообще у нас, будем говорить, впереди, на коне. Столько международных соревнований прошло, там ни одного замечания. Вот, более того, там конференция проводила, индустрия безопасности, буквально, уже время летит, уже три года назад. Тоже никаких нареканий, все, хороший опыт был передан ими. Так что, вот, да, как-то. Вы говорили о системе пожара на стене и виллах. Скажите, пожалуйста, она тушит пожары внутри вагона, метро или в туннеле? Нет, значит, эта система установлена в техническом отсеке, который находится под вагоном. И любое, в общем-то, срабатываний довольно-таки много. Потому что, ну, сами понимаете, значит, загруженность поездов в час пик. Сами ездите, видите, как вагон загружен. Значит, если раньше были каждый вагон моторный, то теперь не каждый вагон моторный. Нагрузка, значит, на двигатели возрастает. Более того, я вам должен сказать, что большое влияние оказывает на вот возникновение пожаров. Это некачественная энергия. Ни один метрополитен еще ни разу, ни энергогенерирующему предприятию не выставил счет за качество электроэнергии. Вот это у нас слабо. Как я не пытаюсь привить это дело, поставить приборы на входе и качественно, как говорится, показывать характеристики то, что мы получаем. Появляются лишние гармоники. Более того, значит, все вот наши сегодня ноу-хау, которым мы радуемся, цифровые устройства, они все имеют цифровые блоки питания, дискретные, да? Там трансформаторы отсутствуют. А это тоже своего рода дополнительная нагрузка на сети. И вы все прекрасно в школе, наверное, учились, все заканчивали школу. Система энергоснабжения, три фазы, ноль. Фаза, значит, у нас более большего сечения. На фазе у нас есть защита предохранителя, да, как минимум. А на нуле у нас ничего нет. И ноль у нас еще и по сечению меньше. Поэтому в мире для того, чтобы не переходить сразу же на другие кабели, значит, там прокладывают вместо нуля во многих странах отдельный провод. Нулевой, чтобы этого погасить. Ну, что еще там? Значит, новую систему, вот я уже сказал, что система развивается, эта игла. Новая модификация с новыми, вот на новом подвижном составе, который сейчас в Москве ходит. Значит, там очень грамотно все это сделано. Там много интеллектуального оборудования стоит, вот датчики дыма, огня. И сама система передачи данных с подвижного состава на поле, она отработана. Вот я почему и говорю, что я вижу эту систему перспективной для того, чтобы еще ее подгрузить небольшим, так сказать, дополнением на подвижный состав устройствами, которые бы нам давали еще дополнительную информацию. И по транспортной безопасности там вот кто-то что-то пронес, там или где-то через венткиоски сумели что-то нам забросить в тоннель, какие-то там воздушные массы, или где-то просто прошла, ну, авария и затек, какие-то газы зашли, чтобы быстро на них среагировать. Потому что вот в Москве сейчас ходит такой поезд, Синергия называется, Синергия-1, Синергия-2, два таких поезда. Но поезд проходит 2-4 раза в месяц по линии метрополитена. А установив на подвижной состав датчики, мы могли бы буквально, ну, в реальном времени иметь все данные, что у нас делается в тоннеле. И температура воздуха, и вот качество воздушного пространства. Ответил? Еще есть вопросы? Есть вопросы. Спасибо.